А вот и продолжение истории, подпишись на канал, а мы начинаем. Наруто чувствовал боль во всем теле, будто каждую клеточку пронзили острыми иглами. Это было последствием извлечения предметов из хранилища. Понадобилось как минимум три дня, чтобы прийти в себя. Мальчик был в полном одиночестве, все исчезли, словно мираж. Но больше всего его интересовало, что сейчас Саске, близнецами Изуми, будет продолжаться экзамен или нет, а главное, что будет с ним самим? Рюсон тихо молвил Узумаки, но никто так и не появился. «Курама, ты здесь?» Лис спал. Блондин вылез из кровати и стал медитировать. Ему нужно набраться сил, а главное поговорить с учителем из Саске. Вдруг окно буквально исчезло, а в комнате появился запыханный учхо-младший. Активирую фуиндицу. Сейчас придет Итачи. На одном дыхании протараторил брюнет и присел. Узумаки укусил себя за палец и нарисовал на пергаменте необходимую печать комнаты боли. Итачи увидел, как двое мальчишек буквально исчезли из виду. Он не мог проследить, какая техника была использована. Что случилось? Спокойно спросил Узумаки. Саске пытался отдышаться, у него были грандиозные проблемы. Итачи, после инцидента на экзамене, сначала следил за каждым шагом младшенького, а потом и вовсе начал вторгаться в сознание брата. Последней каплей стал приход Шисуи, этого человека он точно не смог бы обмануть. Никак. Итачи о чем-то подозревает. Нужно что-то делать, Блиеми неспокойно ответил учхо. Учхо Шисуи два этих слова наводили на него страх и восхищение. Сильнейшие глаза клана. «Черт побери, как ты так вляпался?» Изуми точно не мог рассказать, удивленно проговорил блондин и посмотрел в глаза друга. Точный ответ на вопрос не знал даже Саске. Хотя с другой стороны очень подозрительно, что у маленького ребенка, который не пережил эмоционального взрыва, появился Мангёки Шаринган и владение одной из самых запретных техник клана Аматерасу. Я засветился своими техниками. Итачи не идиот, он прекрасно знает условия овладения теми или другими способностями. «Я еще не полностью обрел силу и мне с трудом удается создавать другое сознание для него», ответил Брюнет. Наруто пришла в голову бредовая идея, как решить проблему, но был огромный риск провала. «Как начать наложить гендюцу на твоего брата и других, кто знает о нас?» Предложил вдруг блондин. «Это безумие. Итачи сразу же поймает меня, да и я пока не могу полностью использовать свои глаза. После Аматерасу я три дня ничего не видел, сразу же откинул предложение Учхо. А может, так дарю и сын. Отшельники, вроде бы, отлично владеют гендюцу». Снова подал идею джинчурики. «Мой брат попадет только под гендюцу Шису и никого больше», – нервно ответил Брюнет и лег на спину. Все рушилось на глазах, а ведь он только-только познал радости простой семейной жизни. «А если сначала Шису, а тот потом Итачи?» Не сдавался Наруто. Вот эта идея имела право на жизнь. Мощная гендюцу Шису может и не заметить, если правильный человек наложит его. Ты уверен в мастерстве Рюи? «У нас нет права на ошибку». Стены комнаты начали буквально рушиться. Кто-то, а точнее Итачи, стирал печать. Все же даже в этой технике был изъян печать дублировалась на любую твердую поверхность и тот, кто найдет ее и сотрет, сможет развить технику. Саски и Наруто тут же закрыли глаза, от их капитана можно ожидать все что угодно. «Нашел», – довольно прошептала Ники и похлопал мальчишек по плечам, но друзья сидели невозмутимо. «Откройте глаза, я хочу поговорить с вами», – спокойно попросил Итачи. Пообещая не использовать какую-либо технику, потребовал Саски, капитан помешкал немного, но все же согласился. «Расскажите, где и кто вас научил таким техникам?» «Как ты открыл мангёки Шаринган?» «Непривычно для себя», – задал много вопросов бывшую Замбу. Мальчики молчали, словно партизаны. Наруто активировал призыв изумий, он должен защитить их от Итачи. «Что случилось, Наруто?» – тревожно спросил красноволосый, он был на задании. Рядом с ним также появился Ирюи. Намикадзе почувствовал чакру Итачи, но не было никакой угрозы. «Ничего, просто соскучился», – сказал блондин и обнял брата. «Все знали, что от таких слов будет прилив огромной братской любви, так что капитану ничего узнать сегодня не светило. Подлый, но верный шаг. Нам нужно туда, где никто не сможет подслушать», – попросил блондин. Изумий на своей руке нарисовал странный символ и прошептал царство боли, такой техники мальчик еще не видел. Они оказались как будто во дворце, стены были из зеркал, но, коснувшись их, мгновенно чувствовалось пронзительное, более искаженное воспоминание. «Не касайтесь стен. Здесь все предназначены для пыток», – предупредил красноволосый и присел. В двух словах, Итачи о чем-то подозревает, нужно что-то делать, – кратко сказал Саске. «Ни Рюй, ни Изумий это не удивило, ведь капитана Анбу считали гением, а мальчики повели себя опрометчиво. И что вы предлагаете делать?» Вдруг спросил отшельник. «Вы загипнотизируете Шису, а тот уже остальных», – с легкостью предложил Наруто. Еще никогда Дракон так искренне не смеялся, загипнотизировать потомственных мастеров Ген-Дюцу это было что-то из области фантастики. Ну, пусть узнает правду. Изумий вот знает и ничего. «Живет спокойно. Я могу попытаться, но мне нужно сначала к нему подобраться, да и страховка не помешает», – более уверенно молвил Дракон. Мужчине эта затея показалась как минимум странной и нелепой. Это как идти с одной винтовкой против хорошо вооруженной армии. Его интересовал враг, который появился на экзамене, тайных техник никогда не бывает много, а полезных так тем более. «Да нет же», – воскликнул Саски и закусил губу. Ему не была присуща излишняя эмоциональность, но потерять все, приобретя только малость, тоже не хотелось. Либо пан, либо пропал. «Ладно, можно попытаться, мне даже интересно, что из этого выйдет. Только, Саски, хочешь не хочешь, помощь все же придется. Моё гендюцу основано на гипнозе изменения реальности с помощью ультразвуковых волн, то он есть обман мозга. Если сюда привлечь зрительный анализатор, у нас будут хорошие шансы на успех», – объяснил отцельник и посмотрел на братьев Намикадзе. Рю прекрасно понимал, что для закрепления теории нужно опробовать её, исключить все изъяны, а главное правильно комбинировать все действия. В это время Изуми пронзительно смотрел на брата. Ему не хотелось говорить ему, что экзамен все же продолжится, он слишком сильно за него переживал. Слово предыдущего маленького Наруто просто сделали из него параноика, потерять ещё одного близкого человека он точно не хотел. «Ладно, коль так сегодня ночи с этим же составом начнем тренировки. Постарайся прийти без хвоста, вечные прятки от уточей не помогут решить проблему, а наоборот только усугубят её», – сказал Доракону. Попросил красноволосого развить технику. Вместо зазеркалья снова появилась обыкновенная комната, в центре которой сидел с невозмутимым видом капитан. Он чувствовал, что от него скрывают нечто важное, поэтому всех сразу же ввёл в гендюцу. В иллюзии все были прикованы по ногам и рукам к огромной клетке, кандалы больно сжимали и царапали запястье. Среди депрессивных красок иллюзии было огромное количество воронов, которые вылезали изо рта каждой вороны. Они таким образом размножались и пытались взлететь. Птицы создали подобие человеческого тела, а после вовсе прототип учихи старшего. Посмотрев по бокам, мальчики заметили, как Рю словно воскользал из кандалов, а потом и вовсе исчез, он быстро расправился с гендюцу гения. Хотя чего можно было ожидать от мастера владения синчакры. Капитан не удивился этому, а скорее разочаровался в себе, ему хотелось подольше подержать в иллюзии отшельника. «Саски, я тебя слушаю», отчетливо произнес каждое слово Итачи. У мальчика не было слов, только страх. Он не боялся силы брата, только настоящей правды о себе и предшественнике. «Что ты хочешь услышать?» «Мне нечего сказать», кратко ответил младшенький сразу, как только развилась гендюцу, Рю влю каждому своей чакры. Итачи исчез, словно его и не было. Он знал, как узнать правду и уж наверняка знал то, что его младшенький глупенький Саски совсем не тот, за кого он себя выдает. Глаза нельзя изменить, а в них он видел повидавшего много боли и ненависти человека, которого знатно потрепала жизнь. Итачи стоял непоколебимо. Внутри него бушевал ураган и рвал на клочья все теории об младшем брате, но как назло, мальчик был телом и чакрой и все тем же маленьким дитям. «Вы в курсе того, чего я не знаю», сухо констатировал капитан взрослым. Никто из присутствующих не двинул ни мускулом, хотя дракон все же приблизил руку к талии красноволосого. «Правда, за это он хорошенько получил по загребущим пальцам». «Что мы должны знать?» провокационно спросил на Микадзе. «Наруто и Саски не те, которых мы знали несколько месяцев назад». «Ты же тоже заметил это, и зумий», ответил холодноучиха старший. Мимолетный взгляд на блондину заставил зумий плотно сжать губы. Маленьких детей жестоко убили ради чего-то материального, обычного. Умереть без цели существования не самое худшее, что может случиться. Печально, когда человек так и не увидел, не попробовал свой маленький кусочек счастья и умиротворенности. Члену Анбу было горько от одной этой мысли, он не был сентиментальным, но здесь дело касалось маленьких детишек, в числе которых был его младший брат. Красноволосый открылся у Чихи, тот сразу же проник в голову друга и узнал то, чего не следовало последние слова предыдущего Наруто. Рю быстро влил чакру в изумий, но было уже поздно, зрачки и тачи расширились. Он не мог поверить то, что сейчас происходит. Теперь все сходятся, человек так быстро не может измениться. Угрюмый, слабохарактерный червь превратился в сильного настойчивого тигра. Одна мысль о том, что Саски не тот, кого он знал, больно щемила сердце юноши. Как такое возможно? Наруто! Саски! Тихо заукался у Чиха старший. Дженчу Рики решил взять ситуацию в свои руки. Насчет Саски ты не прав. Он тот, кем был умер только прежний я, четко соврал Наруто. Но капитан не верил, он уже знал, что это ложь. Как, как он умер? Когда? Почему? Еще тише спросил Итачи. Саски не знал, что делать, подбежать к брату или оставить их наедине. Он решил все же попытаться соврать ему. Я не умер. Не умер, молвил маленький брюнет и обнял Аники. Тем временем, когда Намикадзе пришел в себя, Ри шепнул ему только два слова за Тачи и Тачи. Слово сказать и сделать сильно разница. Итачи не был идиотом, просто исчез, ему стоило над многим подумать. К черту ночь, давайте сейчас тренироваться, вдруг предложил Саски. Ладно, план таков, сначала я создам необходимый фон для Гиндюцу, и когда Шисуи полностью расслабится, в ход пойдешь ты. Тщательно продумай иллюзию, ничто не должно отличаться от реальности. Даже маленькая ошибка разрушит все. Сказал отцельник, поучительный присел. Они снова были в царстве боли. Изуми рисовал незамысловатые печати для тренировок сознания, а Наруто медитировал. Курама подозрительно долго спал. Курама. Непрерывно звал друга блондин. Саски в это время пытался каким-то образом наложить иллюзию на Ри, но пока что ничего не получалось. Дракон выскальзывал с Гиндюцу так, словно его и вовсе не было. Учхо попытался использовать мангёки, но глаза сильно заболели, отчего мальчик упал и неподвижно лежал на полу целый час. Мои глаза, что было с прежним Саски? Едва выдавил брюнет и скорчился от боли. Это была странная боль, словно он попытался высвободить силу от чугато, но в ответ получал огромные разряды муки. А ведь на экзамене ничего подобного не было. Намикадзе пытался что-то вспомнить, но помимо обыкновенных болезней ничего особенного не произошло. Может, твоя сила слишком огромна, как для ребёнка. Твои телы не способны использовать только чакры, а глаза так тем более, предположил Ри. Нет. Наши глаза в любом случае приспособлены к таким концентрациям чакры, возразил мальчик. Боль блеёми не поутихла. Изумий задумался о словах Саски. Кто-то пытался заблокировать силу Шарингана. Должна быть печать, даже если она размером с прыщ. Анбу начал тщательно осматривать голову Учихи. Ему стало очень интересно, как же полна сила этого мальчика. Но пока что всё было тщетно. Для полного счастья оба мальчика одновременно потеряли сознание. Происходило нечто странное. Что, черт побери, происходит? Вскрикнул Изумий и не знал, куда бежать. Наруто и Саски оказались возле Курамы. Он был на удивление молчалив. Что происходит? Громко спросил Узумуки. Лис опустил голову, чтоб хорошенько видеть взрослых героев войны. Между вами происходит резонанс. Что-то заставляет твои тела, Саски, отвергать чакру. Один из из твоего клана запнулся к Юбии и продолжил, наложил печать на глаза. Девятихвостый до сих пор боялся и ненавидел лучих. Он не видел самой печати, но зато отлично чувствовал её. Зачем кому-то из клана это делать? Я же просто ребёнок не мог понять Брюнет. Наруто казалось, что эту печать наложили не с плохим умыслом, а наоборот с целью защиты. Ведь Саски частично мог использовать свою силу. Помнишь, как ты умер? Вдруг спросил Узумуки. Ещё бы не помнил. Меня убили ради этих глаз. Со всей злостью ответил Учхо. Он решил послушать мнение друга. Ради защиты Итачи мог многое придумать. Да и в последние дни больно часто стал приходить Шисуэ. Какую бы печать ни наложили, сила у глаз ему нужна сейчас. Даже с таким маленьким пределом он попытался сделать все по плану. После разговора мальчики покинули Кураму. У них было слишком много дел. День, когда план должен был реализоваться в воскресенье. Шисуэ и Итачи всегда что-то бурно обсуждали в выходные то ли подготовку к экзамену, то ли что-то другое. Суть в том, что оба они частично потеряют бдительность. Первая часть плана состояла из действий Рюи. Он вежливо постучал в бамбуковую дверь. В каждом доме висело несколько флагов с родовым знакомочих веером. Дверь открыла Микото. Она была одета в простое хлопковое платье, поверх которого был белоснежный фартук. Здравствуйте! А вы кто? Вежливо спросила женщина. Дракон пустил несколько нитей чакр вибрацию и необходимый звуковой фон. Я бывший командир Шису и Тачи. Они сейчас дома? Немне вежливо спросил мужчина. Он на удивление был очень скромно одет. Белая рубаха, поверх которой черная жилетка. А темные слегка обтягивающие брюки делали его слишком худым и высоким. Микото не знала, врет ли ее гость или нет, но в дверях держать не стала невежливо, ведь она поднялась по ступенькам на второй этаж, постучала в дверь старшего сына и вошла. И Тачи что-то бурно рассказывал своему лучшему другу. Мальчики, к вам пришли, весело сказала мать и вышла. Оба мужчины не торопясь вышли в гостиную. Рюсон удивленно молвил Шису. Он слишком давно не видел бывшего наставника. Зачем вы пришли? Более холодно спросил И Тачи и сел напротив дракона. Ворон активировал шаринган, но ничего подозрительного пока что он не заметил. Но приход тотшельника его настораживал. Наверное, я снова уйду в другое измерение, решил повидаться с вами напоследок. Хочу провести там остаток жизни, спокойно ответил Рю и отпил немного ичемневого чая, которым его ранее угостили. О, так вы здесь уже продолжительное время. Как жаль, что мы не встречались раньше, у меня к вам столько вопросов, сетвал Шису. Ворон заметил, что неприятное чувство опасности проходит, а остаются спокойствие и умиротворенность. Он начинал верить в то, что бывший наставник действительно пришел просто так. Немного да. Все же я цельник и обязан ограничивать себя во многом. Такова цена моей силы и образа жизни. Вот почему я тебя этому учить не буду. И не проси, весело сказал дракон и похлопа ученика по плечу. Наивный как дитя. За это время он прикрепил тончайшие нити чакры к ушам и голове. Сейчас нужно только отвлечь Итачи. Этим должен был заняться Изуми. Правда, сейчас все происходило не по плану. Хакаги дал сыну новое задание проконтролировать организацию экзамена, устроить семиступенчатую защиту. Отец, я сам не справляюсь с этим заданием. Дай мне напарника, попросил мужчина. Ему нужно отвлечь друга любой ценой. Хорошо, я дам тебе Тинза, сдался Минато. Выругавшись про себя, Изуми решил не сдаваться. Незачем трогать Тинза. У него законный выходной. Дай мне Итачи. Мы с ним друзья, и сможем поставить защиту еще и от влияния Ген Дюцу, предложил сын. Идея на Микадзе старшему понравилась, только больше всего его удивляло поведение сына. Он никогда ничего у него не просил. Ладно, пусть будет Итачи, сдался Экзамен необходимо было провести хорошо. Доверие к Канохе и так подорвалось после внезапного вторжения врагов. Секретарь пачками носил отказы тех или иных заказчиков от той или другой миссии. Так что переносить экзамен или же отдать право проводить его другой стране просто недопустимо. Только поэтому место проведения и смысл самого экзамена было решено изменить. Все держалось в строжайшем секрете. Только своему сыну Хакаги мог довезть в защиту секретного места. И Зуми был не в восторге от того, каким будет экзамен. К сожалению, деталей он не знал. А главное участие Саски и Наруто все еще в силе. Коль моим напарником будет Итачи, призыви его сейчас, отец. Я хочу немедленно начать работу, попросил Зуми. Отдача делу еще больше восхитила блондина. Все таки старший сын был его любимым и обожаемым. Ради него он согласен и все. Это его гордость и опора. Минато сконцентрировался и активировал призыв бывшего члена анбуз позывным ворон. В то время как отцельник делился историями жизни, Шисой слушал, словно маленький мальчик. Он восхищался человеком, который рационально использовал свою природную чакры. Итачи тоже было интересно, но не настолько как лучшему другу. Его интересовал Саски. Печать, которую поставил Шисой, опасно. Если пытаться взломать ее или использовать силу глаз, то вскоре носитель ослепнет и потеряет силу. Эта печать самое страшное наказание предателей клана. Татанбу начало жечься. Его призывал Хакаги. Спустя несколько минут Рю и Шисой остались наедине. Сейчас должна пойти следующая часть плана. Арцельник щелкнул пальцами возле уха Учихи, отчего тот вмиг уснул. Времени в обрез. Мужчина показал знак мальчикам, чтоб они зашли в дом. Наруто как можно тише проник и принялся рисовать печать наиболее любимой техники, а вот Саске было трудно. Голова просто раскалывалась от боли. Он едва дошел до комнаты. Перед глазами уже были странные миражи. Джанчирики схватил друга за руку и быстро активировал печать. Микото увидела пустую комнату печать, а потом уже остальное, скомандовал отшельник. Дракон быстро расставил нити чакры и настроил звуковой фон. Теперь дело за Саске. Он пытался активировать Шаринган, но далось ему это сложно, а иллюзия получилась поверхностной. Рю решил рискнуть и довериться гипнозу. Он снова щелкнул пальцами. Шису не проснулся, зато его сознание и мысли стали легко доступным. Тебе хочется снять печать Саске, младшего брата Итачи, монотонно пробубнил отшельник. Дабы проверить эффект, мужчина вернул ему способность двигаться, а нити влили нужный поток чакры. Учхов стал и медленными шагами приблизился к Саске. Он легко прикоснулся к глазам мальчика и что-то прошептал. В ответ упалились кровавые слезы. Боль стала еще сильнее, но в один момент пропал так, словно ее не было. Теперь необходимо было сделать самое важное Итачи. Только вот и действие гипноза быстро прошло. Шису распахнул глаза и неуверенно посмотрел на присутствующих. Смогут ли Саске и Рю закончить задуманное? Арсельник не ожидал, что гипноз так быстро развеется. Теперь, когда силу Саске ничего уже не сдерживало, стало возможно реализовать план без проблем. Что здесь происходит? Где я? Четко проговорил Шису, мгновенно активировав шарингом. Он не был намерен больше попадаться в такую простенькую ловушку, замысел который неизвестен. Ничего. Все в порядке, успокаивал Рю. Но на молодого гения дважды один трюк не подействовал. Он чувствовал чужое воздействие чакры. Учхо отпрыгнул на 10 метров вдаль, чтобы обезопасить от влияния техники капитана. Что вам нужно от меня? Громко крикнул Шису. Саски кивнул Наруто, чтобы тот скрыл присутствие собственной чакры для того, чтобы, если родственник захочет заточить в гендюцу, остался хоть кто-то, кто сможет вытянуть его из возможной передряги. Дженчурики не составило труда спрятаться. Комната боли полностью подчиняется тому, кто ее создал. Поэтому блондин огородил себя стеной, которая скрыла его от посторонних глаз. Он видел все, что происходит, но другие не могли его увидеть. После он принял позу лотоса и начал медитировать. Только так можно спрятать поток чакры. Учхо. Он опасен. Я чувствую мощь его глаз. Со злостью прорычал Курама. Как бы Каюбе ни старался, но преодолеть ненависть к клану Учхо он не мог. И только ради Наруто, он сцепил зубы и просто наблюдал за тем, что происходит. Аджисон, зачем ты наложил на мои глаза печать? Прямо спросил Саски. Шису задумался. А ведь действительно, зачем? Итачи его попросил, а он без лишних вопросов выполнил просьбу. Неважно. Теперь ответьте на мой вопрос, кратко ответил мужчина и снова спросил. Рю отодвинул мальчика и скрестил руки на груди. Не хотите по-хорошему, тогда будет все по-плохому, пригрозил Учиха и сложил неизвестную печать. Саски тоже активировал шаринган и быстро схватил за руку отшельника. Шису и шутки плохи. Но было поздно. Шиноби попали под воздействие гендюцу. Они парили в воздухе, не испытывая страха. Только взгляд могущественных глаз пугал их. Что-то должно было произойти. Вам сказал Шису «Тебя не удивляет то, что я владею мангеки шаринганом?» Дразнище спросил мальчик. «Поздравляю, ты овладел им раньше Итачи. Твой брат должен гордиться тобой». Удивился Шиноби, но потом вспомнил, что не это его должно сейчас волновать, то есть ответь просто на вопрос, и я тебя отпущу. Ястреб решил не сдаваться. С лучшим другом брата оставил Саскирю падать вниз. Боль, причиненная в иллюзии, будет психологической, но не физической. Мозг сам создаст то, что нужно. Они падали с огромной скоростью. Саски вытянул руку вперед, и из нее выскользнуло огромное количество змей, которые при соприкосновении с землей превращались в камень. Отшельника возмутило, что змеи, его святой знак, использовались как пушечное мясо. Но к сожалению, он не мог пошевелиться, словно все тело отключили, а сознание осталось. Саски, вытащи нас. Я не выдержу боль при падении. Шису заблокировал мои потоки чакры. Заорал дракон. Он никогда не думал, что попадет в такую ситуацию. Его подчиненные очень выросли в плане силы, а он не заметил этого. У вас еще есть шанс ответить, весело сказал Шису и появился перед глазами падающих. Мальчику удалось остановиться, но надолго ли? Аджисон, брат говорил, что ты очень честный, тогда сразись со мной в реальном бою, предложил Саски. Тогда для начала развей мою иллюзию, малыш, а потом уже проси об этом, усмехнулся родственник. Все-таки Итачи оказался прав, его младшенький братик действительно очень забавный. С таким грех не поиграться. Это же просто небо, немного самоуверенно сказал Саски. Не совсем. Если я дам подсказку будем считать, что ты проиграл, развеселился друг Итачи. Рыбли ими не извернул способность контролировать чакру. Да и состояние неподвижности отлично накапливает природную чакру. Под глазами были тонкие серебряные полоски, которые делали взгляд шире хищнений. Волосы полностью украсились в седой, лишь кончики остались темного цвета. Вся кожа покрылась прозрачной еще никто из присутствующих не видел. Вот теперь мастер мог творить все, что угодно ниндюцу и гиндюцу было ему нипочем. Так как природная чакра создавала завихрение чакры, уловить ее движение и направление в мозгу было невозможно, а также из-за чешуи она была наделена тончайшими нитями энергии с помощью которой нервные окончания стали менее восприимчивые боли, а регенерация повысилась в десятки раз. И это только первый уровень постижения высшего драконьего режима ящер. Ну что же, поиграем, Шисуикун. Нехорошо над бывшим наставником издеваться при младшем поколении, цокнул раздвоенным языком мужчина. Он вытянул руку в сторону бывшего подчиненного. Арсельник хрустнул пальцами и хитро улыбнулся. Из его руки вырвался маленький ящер, который мгновенно обвил тело Шису и укусил в шею. Гендюцу развилось так, словно его и не было. Что ты с ним сделал? Тревожно спросил Саски. Глаза друга брата были пустыми, Шаринган пропал, а дыхание стало редким поверхностным. Он очень хотел сразиться с родственником. Он попал в иллюзию, а тело временно парализовало, кратко ответил дракон. Но не пришел выходить из режима. Его бывшего подчиненного не зря называют гением. Раз сразиться не получилось, нужно закончить дело. Немного недовольно буркнул мальчик и подошел к телу Шисуэ. Саски посмотрел в глаза родственника и увидел иллюзию, в которую пока что заточен Аджисон. И это было самое ужасное, что он видел. Она была похожа на настоящий ад, но его тело мужчины протыкали несколько штырей, а в спину обжигал горячий пар кипящего масла, под кожей пленен на мучихи. Сила гендюцурю состояла в том, что оно парализовало все шесть чувств, и глаза в том числе, что творят шарингом. «Поторопись, долго я его не удержу», крикнул отшельник. Мальчик схватил руками лицо Шисуэ и посмотрел в глаза. «Что ты хочешь сделать?» Тихо на выдохе спросил мужчина. Ему было невыносимо больно, а глаза словно выколывали. «Ничего такого?» «Ты ничего не вспомнишь», ответил Саски и активировал технику призрачный контроль сознания. Она уступала по силе умением Шисуэ и действовала на применяемого недолго. Это был знак рюй о том, чтоб отменить свою технику. Теперь все было готово, осталось приказать, что делать. Прежде чем говорить, четко сформулирую задание. Посоветовал длинноволосы и пальцами поманил к себе Наруто. «Шисуэ, как только ты закроешь глаза, тебе захочется применить свое самое мощное гендюцу контроля разума Найтачи и всех местных. Ты внушишь им забыть о силе Наруто и Саски. Они помнят их такими, какими они были два месяца назад», монотонно говорил младший Учхо. Разум жертвы сопротивлялся, поэтому рюказательным пальцем пустил поток чакры в голову подчиненного, чтобы ослабить барьеры его сознания. «Наруто, у тебя есть то, что ты хочешь изменить?» шепнул тому Брюнит. Блондин долго не думал. Он желал только одного. «Пусть Изуми забудет об смерти Наруто, но чувства к нему останутся такими, какие есть», тихо просил Джинчирики. После, когда приказ был сформулирован, Шисуэ закрыл глаза, из которых полились кровавые слезы. Это одна из техник, которая имела ограничения в использовании. Наруто развеял технику. Вот теперь все готово. Только вот их ожидал очередной сюрприз в гостиной, в которой они создали технику другого пространства, стоял возмущенный Тачи Изуми, который тихо молчал. «Что вы делали с...» Не смог договорить капитан, как его лучший друг схватил его за горло. Тот не смог ничего сделать. Но не это удивило и Тачи, а то, что глаза друга, вместо типичного мангёки, глаза полностью стали черными. Лишь три красные звезды свидетельствовали о том, что сейчас произойдет нечто ужасное. Что же вы наделали? С ужасом прохрипел бывший капитан Анбу. Каждый присутствующий они только почувствовали влияние могущественной чакры учихи. Все в городе упали, словно надломленные, и только Саски, Наруто и Рюи стояли так, словно ничего не случилось. Так должно быть? Тревожно спросил Наруто. Блондин помнил, как подобную технику применил Мадаро, но там было какое-то дерево, что высасывало чакру. Так что его волновали последствия техники родственника друга. Саски и отцельник быстро подбежали к Шису, лицо которого было в крови, а глаза были красными из-за многочисленных кровоизлияний. Наруто, ты сможешь его излечить? Кратко спросил Брюнет. Даже не думай. Это его наказание прорычал Курама. Мы его использовали, а теперь посмотри на него. Ты боишься искалеченного Шиноби? Курама ты известный демон Лис Сукором ответил блондин и фыркнул. Эх, он же к разряду хороших относится. Недоверчиво спросил Кубина Йоака. Добрее просто не существует. Оживленно ответил Узумаки и улыбнулся. Так что скажешь, Наруто? Снова спросил Ачхо. Времени было мало. Скоро все проснутся. Джинчурики подошел к Шису, положил правую руку на глаза, а левую — на сердце. Он хотел исцелить нарушенный поток чакры в глазах и мозге, через основный источник энергии. Из правой руки появился едва ощутимый жар белой чакры. Кровоподтеки и лопнувшие сосуды глаз начали восстанавливаться, отчего прежде красная белочная оболочка снова стала белоснежной, а радужка аметистового черного цвета. Такая точка КХА точка приятная точка КХА точка чакра едва смог сказать Шису. Узумаки влил немного чакры Курама в тело пострадавшего, чтоб регенерация ускорилась быстрее. Это все, что он смог сделать для него. Он пришел в себя, констатировал Ри. Понятно, что пришел, раз он разговаривает, фыркнул блондин. А может убить от греха подальше? Учихи злопамятные твари. Предложил Лис. Нет. Никого мы не будем убивать отреза Наруто. Саски прошипел мужчина и повернул голову в сторону родственника. Зачем? У меня на то свои причины, объяснить которые я не могу. Я не могу просить тебя не говорить об этом Итачи, поэтому решу сам, что делать дальше, спокойно ответил мальчик. Эффект был поразительным от исцеления. Тело Шисой перестало болеть, а в глазах Блиемини вернулась четкая картинка окружающего. Мужчине стало интересно, что же мальчишки будут делать дальше. Но он понял наверняка, что Итачи был прав, и Наруто и Саски совершенно не те, которых он знал. И сейчас даже Итачи не поверят, что-то он скажет, ведь иллюзия, которую его вынудили использовать, слишком сильная. Раз так, пообещай, что свои способности ты будешь использовать разумно. Не используй их на экзамене. Попросил Шисой, отнеси меня домой, пока все еще не пришли в себе. Желание учихи мгновенно решил Рюй. Он поднял подчиненного на руки и испарился. Ладно, коль одна проблема решена, я заберу Изуми, а ты расспроси Итачи об экзамене, воодушевленно сказал Изумаке и закинул руку брата себе на шею. Изуми проснулся в своей комнате. Его голова болела, о мыслях было только то, что он что-то важное забыл. Больше всего его волновало, как он появился в собственной комнате, если до этого был вместе с Итачи. Запах еды свидетельствовал только об одном скоро должен быть ужин. Изуми, «За стол!» кричала Кушина. Красноволосый встал и медленно вышел из комнаты. За столом сидел Наруто, которого отчитывал Минато. «Как ты мог попасть на экзамен?» «Такого не может быть», возмущался Хакаги. Он просто не мог поверить, что его младший сын попал во вторую часть экзамена и даже показал неплохие результаты. «Изуми, ты что-то об этом знаешь?» нервно спросил отец. Но, к сожалению, он просто не помнил. Об успехах младшенького. Но сердце щемило от того, как родной отец несправедливо относится к брату. Наруто стал сильным. «Думаю, нет ничего плохого, что он принял участие в экзамене», нейтрально ответил изуми и принялся есть. «Дженчирике нечего было сказать. Такова плата за тайну. Мне просто повезло», радужно ответил Наруто и улыбнулся. «К сожалению, благосклонность отца вернуть блондину будет уй, как трудно». После трапезы Наруто ушел из дома. Ему хотелось пробежать как можно больше. Нужно было сделать очень много работы. Но не успел дженчирике пробежать и сто метров, как перед ним возник, как обычно спокойный Итачи. «Привет, скучали Сакура и Саски. Девочка читала какую-то книгу, а Саски лежал на траве. Раз все собрались, я хотел бы поговорить об экзамене», начал Итачи, незаметно посмотрев в сторону. Он чувствовал, что за ним и его командой следят. Этим наблюдателем оказался Ри. Ему было интересно, что же малыши теперь будут делать, ведь все их достижения забыты. Теперь нельзя пользоваться преимуществами истинной силы, только ум. Хотя дракону было немного жаль приобретенных близких и дружеских отношений с Изуми. Он искренне проявлял симпатию к строптивому красноволосому Шиноби. «Что там?» с интересом спросил Наруто. Саски тоже было интересно, но он решил ничего не спрашивать. Было решено все поменять и устроить в хорошо защищенном месте, чтобы обезопасить участников от возможного нападения врагов. Поэтому нам необходимо подготовиться, точнее вам, Наруто и Саски. «У Сакуры уже есть учитель», объяснил Итачи. Разволосая девочка закрыла книгу и улыбнулась. «Учитель, раз все новости, я пойду тогда», вежливо спросил Акунаичи. Капитан кивнул в знак согласия, после чего Харуна оставила друзей одних. «Но как мы будем тренироваться?» Саски имеет предрасположенность к Гендюцу, а я вообще тупой», честно признался Наруто. Слово мальчика заставили искренне смеяться всех присутствующих и даже «Ха-ха! Наруто, если ты дошел до этой части экзамена, значит Чигата то стоишь. В твоей семье есть мастер Фуиндюцу. Тебе неплохо было бы изучить несколько печатей». «Изуми должен же был тебя научить», успокоившись ответил Учхо. Он и вправду не знал, что же делать с сыном Хакаги, да и Саски тоже. Фугаку ведь не он попросту не знал, какими техниками и умениями мальчики владеют вообще. «Саски, ты уже пробудил у себя Шарингон?» спросил командир. Брюнет завис ответом. Он просто не знал, что ответить. Если скажет, что да, то придется показать какой, а если нет, то на самом экзамене без силы своих глаз и большинство техник, он попросту провалится. Я пробудил его, но только однажды. Сейчас мне тяжело это сделать. Потренируй нас лучше тадюцу и техник метания сюрикена. Попросил мальчик и посмотрел в глаза брату. Подожди, как это не можешь еще раз активировать? Удивился Итачи. Итачи, расскажи лучше, какой будет эта часть экзамена? Перевел тему узумуки. Я не знаю. Мне не говорили, а я не интересовался. Он будет через месяц, когда все приготовления будут завершены. Надеюсь, за это время вы сможете стать хоть немного сильнее, пожелал мужчина и использовал технику теневого клонирования. Клон, который остался, гонял мальчиков по кругу, а настоящий Итачи вернулся в клан. Он узнал, что его лучший друг болеет. Шису был бледным. Не нужно было использовать шаринган, чтоб увидеть, насколько Шиноби был истощен. Еще ни разу Итачи не видел своего друга в таком состоянии. мужчина. Попался хороший сенсор, который вытянул почти всю чакру, не сказал правды Шису. Это звучит абсурдно. Ты сам у кого хочешь чакру вытянешь. Почему ты не использовал шаринган? Не поверил Итачи. Не спрашивай ничего, Итачи. Я не могу врать тебе, но и сказать правду тоже, попросил Шису. Капитан удивился, когда услышал слово друга. Слишком подозрительно, что тот проиграл с таким исходом для себя, так еще и покрывает врага. Шису, ты же знаешь, что я так просто это не оставлю. Но тебе нужен отдых. Строго сказал Ичхо и похлопал по руке друга. Теперь уже это начало волновать Итачи. Итачи целый месяц пытался хоть какую-то зацепку найти, но ничего не получалось. В то же время клон тренировал мальчишек в Тайдюцу. Ученики показывали очень даже хорошие результаты. Но этого недостаточно для экзамена, учитывая тот факт, что испытания, которые теперь придумали, будут совершенно иными, чем прежде. Сейчас ему лучше было бы быть одним из экзаменаторов, чтоб в случае чего помочь брату. Изуми, тихо позвал Наруто брата. Красноволосый собирал огромнейшую сумку и ни на чего не обращал внимания. Изуми! Крикнул снова блондин. Мужчина обратил внимание на младшенького и погладил по голове. Наруто, не мешай! Я должен сложить тебе все самое необходимое, попросил на Микадзе. Дженчирики сильно удивился. Он не ожидал, что эта огромнейшая сумка предназначена для него. Мальчик сделал стойку на одной руке, закрыл глаза и принялся медитировать. Чем сложнее поза, тем легче научиться концентрировать чакру. Наруто решил научиться другим печатям из тетрадки предшественника. Ведь режим отшельника он не сможет использовать. Нашел что-то интересное, Курама? Спросил Наруто. Он поручил изучить тетрадку другу, чтоб тот нашел сильные техники, без огромных ограничений. За запретные техники можно заплатить жизнью. Есть несколько, только там странные условия. А может все же останемся при стандартном наборе техник, забыл, что было с стеной сомнения. Мы чуть не застали публичное самоубийство неуверенно молвил Кьюби. Именно поэтому я попросил тебя поискать что-то подходящее. Н сдавался Наруто. Лис фыркнул у них и отдал тетрадь. Наруто пересмотрел тетрадку, там было много интересных техник, которые создавали едва ли не маленькие измерения. В этом сила фуиндицу. Мальчика заинтересовала техника столпы семи грехов. На скромном рисунке было изображено огромные панели, разрисованные разными цветами и надписями, а на вершине вклеенные маски с разными выражениями лиц гнев, похоть, зависть, жадность, гордыня, алчность, лень. Ты прочитай возможные опасности, предупредил Лис. Предшественник писал, не ту или другую эмоцию на того, кто ее использует. Курама, у меня есть ты, тот кто сможет дать пинка, подержать. Да и не забывай, что я прошел тренировку в водопаде истины. Успокоил друга зумуки. Но другие техники были ничем не лучше другой. Ладно. Раз так, сначала подготовить твою ниянь для этой техники. Ты уже хорошо балансируешь природную чакру со своей, теперь необходимо научиться балансировать свои эмоции. Если ей будет больше янь, то расколется и твоя личность, а потом и вовсе умрешь. Ты уже видел подобное скибой. Сдался к юбе и вытянул лапу вперед. Он начал концентрировать чакру в виде оранжевой сферы, но она была огромной и создавала странную атмосферу вокруг. Что ты делаешь? Полюбопытствовал джинчирики. Он боялся, чтоб чакра не просочилась сквозь его сознание. Не бойся. Я просто хочу защитить тебя от возможных последствий тренировки. Я высвобождаю энергию в инь. Тихо прошептал Курама. Мальчику стало тепло на сердце, словно ничего плохого и не было ни печали, ни горя. Как хорошо, сладко молвил Наруто и закрыл глаза. Ты уже научился отделять чакру на белую и черную. Но это грубая обработка чакры, и это умел твой предшественник, ты же просто пользуешься его запасами. Благодаря печатям, что стоят на хранилище, все происходит без твоего прямого участия, но тебе стоит научиться делать это самым и точка поучал Кьюби. Узумаки пришел более-менее в себя, хотя чакра другом буквально пьянила. Как же я этому научу-то? Спросил только мальчик. Это сложно, но возможно. Сядь и попытайся отделить свои эмоции словно на весах в правой руке негативную инь, а в левой позитивную янь. В первый раз ты так не сделаешь, но у тебя есть преимущество ты уже чувствовал поддельность каждую. Ответил Рыжий. В это же Асила чувствовалась за версту, даже пол этого не выдержал. Красноволосый пытался снять младшенького с такой позы, но у него ничего не получалось. Эта поза задействовала все мышцы и потоки чакры. Шису вошел в комнату и легко хлопнул приятеля по плечу, отчего тот открыто напугался. Учхо пришел по трем поводам. Во-первых, Итачи следовал за ним буквально везде, и даже в туалет, а в доме его лучшего друга спрятаться единственный выход. Во-вторых, у него была прекраснейшая новость как для Итачи мальчишек, так и Изуми, а в-третьих, ему интересно было наблюдать за одаренными мальчишками. Господи, Шису это ты? Риторически спросил Намикази. Брюнет улыбнулся и кивнул головой. А что это Нарутакут делает? С любопытства спросил Шису. Изуми схватился за волосы и сам думал что ответить. Мне казалось что медитирует. Мы с ним изучали различные позы медитации. Неуверенно ответил Красноволосый. Учхо решил немного подшутить да и узнать что же такое творится в сознании мальчика. Он активировал шарингом. Здесь Шису закругляемся скомандовал Курам и втянул собственную чакру после его все исчез. Так что Брюнет увидел только измученного и голодного мальчика который чем-то важным думал всего лишь темная комнатка такая же какую умел создавать обиды в пространственной технике. Тебе стоит прекратить медитацию. Брат волнуется да и мышцы полностью напряжены ты не сможешь согнуть конечности потом заботливо молвил Учхо и улыбнулся. Наруто немного чувствовал что чакра Учхи наполнена любовью к окружающим добротой и нежностью. Теперь он понимал почему Итачи так бережно относился к другу. Такой кому позитивной энергии нельзя не оберегать и не любить. Хорошо воодушевленно ответил мальчик но все же его кое-что мучило ты не злишься за тот случай? Брюнет рассмеялся а потом просто посмотрел в глаза младшему сыну Хакаги. Я злюсь на себя что маленькие дети смогли обхитрить Нарюсон который поддержал этот каламбур. Вы пожелали нечто странное что едва не убило меня но сейчас все вернулось в то время в котором Итачи не грызут безумные мысли. Мне кажется что вы не Тесаски и Наруто которых все знали но с другой стороны все те же. Философски ответил мужчина я не могу объяснить причину нашего поступка но я рад что познакомился с тобой Шисуэ. Ты действительно сильнейший в клане признал Наруто. Слово мальчика снова заставили смеяться Учиху. Ему стили комплименты но в то же время он был очень скромным. Сильнейший из нашего поколения Итачи. Не стоит недооценивать своего капитана шутя ответил Брюнет. Ты просто всегда поддаешься Итачи. Ты и Маруи схожих идеалов семья превыше всего констатировал Узумуки. Саски ему рассказал об некоторых членах своего клана. В это же время Изуми вдвуне удивлялся теперь ко всему прочему завис и Шисуэ. Чего только не делал Намикадзе чтоб хоть каготов вывести с состояния анабиоза. Нам пора ласково молвил Шисуэ и исчез из сознания маленького друга. Что случилось? Смущенно спросил Итачи. Он не мог понять почему красноволосы стянул с него штаны и массировал ноги. За несколько минут и пришел в себя Наруто который тоже застал весьма пикантный момент. Изуми что происходит? Уже спросил Блондин. Да черт бы вас побрал. Один в ступоре другой тоже. Я хотел нагнать немного крови в ногах и влит чакры оправдывался красноволосый. Брюнет одел штаны и помог встать шокированному Изуми. Ладно забыли. Я пришел не просто так спокойно молвил Шисуэ. Наруто попросил родственника Саски присесть в это же время Изуми принес печенье и чай. Вот как что-то произошло? Полюбопытствовал Намикадзе и налил чаю в три чашки. Учхат пил немного чаю минимум еще неделю. Глаза пронзила вспышка боли которая сразу же пропала. Я буду экзаменатором на этом экзамене поэтому можешь не переживать за Наруто если все зайдет далеко я смогу остановить это неоднозначно ответил Шисуэ. Реакция Красноволосого не заставила себя ждать он улыбнулся и сначала обнял гостя а потом и младшенького брата забыв при этом спрятать позорный розовый фартук матери. Изуми остался тем кем и был безумно заботливым старшим братом. Брюнет откашлялся и полон смущения вылетел из дома. Ты слышал Наруто все будет в порядке но все же приблизился очень близко Изуми и прошептал помни об призыве если что я взял отгулу Хакаги так что вплотную займусь с тобой. Вот так проходила подготовка Изумаки Наруто Саске же повезло меньше. Клон Итачи не давал спуску мальчику Все что он делал так это изворачивался от летящих сюрикенов Но не этому он хотел научиться сейчас а каким-то полезным техникам Итачи научи меня лучше полезных техникам а не как метать сюрикены впервые возмутился младшенький Длинноволосом у брюнету было приятно наблюдать как его маленький котенок дует щечки Дите дите Для этого необходимо овладеть шаринганом весело ответил мужчина и в какой раз увернулся от летящей звезды Да я же дух испущу на экзамене не сдавался саске Итачи немного подумал и подошел к младшенькому Мальчик быстро закрыл лоб грязными ладошками Действие брата еще больше развеселило старшего учиху Не спустишь если хорошо будешь использовать тадюцу Молвил мужчина Мальчик забрал руки с лба и съязвил Да ну Итачи воспользовался этой ошибкой и со вкусом ткнул двумя пальцами и братца Ладно потом Саске молвил да более знакомую фразу капитана и исчез Правда мальчик не сильно печалился и как можно незаметнее пробрался в проверенное убежище чтоб научиться использовать свои техники на уровне Чунина и создавать иллюзии своей внешности Наруто безумно заинтересовала новая техника новые учения про внутреннюю энергию Появилось чувство ностальгии по тем временам как Джирай обучал контролю чакры а Жаби мастер ощущению природной чакры Это было поистине прекрасные времена Джин Чирики нашел отличнейший метод как постигать учения Курамы и не пропускать при этом тренировки изуми Одного клона мальчик оставил с братом а сам вместе с Саске пошел в убежище Для того чтоб посторонний не попал к ним Узумаки использовал вариант техники четырех стихий и копий четырех ликва Суть техники была в том что для создания совершенно непроницаемого барьера нужны копии встроены в проявлении той или иной стихии воды земли воздух и огонь Ее огромнейший недостаток в том что если хоть одно копье исчезнет то прекратится действие этого Ниндюцу Саске поражался насколько сильным становится его друг Фу Ниндюцу действительно поражала своей мощью Учхо не знал какие же знания ему постигать ведь кроме Шарингна он ничего не мог Ты чего Саске тревожно спросил слишком молчаливого друга Зумуки Брюник не хотел признавать очевидную безысходность Ничего Я не знаю что делать на экзамене если даже своей силой не могу воспользоваться честно признался мальчик Наруто долго не думал и спросил совета у своего старого друга Курамы Меня поразила та техника с молнией Может пусть займется изучением синчакры предложил Кьюби Учхо слышал разговор между Наруто и Лисом благодаря Шарингану Нет Да и некому меня научить кратко ответил Саске Мальчик был прав без учителя постижение режима отшельника слишком опасно Внезапно из-за барьера невинно махал рукой Ри Он был в прекраснейшем настроении Ри Выпросительно спросил Саске а потом до него дошло что лучшего учителя чем мастера высшего искусства отшельника дракона просто не сыскать Тот может многому научить Ты все понял Саске так что пойдем Неоднозначно ответил дракон и протянул вперед руку Вопрос учителям теперь был решен Курами Наруто было безумно интересно чем уж научит столь гениальный человек Наруто сосредоточься Делай дыхательные упражнения и представляй как разделяются твои эмоции на два ручья и поучал лис Блондин принял наверное самую жуткую позу из всех что он только принимал удержать тело в горизонтальном положении Да никакие мысли в голову не лезли только о том что руки трясутся словно алкоголика Падение было вагон и маленькая тележка А нет ли метода полегче Эта поза не дает мне сконцентрироваться сожеловался дженчирики в который раз упал Кураму едва сдерживал смех но с другой стороны обдумывал альтернативу Тело мальчика было не таким как у героев всех наций Эта поза необходима чтоб ты научился представлять чакру как два столба в которые вливается та или иная чакра Создай клонов пусть поддерживают твои ноги Попытаемся совладать с каждым грехом по отдельности предложил Кьюби Наруто призвал двоих клонов и прежде чем воспользоваться помощью нарисовал печать столпы семи грехов знакомые столпы появились в ту же секунду клоны помогли поддержать нужную позу что дальше спросил только мальчик Лис попытался выбрать грех который не овладеет Наруто сразу и его выбор полна похоть маска которая была украшена цветком японской сливы сконцентрируй чакру и выбери похоть посоветовал Курама Узумаки закрыл глаза и вытянул руку с стандартным жестом в своих мыслях он представил как будто освобождает клетку с животным а именно белоснежным лисом маска засияла и на месте столпа появилась обаятельная женщина чье тело покрывало открытое кимоно а такое говорят идеальные глаза подчеркивали тонкие красные стрелки а губы алая помада длинные темные волосы делали ее похоже на богиню женщина не торопясь грациозно подошла к мальчику и погладила по щеке каждое ее касание возбуждало а взгляд завораживал Наруто помни про янь кричал Курама демон понимал что удержаться от чья женщина трудно даже он сам чувствовал нечто странное блондин пытался сконцентрировать немного белой чакры но прикоснувшись к животу похоти пропали любые силы бороться ты не можешь не желать меня юный мастерин интимно прошептала женщина и поцеловала в щечку умом Наруто понимал что все это мираж но тело реагировало на сладкие речи лисицы сопротивляться чарлам было трудно что мне делать Курама кричал от безысходности мальчик он пытался бороться но каждое движение отдавалось волной возбуждения женщина положила свою руку на грудь призвавшего отчего одежда загорелась в этом месте освобождая гладкую мальчишескую грудь Кьюби пытался хоть что-то сказать но Наруто не слышал он оглох поэтому лис попытался влить немного своей чакры чтоб развить действие сил похоти но джинчирики окружил кокон из розовой чакры который отражал любую атаку в это же время брюнетку выцарпал на безвольному телу джинчирики печать в виде уме японская слива а кровь что капельками выступила вмиг стала фиолетового цвета словно яд волчьих ягод сердце стучало словно маятник что отчитывал минуты то ли жизни то ли смерти а Узумаки погружался в глубокий сон и только сладкий поцелуй остался последним что он видел Наруто проснулся словно от страшного сна в больничной койке возле него дремала Химата он словно вернулся в то время когда была война и умерло много товарищей сердце щемило мятца и мать и много других товарищей сердце снова просочилась грусть и тоска а главное сожаление Наруто ты уже проснулся тихо спросила синеволоса и поцеловала юношу в щеку поцелуй был легким словно морской брез как же он мог забыть о своей любимой ведь после той миссии Рангэс Узумаки собирался сделать ей предложение да Химата кратко ответил блондин и обнял девушку как же получал по запаху волос по столь родным объятиям любимой они столько вместе пережили что это невозможно забыть особенно смерть Ниджи о которой Джин Чирики сожалел больше всего он обещал ему свободу еще тогда на турнире на Чунина но это сделало смерть ты меня любишь Наруто вдруг спросила Химата юноша улыбнулся и поцеловал любимый в лоб я люблю тебя больше жизни хотя этим нельзя измерить то что я чувствую к тебе с особой нежностью ответил блондин Хьюго сладко поцеловала Наруто так словно это их последний поцелуй Узумаки крепко обнял любимый к себе чтоб снова ощутить тепло ее тела но девушка внезапно прервала поцелуй ты отдашь свое сердце чтоб полностью овладеть мной необычно провокационно спросила носительница Бьякогана вопрос Химата немного удивил Наруто ведь девушка всегда была не особо сильно ее раскрепостили моя жизнь сердце душа да все и так принадлежит тебе ответил блондин поведение Хьюго очень настораживало ведь так впервые с ним открыто флиртовала вела себя похотливо что ли тогда дай мне свое сердце более настойчиво приказала Химата и погладила по щекам юношу это точно была не Химата она не могла так сильно измениться даже в самых откровенных фантазиях Наруто не представлял такой свою любимую ведь джинчирики впервые питал к девушке столь искреннее и не обременяющее чувство он не имел права думать о ней как-то иначе что ты имеешь ввиду поинтересовался юноша Химата плотно прижалась к герою и тихо прошептала вырви свое сердце и отдай мне теперь сомнений не было ты не Химата вскрикнул Наруто девушка коснулась рукой к груди джинчирики вытянула нити чакры Узумаки ничего не почувствовал но происходящее очень настораживало блондин попытался хоть как-то разорвать нити но ничего не получалось снова появилась метка уми похоть не суетись я скоро закончу спокойно ответила лиса но у женщины не получалось что-то словно блокировало доступ к центральному потоку чакры и это даже не сила демона лиса а что-то другое брюнетка вмиг ощутила теплые чувства жертвы к девушке в образе которой предстала первая искренне юношеская любовь не имела ни капли похоти а ведь у нее когда-то так же было нити сами оборвались возвращая наруто из сладкого сна в жестокую реальность лиса упала на колени и горько заплакала она вспомнила как умерла как стала частью семи грехов ее душу запечатали навек джинчирики не понимал что происходит игра ли это или действительность что случилось спросила зумаки у друга слезы женщины заставили откинуть мальчика любые подозрения он угнил ее пытаясь хоть как-то успокоить подожди ты же ребенок то почему в воспоминаниях ты намного старше вдруг удивленно спросила брюнетка что-то не сходилось в голове лисой как-нибудь потом объясню ты уже пришла в себя спросил наруто женщина улыбнулась она не стала верить в мужчин но ей нравилось ощущать тепло искренности что с химатой поинтересовалась похоть и легла на колени призвавшего ее наруто немного подумал и его сердце сжалось и в другом измерении наверное за ним тоскуют его любимые а тут она все еще терпит нападки семьи я не знаю я не из этого измерения горько ответил блондин как тебя зовут не думаю что похоть брюнетка улыбнулась давно ее по имени не называли она едва ли его не забыла единственное что связывало ее с человечностью и прошлой жизнью уме боши но можешь называть уме ответила женщина курами понравилась уме не за красоту или влияние чар уж она точно научит наруто пользоваться чикру и не янь ведь она воплощение инь хотя и не спускал с нее глаз ты когда-то была человеком спросил кьюби уме напугалась демона лиса кураму боялись все времена наруто ты дженчурики он же захватит твое сознание и убьет с ужасом молвила брюнетка узумики вместе с другом заливисто рассмеялись блондин просто не представлял рыжего плохим или тем более ужасным да курамы давно здесь без печати я доверяю ему да и немало вместе прожили он не обидит ни тебя никого либо другого с нежностью ответил мальчик эх когда-то я была гейшей но меня предали и прокляли моя душа вечно будет скитаться здесь печально ответила лиса уме кьюби взмахнул хвостами и обдумывал слово лисой что-то не сходилось чтобы стать грехом она должна быть воплощением греха то он есть похоти наруто принадлежит клану узумаки мастеров уиндицу и одних из лучших создателей запечатывающих масок он сможет освобождать тебя в реальный мир на некоторое время если ты расскажешь как стало похотью предложил рыжий женщина немного подумала над предложением демона но все же решила его принять она слишком давно не видела реальный мир не ощущала дуновения ветерка уме буши была обыкновенной красивой девушкой ее мать сакура была известнейшей гейшей в городе многих мужчин пленила ее красота ум в ней все было идеально да только случилось то чего красавица никогда не ожидала она забеременела от обыкновенного моряка по имени Акаши мужчина был порядочным и честным в своего добивался тяжелым трудом один взгляд очаровательный гейше легкое касание руки об руку пленили простое моряцкое сердце сакура не любила моряка но относительно хороший доход и доброе щедрое сердце Акаши ее подкупили беременность протекала плохо сильный токсикоз да и сплетни в городе не прибавляли сил молодой маме женщины злорадствовали что красавицу обрыхатели но не окольцевали за весь страшной силы она съедает человечность и рождает ненасытное сплетнями и злобое животное Акаши не был глупцом и еще до рождения ребенка скромно тихо женился на любимой а за несколько недель появилась и девочка цвет кожи который напоминал морскую пену и как мы ее назовем спросила измучена Сакура Акаши взял на руки маленький но теплый сверток ткани с детям и улыбнулся теперь родился плот их любви да еще и в будущем красавица мужчина знал уж наверняка давай назовем ее в честь какого-то цветка предложил моряк женщина долго не думала и набравшись сил молвила я вишня тогда она слива уми боши девочка росла не по дням а по часам ее красота была действительно божественной гладкая белоснежная кожа и темные волосы восхищали всех женщин Ума была настоящей красавицей больше всего она любила море оно всегда ее успокаивало молча слушало ее и тешило когда было совсем горько порой девочке казалось что вода живая она бушевала когда кто-то хотел обидеть ребенка было спокойным с легким бризом когда Акаши брал девочку на рыбалку только Сакура была не в восторге для своей дочери она видела другую жизнь богатую так что с малых лет против своей воли умы стала Мика училась всем хитростям общения с мужчинами этикету да только не ее это было море звало бушевало порой затапливало близко находившееся дома оно хотело свою повелительницу однажды ночью когда все спали девушка выбралась из дома чтоб попрощаться с морем взять частичку на память мать никогда не позволит больше прогуляться песочными берегами ее готова на другую жизнь стать гейшей и выйти замуж за кого-нибудь богатее буйствующее море увидев девушку быстро успокоилось умы вошла по колени в воду в душе стало спокойно и приятно заполнив маленькую бутылочку в виде кулона водой Мика попрощалась с своим единственным другом много лет прошло спустя умы стала лучше гейшей все мужчины хотели обладать ее она пахла как соленая слива завораживала ее слова жесты окутывали словно цепи да и чего греха таить повышенное внимание противоположного пола было приятным дополнением работы гейши она сама не понимала почему хочет соблазнить понравится всем черные волосы подведенные алым цветом губы и глаза делали саму девушку похожим если не на богиню так наекая только вот все женщины в городе ненавидели лисицу мебоши много кто пытался навредить ей но тем или иным образом гейша обходила опасность так словно ее и не было а зло возвращалось бумерангом тому кто хотел его сделать да только однажды в городе появился тот кто перевернул всю жизнь девушке с ног на голову сереброволосый шиноби из страны скрытой в листве шинокуне умы влюбилась сразу и навек ее сердце переполняли чувства которые она не испытывала ранее только аметистов на кулон неприятно жег словно предупреждая о чем-то мать много раз предупреждала никогда не влюбляться в клиента но девушка не послушалась она не могла гейша соблазнила любимого мужчину отдалась ему вся и полностью она уже представила себе счастливую семью и несколько детишек в придачу да только не тут-то было на следующий день весь город шумел обуму проститутки хитрой лисейкой поклонники превратились в ненавистников а женщины уже без зазрения совести плевались в сторону девушки а любимый шинокуне обнимал подозрительно знакомую женщину сердце бедняжки переполнило горечь сожалений и главная ненависть акаши попытался напасть на обидчика любимой дочери но тут сильно ранил старика и это есть ваша красавица умы больше шиноби гейша вытянула маленький карман нож и попыталась напасть на мужчину но тот легко отбил атаку шинокуне решил поступить по другому и еще больше опорочить девушку ему нравилось унижать уничтожать схватив за платье гейшу мужчина сложил печать которая бы обезобразила тело умы но вдруг море вышло за берег и медленно затапливало город кулон засветился фиолетовым цветом и окружил девушку защитным коконом странные печати возникли на воде а из них появились разные чудовища которые тут же беспощадно убивали всех и вся окрашивая чистейшую воду вал и свет сердце гейши пронзило сильной боль она не смогла дышать напротив нее появился высокий мужчина с синими волосами и белый словно снег кожей я любил тебя умы любил больше всех на свете прошептал незнакомец и погладил по щеке любимую девушка горько заплакала как же ей хотелось снова пойти к морю успокоиться насладиться легким морским бризом я ждал тебя ждал что будешь моей а ты так и не пришла влюбилась в этого отброса возмутился синие волосы гейша никак не могла понять что же от нее хочет незнакомец она никогда прежде его не видела кто ты кратко спросила девушка ей было слишком больно ами мы с детства были вместе любили друг друга ты приходила ко мне ласково ответила ами ума задумалась и наконец-то поняла в детстве она любила только одно море море но как ты же водоем удивилась брюнетка от слез весь макияж испортился я вообщем океан а не какой-то там водоем засмеялся мужчина и обнял любимую у нас мало времени потом поговорим я должен запечатать нас иначе погибнем оба этот отброс наложил проклятие на тебя снова спокойствие и нежность вот кто ее любил по-настоящему ами сделал несколько странных печатей из-за чего на груди обоих появилось две печати к девушке ами и похоть а у мужчины и у мэ потом они оба исчезли оставляя за собой только озеро крови у мэ и ами навсегда остались вместе это все понятно но где же ами вдруг спросил наруто женщина фыркнула и надулась вопрос правильно задали но отвечать лисице не хотелось ами дурак я не хочу его видеть кратко ответила у мэ курама обдумывал что же делать дальше если все грехи могут влиять на человека то подчинение каждого заберут слишком много времени рана на груди блондина почему-то не исцелялась ни чекрой к юбии ни чекрой янь брюнетка заметила что мальчик подозрительно побледнел а рана залита фиолетового цвета кровью вот черт черт я же хотела его убить растерянно молвила женщина и сделал неглубокий разрез на запястье кровь лисице бурно среагировала с фиолетовой вызывая шипение когда рана полностью очистилась у зумаки почувствовал себя блеем не нормально спасибо умы поблагодарил джинчу реки и снова спросил так что там сами разве вы теперь не пара кунаича присела на корточке и смущенно закрыло лицо он идиот какая мы пара возмутилась женщина а потом тихо прошептала мы поссорились наруто поднялся и присел рядом с лисицей как поссорились так и помиритесь главное где же он да и кто он собственно снова поинтересовался блондин смущение быстро сменилось на лукавство водоем вот кто он ха ха пусть эта лужа мне больше не появляется на глаза ха ха беззаботно ответила умы и воодушевилась курамы и узумаки громко засмеялись никто еще океан с лужей не сравнивал вместе с этим вдруг освободилась маска гнева она была темно синего цвета с синими полосами под глазами воинственно возник высокий синие волосы мужчина светло-серыми глазами и молочно-белой кожей его тонкие губы были сжаты мужчина был не в настроении ярость была слышна за версты не проси пощады глупый ум пронзитель намолвил синеволосый женщина воинственно выпрямилась и быстренько спряталась за хозяина даже она боялась силы ами ведь тот был йог и морского дна мог многое поэтому ради любимой стал рабом глупой техники аура вокруг повелителя океана была поистине устрашающей джинчирики сделай что-то ами немного обижен попросила лисица да только не успел изумаки хоть что-то предпринять как ярость сильно стиснул мальчика за горло ты еще кто-то так и яростно спросил мужчина левый глаз быстро сменил серого на алый цвет курама хотел хоть как-то помочь но решил дать возможность другу обуздать другой эмоцией наруто чувствовал что он ярость заполняет его ему хотелось крушить разрушать сконцентрировав немного чакры мальчик коснулся руки ами от этого его исказилась вспышкой боли отдышавшись немного джинчирики вошел в режим отшельника прежде чем нападать спрашивают меня зовут наруто представился шиноби синий волос и хотел что-то сказать но похоть его опередила давай наруто кун покажи этой луже место воодушевленно прорала она узумаки понимал что действие лисицы еще больше распыляет ярость в йокане закатав рукава своего одеяния повелитель океана медленно но уверенно подходил к любимой он не хотел ей навредить а только поговорить мальчик побоялся о своем новом друге и попытался хоть немного сконцентрировать чакры янь в левой ладони чтоб успокоить разъяренного но ударить аами узумаки не смог так как тот на огромной скорости увернулся и продолжил свой путь омэ ко мне ласково попросил якой женщина фыркнула отвернула лицо и ответила не пойду это все твоя вина наруто было безумно интересно чем же провинился морской повелитель омэ а в чем он виноват полюбопытствовал блондин аами повернулся к наруто и улыбнулся правильный ответжем и попросил мужчины и протянул руки чтоб обнять любимую ты разделил нас заточил в какой-то шарпотреб и еще спрашиваешь я думала что мы вместе будем всегда жить возле моря а теперь мы часть какой-то техники разве это жизнь пожаловалась женщина и заплакала синие волосы и наконец-то обняла любимую и поцеловала макушку она какой была такой осталась милой девочкой с переменчивым настроением отпусти меня ами и так недолго нам быть вместе тихонько молвила лисица но все же крепко обняла свою лужу наруто и кураму очень растрогала встречи двоих влюбленных почему в последний раз то поинтересовался блондин над женщин реки снова посмотрел якой мы под контролем этой техники только ты нас можешь теперь освобождать кратко ответил мужчина как это сделать то поинтересовался блондин умая снова словно жила неужели он сможет хоть на короткое время увидеть реальный мир ами вздохнул и еще крепче обнял оживленную женщину все просто нарисуя иероглифы наших масок призыви нас но сначала покинь это сознание объяснил морской повелитель и улыбнулся повторив все указания ами наруто смог призвать двоих людей в убежище было мрачно но зумаки чувствовал как умая наруто радовался что осваивает столь сильную технику но его смущал только один вопрос как же он воспользуется этими техниками такой призыв или разновидность фуиндицу любого заставят подозревать в чем-то страшном да и чакры у него не так много что поддерживать даже две маски сила укурамы тоже сильно выделяется омэ ами как же я могу воспользоваться вашей силой спросил блондин вслух только сейчас джинчирики понял насколько влип времени нет а на экзамене который полностью изменился слишком много сильных шиноби и прошлый наруто со своей маленькой силой не смог бы пройти второй этап странный вопрос широне ответил вдруг ами и присел мы воплощение семь грехов соответственно наши маски а именно мы умножаем силы нашего владельца но есть риск захватить сознание того кто использует ту технику как же ты хочешь использовать столь древнюю и запретную технику не зная как с нею совладать ярость был удивлен но с другой стороны он чувствовал что впервые за много лет владелец техники чист душой и помыслами мужчине не хотелось чтоб мальчик умер нелепой смертью я все равно не понимаю если вы точнее маски делают меня сильнее то как же я вас буду выпускать в мир людей то и как же я стану сильнее не понимал блондин синеволосый пытался хоть как-то подобрать слово но тут ума легла на колени любимого молвила все очень просто мы часть души самих себя и если у владельца огромные запасы чакры как например у тебя то мы можем принять физический облик но к сожалению без использования силы поэтому каждый хочет завладеть сознанием хозяина чтоб обрести свободу теперь понимаешь почему техника запретная здесь много тех кто когда-то был великим шиноби сильнее некоторых каги есть и преступники для которых твоя сила на один зуб и победить как раз плюнуть и растереть широне не пытайся пока что обрести контроль над другими научись использовать наши маски курама засмеялся новое имя наруто его позабавило это все хорошо звучит но как же вы поможете широне сквозь смех спросил куби наруто легко стукнул друга в лапу но тот ничего не почувствовал так вы не знаете воскликнула ума и продолжила ами воплощение ярости поэтому его мазку укрепляет тело и позволяет использовать тадюцу на высоком уровне я же похоть делаю тебя почти неуязвимым к гендюцу и в то же время могу наложить его на врага ситуация становилась все больше и больше комичной лис уже валялся от смеха аузумаки схватился за голову да что смешного поинтересовался ами успокоившись немного курама попытался объяснить этот мальчишка слаб в тадюцу и совершенно не владеет гендюцу там нечего усилить кроме тела и сознания день для мальчика был слишком насыщен новая техника поражала но в то же время слишком забирала чакру другие мазки могли предложить подходящую силу но сейчас освобождать их слишком опасно экзамен все ближе и ближе осталось мне трех недель наруто попытался бесшумно проникнуть в дом но не успев даже войти как живот пронзила тупая боль изумий был вне себя где ты был я везде тебя искал знаешь как же я волновался быстро тратарил красноволосый и обнял младшенького прости мне больно и хочется есть прошептал джин чирики за полчаса зумики накормили и уложили спать аники нарисовал какие-то странные печати на двери окнах после чего вышел три недели чтоб стать сильнее и не засветить свои навыки больше всего наруто переживал за саски у которого запретов еще больше по всаске рюйсон перенес брюнеты в странное но безумно красивое место вокруг водопада стекались в огромное озеро которое не увеличивалось по центре водоема стояла огромная статуя белого дракона а ее подножье ползали змеи что ж саски кун здесь я смогу обучить тебя основам режима отшельника но ты сам должен понимать что за три недели это невозможно да и домой тебе тоже нужно возвращаться так что за этот срок я научу тебя особо ниндюцу и тадюцу но к сожалению контроль син чакры пока что не для тебя мол велоцельник и поднялся по ступеньках к белому зданию что было встроено в гору внешне оно было отделано изумительной резьбой мальчик последовал за учителем внутри храма было огромное пространство которое было отделано белым мрамором и разноцветными фресками пол был покрыт красными коврами множество колонн делали зал похожим на дворец из одной такой выползла огромная темна синеманда добро пожаловать хозяин почтительно молвила рептилия длинноволосый мастер повел учиху через разные немник красивые залы где разные змеи поклонялись их хозяину конечной остановкой стала огромная площадка которая выходила на улицу по бокам стремительно падала вода саски сначала не заметил никого но потом какой-то мальчик сильно обнял рю рю сама наконец-то вы вернулись радостно молвил мальчик он был альбиносом кожей волосы белые словно снег а глаза красные с зеленым ободком и вертикальным зрачком здравствуй акрикун давненько не виделись а ты подрос весело ответил брюнет и потрепал макушку акаря ах да знакомься это мой новый ученик саски кун беловолосый не очень обрадовался прибавлению и фыркнул в сторону но учитель вы же сами говорили что после того инцидента никого но и там твоя частично вина и ты обещал меня слушаться без вопросов возразил отшельник акаря не сдавался да его даже маленькая змейка убьет мне даже стараться не надо чего своего изумия не привели дулся мальчик саски стоял молча и разглядывал столь удивительное место здесь даже рачимару не был я неуязвим к змейным ядам вдруг молвил учха вот видите он неуязвим к змейным ядам радостно повторил мальчик а потом до него дошел смысл сказанного чего змеиный отшельник засмеялся но рисома умоляюще посмотрел альбинос вы будете вместе учиться он научит тебя бороться с иллюзиями а ты его тадюцу и змеиного гендюцу понятно такой расклад событий саски не очень понравился но с другой это было лучше чем ничего я ничего не понимаю смирился акари брюнет снял обувь присел возле водопада и закурил все очень просто он из клану учха не ревнуй он здесь только для учебы и на три недели да тебе же лучше чахнешь один со скуки спокойно ответил рюй я бы не чахнул здесь один от скуки если бы вы не куролесили по проституткам в цивилизации и не спевали весь саки и монотонно ответил мальчик но его перебили тихо малыш не надо так много говорить перебил дракон и закрыл рот ученику но тот больно укусил учителя учха заметил что укус был похож на змеиный а из ран вытекала черного цвета кровь арсельник побледнел и сильно сдавил рану нехорошо пытаться убить любимого сенсия улыбнулся дракон после чего чей кровь вытянул весь яд из ран фи не подохните фыркнул альбинос и подбежал к новому ученику он увидел что в глазах брюнет это спокойствие и безразличие здравствуй саски меня зовут акари надеюсь мы подружимся и убьем вместе этого старого пердуна приятно познакомиться молвил беловолосый вежливо поклонился дракон рассмеялся какое невинное дитя молвил и снова затянулся саски поклонился в ответ взаимно никого убивать я не буду но и препятствовать тоже альбинос встал в боевую стойку и молвил давай сразимся в полную силу рекинул саски катану после чего начался бой акари вытянул из рукава веер он ждал атаки учиха не возражал атаковать вытянув руку вперед брюнет резко замахнулся вверх и стремительно побежал на противника целясь вправо плече но красноглазый расправил веер который оказался тессином и легко отразил столь сильную и быструю атаку движения беловолосого были четкие и уверенные левой рукой он нанес удар кодоте если бы саски вовремя не активировал шаринган то возможно его бы уже ранили вот они какие дьявольские глаза прошептал альбинос и улыбнулся учиха пытался уклоняться делал несколько выпадов но его атаковали быстро и четко тело физически не успевало увернуться хотя каждое движение было предугадано на сто процентов тот юноша был мастером тадюцу ты сыном защищался а кодоте нападал как бы саски не пытался хоть как-то вернуть преимущество в бою и возможность доминировать без сил своих глаз но мастерство подопечного рыбы было на высоте брюнет активировал шаринган и нехотя создал несильную гендицу альбинос остановился во время бега и упал на колени не переусердствуй саски он очень раним изменыш попросил дракон учиха подошел поближе компоненту он заметил что тот пытался остановить поток чакры и влить немного синь чакры но из-за гендицу контроль был нарушен и часть кожи начала изменяться брюнет не был идиотом и быстро снял действия своей же техники ари и не сильно ударил ученика по плечу деревянной палкой что произошло удивился беловолосый и посмотрел вокруг он чувствовал себя слишком странно чем обычно тело охватил липкий страх ладно детишки на сегодня все саски тебе пора домой завтра продолжим кратко молвил отшельник мужчина приготовился сделать печать обратного призыва как вдруг окори обхватил ладонями нога учителя я хочу пойти вместе с саски пожалуйста просил альбинос дракон не хотел чтоб его ученик покидал ее мундель нет отпусти тебе не место среди мира людей немного холодно ответил дракон у нее мальчика заинтересовали саски да и мотаться в другое измерение слишком подозрительно пусть пойдет со мной в моем клане безопасно есть место чтобы жить и тренироваться мы ведь будем практиковать тадюцу а в этом нет ничего подозрительного предложил очхо рюнехоти согласился и поднял своего подопечного на ноги после активировал обратный призыв он просил богов лишь об одном чтоб потом не пожалеть об этом решении ты санавейроподобное оружие с остальными спицами которое когда-то в большинстве использовалось самурами для защиты кодоти маленький японский меч который чуть больше кинжала но меньше дайта длинного меча саски повел своего юного учителя домой к сожалению миновать мать было трудно саски где ты был взволнованно спросила микото брюнет снял обувь и подошел к матери я тренировался это мой новый друг как ири кратко представила мальчика поцеловал маму в щеку альбинос вежливо поклонился какой милый мальчик мыть руки и садитесь ужинать ласково молвила женщина и скрылась на кухне беловолосый вопросительно посмотрел на очаху он не знал что же ему делать ему чужда нормальная реакция на свою внешность пойдем мать не любит когда хоть кто-то пропускает ужин ответил саски и подошел к столу что стоял в гостиной там стояло несколько влажных теплых полотенец как только мальчики присели за стол спустя несколько минут появились другие члены семьи тачи фугаку новый гость удивил пришедших внешность незнакомца была странной ты привел нового друга саски поинтересовался командир маленький чху улыбнулся брату нужно было придумать правдоподобную историю встреч да это акари невинно ответил саски беловолосый встал и низко поклонился что ж акарикон приятно познакомиться меня зовут этачи я старший брат саски но как же вы познакомились полюбопытствовал анбу альбинос хотел честно ответить очень просто на горею не успел мальчик ответить как брюнет не больно пнул учителя в ногу тот посмотрел обиженно не понимая в чем дело что-то случилось спросил фугаку саски решил сам ответить нельзя позволить семье а именно этачи узнать об другом измерении и умер я заметил что там кто-то тренируется мы немного подрались так и подружился частично соврал брюнет далее ужин прошел в полной тишине саски отвел учителя в свою комнату выдал отдельный футан необходимо было найти только место для тренировок техники наруто были необходимы для этого хотя он мог бы создать другое измерение с помощью ренегана но это значит что больше людей узнают то чего не нужно утром в комнату проник рей он разбудил саски а потом поцеловал в щеку акаря отчего тот хорошенько пнул дракона ногой в живот вот извращенец тихо прошипел арбинос тихо детишки пора тренироваться я придумал как забрать вас без подозрений мол велоцельник и показал на змейную кожу которую держал в двух руках он вручил ее мальчишкам ты что содрал кожу из змеи это же грех еще больше возмущался красноглазый рей сделал странную печать после чего коснулся змеиной кожи она стала резко увеличиваться и преображаться обретая форму и внешность детей дурак должен был бы ужизать что некоторые змеи которые производят на свет других змеи умирают возмутился длинноволосый напротив мальчишек стояли их безупречные копии саски активировал шаринган и увидел что они одинаковые не только телом но и чикрой пошли потом все расскажу мол велдаракон и забрал детей в ее мундель точка наруто проснулся как обычно рано дома не было никого даже изуми был на какой-то миссии мальчик неспешно позавтракал и спокойно пошел в лес он хотел освободить новых печатей блондин попытался призвать сначала ами но то далось ему трудом так как он никогда еще подобного не делал мужчина сидел напротив и улыбался чакру вроде контролируешь на 3 из 10 а израсходу на 100 из 10 все даже хуже чем я думал печально молвился неволосый наруто вздохнул и попытался призвать умы но это далось ему еще труднее весь запас чакры израсходовался вмиг если бы не курама пришлось бы очень туго тебе стоит призывать нас поодиночке с твоим уровнем контроля это слишком молвил мужчина ами поднялся и вытянул меч из ножен стань в стойку я сделаю из тебя мастер и тадюцу громко молвил мужчина и ударил наруто тупой стороной меча по животу и спине разве это стойка ты должен правильно распределить вес твое тело слабое сто отжиманий четко приказал морской владыка узумаки принялся отжиматься на него села женщина и коснулась руками висков отчего тут сразу же рухнул на землю тело пронзило сильная боль сколько говоришь тебе нужно времени поинтересовалась ума и погладила хозяина по голове три недели три недели выживания эти маски совсем не хорошие сможет ли узумаки пройти адскую тренировку ами ума время пришло участникам экзамена были разосланы приглашения на экзамен узумаки наруто вас в составе команды номер семь деревник и нахаб приглашает на сдачу экзамена на чунина который начнется 30 июля в 8 утра место прибытия ущелья хаширомы кушина приготовила сытный завтрак изуми не было дома отчего узумаки начал скучать за чрезмерной братской любовью хакаги же избегал собственного сына наруто покажу всем на что способен воодушевлял хабанера мальчику интересно было встретиться с саски узнать чего же тот достиг за месяц смог ли хоть как-то найти способ не использовать шаринган и тем более ренеган и большую часть других техник тренировки ума ами дали свои плоды да и познания фуиндицу тоже были не лишними а главное какой уровень сакуры для нее месяц слишком краткий срок для подготовки по дороге в лес в конце которого должно было находиться ущелье к джинчурики подбежали кари дуэру ри лисенок радостно хором молвили близнецы и обняли мальчика крепко наруто очень сильно удивился откуда они взялись им же должны были стереть память ри ру что вы здесь делаете спросил изумаки и обнял мужчин братья посмотрели умоляющие этот гад ну тот что и тачи заслал нас в такую жопу начал ри но его перебил брат не уматерись при ребенке так вот он заслал нас в такое страшно жутко ужасное место а все для того чтобы достать какой-то пустой свиток спаси нас наруто кун молвил ри снова повис на мальчике так вот почему они все помнят их небо в это время в городе а это значит что много людей которые так же отсутствовали все прекрасно помнят я поговорю с и тачи не волнуйтесь что теперь будете делать то да и если честно парни я спешу на экзамен быстро молвил блондин и продолжил путь близнецы не отставали так мы тоже на экзамен видимо произошла какая-то ошибка и мы снова участвуем правда снова как кари может этот демон все подстроил ответил ри ты же стер память всем а это значит что они не помнят о том что было нападение на канаху и сорван экзамен айтачи об этих двух поделился мыслью курама только сейчас до дженчирики дошло насколько большие проблемы теперь у них с саски это не ошибка дело 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 в том что я но не совсем я стер всем память признался четно узумуки мужчины остановились на миг и развернули к себе лицо мальчика что ты не совсем ты сделал переспросил кари до блондин даже не знал как все объяснить да как то так получилось что я хотел чтобы и точи и зуми забыли обо мне и саски всю правду хихи как как оправдывался дженчурики в глазах близнецов не было ни обиды ни злости айда лисенок молодец ты спас наши шкуры от этого дьявола и тачи радостно молвил близнец сырожелтыми глазами от этих слов мальчику стало легче после маленькой компанией продолжила свой путь к ущелью возле точки сбора было очень много людей все были чем-то заняты увидев саски рю и как агаты незнакомого мальчика наруто помахал рукой привет детки поздоровался дракон и стукнулся кулаками сруири привет извращенец ответили хоромти и улыбнулись беловолосый искренне засмеялся и начал тыкать в отшельника пальцем весь мир знает о тебе ха-ха веселился альбинос наруто поздоровался с саски они еще успеют наговориться во время экзамена ребятки помните этот извращенец может не успел договорить тот какры закрыл ладонью рот подопечного откашлившись мужчина только молвил в общем это акари маленькое ядовитое существо ваш напарник близняшки не обижайте его хорошо молвил длинноволосый и улыбнулся акари удивился решению учителя ведь тот раньше не позволял ему покидать священное место без него почему ты так решил поинтересовался ирури хотел своего птенчика выгулить да и пусть присмотрит за вашим лисенком и саски этот экзамен не похож на другие которые проводились ранее точка ответил тот и обратился уже к ученику и да котеночек измени внешность как на фотографии взяв фотографию мальчик сильно разозлился ведь ему необходимо было превратиться какого-то миловидного паренька с странным макияжем но с другой стороны это дает ему возможность хоть на некоторое время почувствовать себя обычным и свободным близнецы тоже приняли необходимый облик все присутствующие разошлись по разным местам что-то делал этот месяц поинтересовался наруто и принялся выглядывать сакуру и тачи брюнет аперсы на дерево которое размещалось рядом я многому научился но все равно бишь шарингана туго но акари предложил безумную альтернативу если сильно припечет увидишь в случае чего ответил спокойно саски и спросил в ответ а ты как джинчурики не знал даже что ответить с одной стороны адские тренировки аами и ум закалили тело и разум но с другой стороны он выучал еще одну технику фуиндицу и то не до конца слишком мало времени было на это отведено мне много есть что тебе рассказать но не здесь только ответил наруто за несколько минут прибежала сакура наконец-то я вас нашла и тачи сан тоже вас обыскался уже . запыхано молвила девушка и позвала наставника учхо улыбался он переживал за команду ведь из-за миссии не научил их ничему у вас есть возможность отказаться . предложил командир но мальчишки без колебаний ответили отказом коль так пойдем на регистрацию помните об одном что на этом экзамене даже стены убивают предупредил неожиданно брюнет и повел учеников в невеликое здание что было возле ущелья Харуна немного испугалась слов наставника но не хотела об этом говорить она знала о правиле трех а подставлять товарищей девушка не хотела Наруто заметил что вокруг ущелья стоит барьер из нескольких печатей которых он в жизни не видел внутри здания было несколько комнат ничего особенного не происходило за столом сидела трое шиноби и один из них из анбутинза Наруто терзали сомнения насчет экзамена Хакаги подключил элитных бойцов это означало только одно что так впереди ожидает много опасности подпишите бумаги что в случае чего организаторы не несут ответственности за ваши жизни и в случае смерти не будет претензий со стороны монотонно проговорил один из мужчин с короткой стрижкой подрисованными глазами каждый подписал все необходимые бумаги разволосная до конца не хотела отказываться страх умереть занимал все ее мысли но выхода не было мальчики уверенно подписали бумаги даже наруто который почему-то был под другим прозвищем ни минуты не колебался подпись вышла кривой у вас есть еще шанс отказаться мол мальчишка 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 холодно ответил тот если только вы намеренно не применили какой-то техники отрезал саски шинобе нечего было ответить третий в комиссии выдал детям три странных кристалла этот кристалл ключ к входу наденьте на шею и вы пойдете через барьер не потеряйте его если противник достанет его то вы проиграли объяснил правила мужчина команда вышла с дания каждый при своем мнении без легендарных глаз клана наруто же просто думал о том какие еще последствия встретиться в дальнейшем что ж команда номер семь я был плохим учителем прошу вас только об одном выживите принять участие можно в следующем году напутывал и тачи обнил подопечных больше он конечно же волновался о своем маленьком братце который так и не смог активировать шарингом ему едва удается скрыть от брата то что о нем говорят бездарность клан очха беспородный шисуй только успокаивает и говорит загадками постараемся капитан бодро ответил джинчирики и улыбнулся дети пошли к входу ущелья там не было ничего особенного ни охраны ни даже какой-либо печати только ступеньки которые вели вниз команда прошла сквозь барьер тело словно пронзило молния мышцы на миг онемели что это было спросила Сакура мальчики посмотрели друг на друга чтобы не было но без кристалла думаю мы бы погибли констатировал лучха и пошел вперед вокруг было много пещер все участники стояли колоннами в центре ущелья но их лица было плохо видно из-за освещения раз все уже в сборе раздался чей-то голос тогда я объявляю о начале первого тура экзамена чунина реакции не последовало все стояли тихо словно ожидая какой-то опасности ну что ж смысл первой части этого этапа состоит в том что вы должны добраться в полном составе вглубь ущелья там вас ожидают дальнейшие указания и да не потеряйте те кристаллы усмехнулся экзаменатор после чего исчез экзамен начался с драки меж души набер разных стран команда номер семь решила потихом уйти в проход им не нужны были бесполезные сражения пас с двух сторон приближался Ниджи и еще хуже Гара Джин Чирики однохвостого подошел к Узумике и протянул руку Саски испугался он знал на что способен убийца песка сейчас они совсем не товарищи Наруто помнил о том что техника Шисуни на всех подействовала поэтому спокойно пожал руку другу рад видеть тебя Гара доброжелательно молвил блондин и улыбнулся красноволосый тоже скромно улыбнулся он радовался что увидел своего единственного друга хуже всего только то что он услышал о нем когда выходил из деревни позор Канохи слабый сын Намикадзе мы пойдем вместе кратко молвил Суна и блокировал удар Ниджи который предназначался Саски Сакура едва обморок не упала когда увидела что Гара о котором говорили столько ужасного дружелюбно относится к Наруто Саски тоже удивился он не помнил чтоб тот рассказывал о внезапной дружбе что ж ты Саски отбиваться не хочешь и это есть сильнейший наследник клана с издевкой молвил Ниджи но к нему присоединился ирок Ли со сломанной рукой я не собираюсь тратить время на бесполезный бой Хьюго после две команды вошли внутрь одного из входов там было темно и сыро не успел блондин из шага сделать как ногу тут же пронзила сильная боль Учхо активировал шарингом все что он заметил так это странные потоки чакру везде здесь идет развилка молвил конкура нам стоит разделиться Гара немного подумал и незаметно сыпнул песка в сумку друга ладно пойдем другим путем согласился красноволосый и создал облако из песка он и его команда сели на него и пошли другим путем что произошло Наруто спросила Сакура Узумаки тоже сначала не понял но когда попытался сделать шаг назад то осознал что это был металлический шип здесь много ловушек констатировал мальчик Саски не мог никак определить где они все было как одно пятно из чакры это ущелье было точно непростым вдруг послышались странные крики кто-то уже попал в ловушку и что же нам делать спросил Наруто Брюнет создал маленький шар из огня сначала нам необходимо освещение дальше будем исследовать каждый сантиметр участка иначе помрем не успев сделать трех шагов предложил мальчик оба друзья знали что быть у них возможность использовать всю свою силу от этого ущелья остались бы камушки тогда надо кидать по кунаю или камушками точка предложила уже Харона первое что было исследовано так это стены они были словно зубучие пески и быстро втянули куда-то куны вот с дорогой все было намного проще несколько кунаев активировали ловушки и только несколько участков были без изменений пройдя маленький промежуток пути команда вздохнула облегченно обойти ловушки возможно и легко а это значит одно что пройти этот этап не составит труда но сзади послушался странный скрип как только Саски обернулся то увидел огромную многоножку Саски сожги ее скомандовал Наруто в это время Сакура стояла словно кукла поведение девушки насторожила узумуки в ее лице читался немой крик поза была неестественная блондин встряхнулся куру но та никак не отреагировала Саски заметил что нет свидетелей и прикончил тварь ударом громового клинка наверное она под действием гендюцу молвил дженчурики он пытался влить немного своей чакры но девушка и далее не приходила в себя Саски она не приходит в себя волновался блондин Учиха неспеша подошел к Сакуре и поставил руку на голову это не было гендюцу внутри сознания Харуна творилось невообразимое мальчик никогда в жизни подобного не видел огромные черви окружили девушку и сдавливали ее хрупкое тело все вокруг рушилось будь начеку у меня появилась работа молвил брюнет и закрыл глаза вытянув руку вперед Учиха создал меч из чакры контроль давался ему тяжело но в сознании другого человека он мог делать все что угодно если у него нет ментального блока первая атака никак не подействовала на неизвестных тварей стены из чакры что была вокруг червей защищала от дальних атак в это время Наруто принял позу лотоса чтобы накопить природные чакры нет времени скрываться сейчас вопрос идет не на жизнь а на смерть было темно поэтому необходимо чувствовать противника саски же подошел ближе к стене она была тонкая словно паутина мальчик пустил молнию сквозь меч отчего создал проход сакура постепенно стала пропадать словно мираж черви почти забрали ее чакру дальше играться не было времени использовав аматюрису учиха безжалостно сжег тварей если бы не идеальное владение техниками собственных глаз возможно и Харуна сгорела бы заживо теперь дело оставалось за Наруто он должен был бы восстановить циркуляцию чакры точнее Курама у него уж точно есть опыт в подобном Наруто отбивался как мог удары следовали со всех сторон один шаг не туда и шип снова протыкает ногу блондин мгновенно активировал сразу обе маски тело усилилось стало твердым словно камень Наруто чувствовал слой плотной чакры что его защищало а в голове появилась ясность в сознании лишь на миг появились черви которых Кураму сжег своей же чакрой боль больше не чувствовалась все тихло я закончил теперь твой черед у нее нарушена циркуляция чакры подключи Кураму молвил Саски он снова осветил пространство вокруг было много разных жуков и странных на вид существ это ущелье поистине пугало кто знает смогла бы команда номер 7 выжить в таком жутком месте крики снова возобновились смерть пропитала стены наруто поставил руку на живот кунаичи теплая чакра Курамы текла словно ручей исправляла изъяна на своем пути больше трудностей все же возникло с сердцем и мозгом кунах щитами. Пусть и может молнию. Она либо активирует все ловушки, либо наоборот дезактивирует. У нас нет времени быть здесь слишком долго. Дальше, мне кажется, будет еще хуже, предложит Женчурики. Учхо молча сложил руки в печать. Кирин, молвил только он. Лев не спеша прошел по пути, отчего активировались все ловушки. Команда не спеша следовала за созданным существом. Конца еще и близко не было видно. Чем дальше шли мальчики, тем опаснее становилось. Даже стены создавали шипы, выпускали ядовитых тварей. Реакция парней была отличная и они без труда отбивались от неожиданных атак. Помимо стонов и криков, Наруто услышал странное капание. Где-то рядом должна была быть вода. Где же здесь конец, прошипел Саске. Молния забирала много чакры. Давай свернем налево. Там какая-то вода, молвил Узумуки. Ладно. Там сделаем перевалочный пункт. Необходимо отдохнуть и привести в чувство Сакуру, согласился Учхо. Спустя некоторое время, минуя все опасности, команда номер семь нашла небольшое озеро. Наруто положил Сакуру. Саске же осмотрел территорию все без изменений. Нам нужно отдохнуть и перевязать раны, быстро сказал Брюнет, вытянув из-под сумка аптечку. Не успел Учхо перевязать ногу другу, как мимо них пролетел Куны. На воде стоял неизвестный Шеноби в темной и огромной маске. И он был настроен на одно убить посторонних. Отдайте кристаллы, и я отпущу вас, предложен незнакомец и снова метнул Кунаем. Сможет ли ослабленная, раненая команда номер семь победить противника и продолжить путь? Наруто нарисовал на чистом свитке печать комнаты боли и запрятал туда Сакуру. Ему и другу не нужны лишние волнения, товарищи. Зачем тебе кристаллы? Спросил Саске и встал в защитную стойку. Блондин подошел к другу и тихо шепнул, надо быть на чеку. Это могут быть экзаменаторы. Мальчик сразу же распустил Синчакру и снял действие масок. Нужно передохнуть. Даже с его запасом чакры, усталость отлично чувствовалась. Неважно. Не заставляйте меня вас убивать, молокососы, незнакомец. Мальчики не успели что-либо ответить, как вдруг позади них оказался враг. Он приставил два куна к горлу детей. Саске ударил незнакомца локтем в бок, но тот не сильно поцарапал горло брюнета. Вместо того, чтобы забрать кристаллы, враг вдруг упал на землю, а пронзительный крик заполнил все пространство. Что ты сделал? Спросил только у Зумуки. Но отвечать не пришлось. Из шеи сочилась красная кровь, а рядом было немного золотистого песка. Гара, только прошептал блондин. Он не ожидал, что красноволосый его защитит. Рана был глубокой. Учху хотел снять маску из раненого, но вместо тела уже лежало бревна. Техника подмены. И когда ты успел с ним подружиться? Только спросил Саске. Наруто отменил свою технику и положил Сакуру. Да как-то так получилось. Я сам удивлен, что мы быстро стали друзьями. Но раз он все помнит, то зачем защищал? Спросил вслух джинчурики. Команде необходим отдых. Тело детей измождены. А чакра была на пределе. Создай эту свою технику. Мы все слишком устали. Попросил Саске. Узумаки нарисовал любимую печать, после чего обоим мальчикам стало легче на душе. Перекусив о нигири, которые сделала Кушана, блондин позволил себе немного вздремнуть. Слушай, Наруто, тебе не кажется странным, что экзаменатор не сказал об строках прохождения этой части этапа? Эти кристаллы видимо не только для того, чтобы войти и выйти. Поделился мыслью товарищ. Наруто ничего не думал по этому поводу. Все действительно было подозрительно. Я не знаю. Нам необходимо пройти этот экзамен. Стать сильнее, чтобы победить надвигающую бурю. Ответил Джин Чирики. Сакура встала и посмотрела вокруг. Где мы? Слабо спросила разволосая. У нее жутко болела голова. Мысли были спутанные, а тело почти не слушалось. Мы в безопасности. Ответил Наруто. Харуна вытянула из своей сумки две черные пилюли и съела их. Это не панацея, но снимает боль и восстанавливает чакру отлично. Простите меня, пожалуйста. Не помню, что произошло, но чувствую, что едва не погибла. Виновата сказала Сакура и укусила себя за нижнюю губу. Успокойся. Отдохни. Нам нужны силы, чтобы продолжить путь, приказал Саски. Несколько часов спокойного сна прибавили сил всей команде, но, к сожалению, никак не уверенности в дальнейшем. Прежде чем снять действия техники, мальчишки решили поговорить с Кунаичи. Сакура. Прежде чем мы продолжим путь, я и Саски хотели бы с тобой обговорить кое-что, начал Узумуки. Учиха вопросительно посмотрел на друга. Это место полно опасностей. Ты уже однажды попала в беду. Поэтому будь начеку, молвил блондин. Он не знал, как защитить девушку. Мне нечего сказать, кратко очеканил Саски. После, действие техники было прервано. Озеро было восхитительным. А на нем, снова стоял тот же противник. А разве мы его не убили? Удивленно спросил блондин. Сакура удивленно посмотрела на товарищей. Нет. Он тогда использовал технику подмены. Ответил Брюнет. Сложив несколько печатей, мальчик использовал технику огромного огненного шара, но противник быстро увернулся и замахнулся огромным мечем прямо на Сакуру. Учиха едва успел отбить столь сильный удар. Незнакомец протянул руку к шее мальчика. Тот попытался ударить мужчину под дых, но не смог. Наруто принял боевую стойку и вытянул руку вперед. Сконцентрировав немного чакры в руках, он подбежал к противнику и больно ударил по ребрам. Гаденыш вопил раненый и отпрыгнул на несколько метров назад. Дыхание мужчины было поверхностным и частым. «Видимо, пока тебя не порешим, не сможем пройти дальше», констатировал Саски. Он медленно подошел к противнику. Учиха закрыл глаза, чтобы сконцентрироваться на одной точке. Акари говорил, что если научиться слышать детали, то любой удар можно отразить. Но вместо этого, противник не стал ждать. Стиль земли столпы правосудия, молвил незнакомец. Вокруг команды создались огромные столпы с шипами. Земля внутри круга превратилась в болото и медленно затягивала. Наруто использовал технику теневого клонирования, чтобы хоть как-то попытаться вытянуть себя и друзей из ловушки. Но стоило коснуться столба, как клон быстро развеялся. «Прощайте, детишки», радостно молвил враг и появился возле команды. Он пытался снять кристаллы. «Давай, Саски», кричал Узумуки. Противник открылся. Хоть тело брюнета повисло уже наполовину, он рукой и закрыл глаза мужчине и активировал шарингом. Дженчурики же в свою очередь сильно обнялся куру. «Ты что делаешь?» кричал незнакомец и попытался проткнуть Саски, но мальчик был быстрее. А матерису, прошептал тот, после чего все вокруг загорелось черным пламенем. Столпы расплавились словно воск на огне, а противник кричал словно безумный. Болото исчезло. Команда победила неизвестного, но стоило Наруто увидеть печать Анбу на руке, как его охватила паника. «Саски, остановись, там!» крикнул Наруто и побежал к Шинобе. Учиха быстро снял действие жуткой техники. Стоило блондину снять маску с лица врага, как его охватил ужас произошедшего. Там лежал израненный изуми. Страшные ожоги по всему телу приносили невыносимую боль красноволосому. «Ты что здесь делаешь?» спросил словно безумный узумуки. Курама, умоляю, помоги ему, просил мысленно джинчурики. «Как же я не хотел, чтобы ты шел на этот экзамен!» «Ты еще слишком маленький, чтоб видеть смерть и умирать», слабо молвил Ники. «Воспользуйся, чикрой Яань!» «Да пусть девчонка обработает раны», предложил Кьюби. «Сакура, обработай, пожалуйста, раны». Это невраг попросил блондин и приложил правую руку к самому большому ожогу на ноге. Пронзительный крик брата заставляли обливаться сердце кровью узумуки. Он понимал, что Саски спасал их шкуры. И иного выхода не было. «Извини, Наруто», просил прощения Учхо. Разволосая вытянула какие-то мази и принялась обрабатывать руки. Рана на ноге медленно стала заживать. Под рукой мальчика происходило настоящее волшебство. Вместо ожога создавалась здоровая ткань. Эта техника заберет почти всю чакру. Ведь концентрировать белую чакру сложно и затратно. Тоненький рубец на бедре свидетельствовал о том, что раньше там была рана. «Не извиняйся, Саски! Ты спас нас!» «Это мог быть и враг, а не изумий», спокойно ответил Наруто и принялся лечить живот. Там было еще хуже. «Эта рана заберет весь запас чакры». Осмотрев тело, мальчик убедился, что тратить столь ценную силу Янь нужно только на живот. Остальные раны вполне можно обработать и мазью Харуна. Саски же удивлялся, когда Наруто научился лечить. Но с другой стороны цвет лечебной чакры слишком отличался по цвету. «Что это? Рыжий?» спросил Брюнет. Сакура тоже удивилась. Она тоже не видела подобного даже у Цунади. «Потом!» «Все потом!» измождено ответил мальчик и вложив последние силы в залечивание. На месте остался огромный тоненький шрам. Наруто упал бессильный рядом с братом. Слишком вымотался и истратил всю чакру. «Я все, ребята! Идите без меня!» Я и шагу не двинул, молвил Узумаки и тяжело задышал. Намикадзе оправился от болевого шока и посмотрел на своего брата с любовью. Тот не пожалел чакры и каким-то образом спас его. Вина мучила его. Но лучше он, чем другие опытные зомбу. «Дурак! Зачем спасаешь своих врагов?» кричал Изуми. Блондин пытался встать, но тело не слушалось. «Это ты дурак! Мы не на войне! Зачем глупой смерти?» «Да я узнал тебя, Изуми», ответил Наруто и улыбнулся. «Ты мой старший брат!» Красноволосый едва Джинчирике, что тот едва не задохнулся. «Не дышу», прошипел Наруто. «Как скажи я рад, что вы сильные, несмотря на то, что говорят другие», радовался мужчина. Саске не понравилось, что брат друга сказал это в множественном числе. «Что ты имеешь в виду? Кто это другие, и как это касается нас двоих?» спросил Лучха. Намикадзе понял, что взболтнул лишнего. «Говори! Баса Кури, что маловероятно, ведь ее клан неименитый, как вот у Саски», констатировал Наруто. Чакра Курамы медленно насыщала тело Джинчирики. Он делал все медленно, чтоб изуми ничего не заметил. «Видимо, Итачи также тебя очень сильно любят, хоть и не играется, Саски. Но в твоем клане уже поползли слухи о твоей силе, начал Анбу». Брюнет буквально побелел. Он начал переживать о том, что в ши сутки рассказал всю правду брату. «Что ты имеешь в виду?» уточнил Саски. Красноволосый положил братика себе на колени и укрыл остатками своего плаща. После взял баночку с мазью в девушке и понюхал ее. Боли утоляющие. «Сойдет», сам себе прошептал мужчина и после посмотрел на Саски. «Все говорят, что ты мазать». «Хотя Шисуя просит Фугаку и остальных оставить тебя в покое». «Говорит, что ты о скрытых талантах», спокойно ответил Изуми и принялся мазать лицо Наруто. Тот пытался увернуться от ужасной вонючей мази, но красноволосый быстро усмирил младшенького и обмазал самое болючее место ноги, руки и лицо. Какой прыткий, хоть и ослаб. Такой беззащитный, любовался Изуми и улыбнулся. «Саски, спаси!» кричал Наруто. Сакура искренне засмеялась. Ситуация действительно была комичной. Учхо тоже засмеялся. Ему такое точно не грозит, ведь Итачи всегда чем-то занят. «Сам выкручивайся», шутя ответил Брюнет и снова спросил в брата друга, что там сшисуя. И какая разница, почему я не пробудил Шаринган. Я не особо знаю, что творится у вас в клане. Но Шису ведет себя подозрительно. Он воспользовался своей силой, и теперь стал добычей для разных врагов. А насчет клана, если я правильно понял, то все из-за того, что Итачи пробудил Шаринган, будучи намного моложе тебя. Все давят на фугаку. Спроси лучше у Итачи. Рассказал Узуми. Когда чакра заполнила тело Наруто, он наконец-то смог вырваться из объятий брата и сесть. Какая разница, может он использовать Шаринган или нет? Разве семья не должна поддерживать и любить таким, каким ты есть? Возмущался Узумуки. Красноволосый любя погладил младшенького и грустно посмотрел на него. Тебе стоит посмотреть на свою ситуацию и все поймешь. Хакаги тебя за сына не воспринимает. А все потому, что тебе все даются с трудом. Со временем, я бы сделал из тебя сильного. Но другие кланы ждать не буду. Если ты слаб, то позоришь семью, ставишь под удар. Сильные враги могут взять слабого в заложники, что часто происходит. Поэтому Итачи согласился на этот экзамен Саски. Он надеется, что ты во время стресса и убийства врага сможешь ответил мужчина. Он вытянул странный свиток и выполнил призыв. На месте свитка было много разных блюд. Мне это снится. Здесь даже рамен не верил своим глазам блондин, Изуми улыбнулся. После победы над вами я хотел вас вылечить и хорошей ничко откормить. Так что поешьте, прежде чем дойти к месту сбора. Дальше мне придется уйти. Молвил на Микадзе. Когда команда поела, Изуми сложил всю посуду обратно в свиток и отменил призыв. Дальше вас ждет еще больше опасностей. И прежде чем пойти, пообещайте каждой, что если будет грозить опасность, то сдадитесь, попросил Анбо и прошептал уже брату, помня о призыве. Я всегда помогу, хорошо. Никто из нас не собрался помирать так быстро, безразлично ответил Саски. Мужчина хотел было уйти, как Наруто вспомнил, что хотел спросить с самого начала. Стой, брат. Скажи, что же нас ждет дальше? Спросил блондин. Анники улыбнулся и кратко ответил, я сохраню интригу. За этим поворотом вы все увидите. Удачи, команда номер семь. Наруто было интересно, какое же дальше будет испытание. Как много Шиноби на втором этаже, вокруг стояли Шиноби, а возле стены Анбу. Их маски были словно украшения интерьера. В наиболее освещаемом участке сидел Хакаги, окружен еще двумя из Анбу. Они что-то обговаривали. К команде подошел их командир. Как я рад, что вы добрались сюда вполне без ранений. Молвил Итачи. Саски фыркнул и направился к лестнице. Эх, Саски. А ведь когда-то отбоя от тебя не было, тихо прошептал длинноволосый и улыбнулся. Наруто же осмотрелся и ничего кроме дыра не заметил. Он не заметил ничего подозрительного. Итачи сан, а что мы здесь делать-то будем? Почему здесь так много элитных войск? Спросил блондин. Мужчина погладил маленького друга по голове. Видимо, Изуми не смог драться с вами. Но с другой стороны, это было подозрительно. Намекаться больше всех хотел, чтоб команда номер семь не дошла к другому этапу. А эти детишки точно не могли победить одного из Анбу. А там неслабаки работают. Итачи снова окликнул мужчину мальчик. Ах, точно. Сейчас все увидишь, Наруто-кун. Не спеши. Ответил очиха и потянул мальчика подальше от всех. Дженчирики тут же активировал маску похоти. Ему вовсе не хотелось, чтоб учитель полоскал мозги своим гендюцу. Наруто, ответь честно, Саски уже активировал Шаринган. Как вы победили из Уми? Нехарактерно для себя задал много вопросов Итачи. Блондину нечего было скрывать, кроме Ренегана, Мангекё Шарингана и Аматерасу. А так совершенно ничего. Мальчику немного страшно было врать одному из сильнейших мастеров гендюцу. «Чего ты боишься?» спросила Уме. «Это очхо», кратко за Дженчирики ответил Курама. «Нет». Он не активировал Шаринган еще. Саски подпалил Изуми. Частично соврал Изумаки и побежал от волнения к друзьям. Наруто не умел врать. Итачи заметил это, да и простой огонь в жизни бы не взял друга. Там что-то другое было. Мужчине очень хотелось пообщаться с красноволосым, но тот охранял Хакаги. «Что происходит, Саски?» спросил блондин. Учхо посмотрел на друга. Он догадывался, о чем Анике хотел поговорить. «Говорят, что раз все в сборе, то можно начинать. Нам нужно сдать кристаллы», ответил Саски и снял свои кристаллы. Анбус маской дракона подошел к ним с маленьким черным мешочком. «Как вы, котята?» тихо шепнул тот, отчего мальчиков пробрал холодок. «Это был Ри». Саски как понимал, почему от него прячется Акари Изуми. Он настоящий извращенец, хоть и к счастью еще не приставал к нему. «Все в порядке», ответил Наруто и кинул свой кристалл. После чего дракон ушел дальше к участникам. Всего прошло двенадцать команд. Изуми вышел ближе дыре и сделав несколько печать, своей техникой земли сделал странные сооружения. Одна колонна поддерживала квадратную плиту. Другой изанбу создал из молнии небольшую стену вокруг плиты. После того, как все было готово, вышел экзаменатор. «Меня зовут Амья Хакони. Я экзаменатор этого этапа. Сегодня вы сразитесь с друг другом. Правило просто противник должен быть побежден. Если Думаю, понятно почему», объяснил Амья «Одному шиноби из тумана было непонятно. Почему?» спросил мужчина в шляпе. Экзаменатор посмотрел на вопрошавшего и ответил. «Тот, кто упадет туда, умрет. Думаю, во время преодоления пути к конечной точке, вы уже заметили, что это ущелье непростое. Вы не сможете зацепиться за камнем и устоять чакрой. Здесь все поглощают чакру. Считайте, это место почти что живое существо». Наруто в это же время подбежал к Гарри. Он хотел отблагодарить друга за спасение. Красноволосый мальчик улыбнулся. Тимари и Конкура до сих пор не могли привыкнуть к мирному Гарри. «Спасибо, Гара. Я рад, что твоя команда добралась сюда без проблем», радовался Узумуки. «Скоро объявят противников. Как думаешь, что будет, если это Вдруг спросил Гара. Наруто быстро проанализировал ситуацию. Ему не победить Песчаного Гару доступной ему силой. Иначе придется раскрыться полностью. Я сдамся. «Зачем тратить силы на бесполезный бой?» честно ответил мальчик и снова улыбнулся. Может другой он дрался бы до конца, но Джин Чирики понимал, что сила друга слишком велика. И валять дурака, как ски-бой не получится. «Я бы тебя не убил», прямо сказал Гара. Узумак искренне засмеялся. «Убить ты меня бы не убил, а вот поколотить и заставить бегать круги так точно. Я не боюсь тебя, просто оцениваю свои возможности», ответил блондин и ушел к своей команде. Уже должны были огласить первых конкурентов. Хакаги вынул два кристалла из мешочка. Кари, деревня скрытая в облаке страны Молния, и у Чехосаски, деревня скрытая в листве страны огня, кратко молвила Маи. Бой должен был кончиться быстро. Намикадзе пересмотрел анкеты двух участников. Силы Кари оценивали по шкале опасности 8 из 10. Вот Саски оценивался только на 5. Слишком огромная разница. Анбус создал небольшой мост из земли, чтоб каждый из участников безопасно стали на плиту. Она немного качнулась. Что ж, раз вы здесь, то можете начинать бой, разрешил экзаменатор и удалился с поля боя. Учиха знал о том, что Кари управляет молниями. Стена, которую соорудили, была для него приятным бонусом. Саски молнией тоже была не проблемой. Он мог ее управлять. Саски Кун, этот бой первый не так ли? Давай покажем, на что способный, молвил Шиноби из облака и улыбнулся. Он пустил в мальчика несколько огненных игол, от которых противнику не стоило усилия вернуться. Правда, ждать, когда Учиха увернется, мужчина не стал. Он быстро дал поддых мальчику, отчего изможденной Саски едва не упал. Приняв боевую стойку, Брюнет закрыл глаза, чтобы почувствовать врага, его дыхание, движение. Мальчик не успевал отбиваться. С Шарингоном это не составило бы труда. Но сейчас противник двигался на невероятной скорости. Сконцентрировавшись на одной точке, Учиха смог поймать Кори за руку, когда тот хотел снова его ударить. То движение было действительно прекрасным. Никто из присутствующих не видел его в деталях, кроме Ниджи и носителей Шарингона. Поймал, прошептал довольный мальчик. Но Шиноби облака тоже улыбнулся и пустил разряд молнии через свою руку. Но вместо того, чтобы убить, молния превратилась в маленькую змейку, которая окружила руку брюнета. Все присутствующие удивились такому явлению. Молния была словно зверек. Эй, ты украл ее, удивленно обижался Кори. Ты сам ее мне дал, беззаботно ответил Саски. Ему нужно было придумать, как бы воспользоваться козырем. А для этого нужно как-то обездвижить противника. Любой лишний шаг сказывался на движении плиты. Когда Саски научился использовать стихию молнии? Спросил Итачи у Наруто. Джин Чирики смотрел на поединок. Не знаю, кратко соврал мальчик. В это время Учхо вытянул несколько сурикинов и воспользовавшись техникой пламенного цветка запустил их в Кори. Но противник быстро создал стену из молнии, которая замедлила скорость сурикинов и уничтожила нити чакры. Вот черт! Что же мне делать, то? Сам себе прошептал мальчик. Кори создал кошку из черной молнии. Такая молния уже не подчинится мальчику. Она другая. Учхо расправил змейку из молнии по клинку. Ему нужно отбить атаки этого зверя. Когда кошка подбежала к мальчику, он разрезал ее по полу. Но от этого стало только хуже. Две половинки создали полноценных двух кошек. Они были меньшими, но все так же сильными. Техника озера слез, мол велкоря, отчего из-под его ног разлилась вода. Плохо дело. Если ударит черная молния, кто знает, что будет дальше. Итачи хотел вмешаться, но Саски проткнул плиту мечем и использовал его, как трамплин прыгнул на стену из молнии. Тебя молнии не берут. Почему? Спросил противник. Он был удивлен. Карид узнал о глазах друга. Хотя чего стоит ожидать от владельца ренегана. Мужчина также знал, что тот не использует всю свою силу. Слишком много зрителей. Учхо сложил печать и улыбнулся. Огненный шар, молвил мальчик пустил огонь в сторону Кори. Вся вода испарилась, а вместе с ней издула молнию с поля боя. Много чакру забирают твои кошки? Спросил Брюнет и по стене подошел поближе к противнику. Последняя техника бы все завершила. Но Кори был все еще далеко. Что ты задумал, Саски? Спросил мужчина и отпрыгнул. Ему не хватало покажу. Веселился мальчик. Саски крикнул Наруто, намекая, чтоб тот прекратил показ своей силой. Тот вопросительно посмотрел на друга. Если б он только знал как достать этого Кори, то не пришлось бы ломать мозг. Подбежав к мечу, Саски придумал, что же он будет делать дальше. Плита скосилась, отчего мальчик едва не упал, а Кори просто удержался с помощью чакры. Вынув меч, Брюнет провел рукой по клинку. Закрыв глаза, он активировал шарингом. А Кори научил его концентрировать чакру на мече. И одной из секретных техник было использование аматеросу. Кровь полилась из правого глаза. Место где Саски касался клинка становилось черной словно уголь. Других изменений не было в мече. Теперь он мог разрезать все что угодно. Вытерев кровь, он снова снял действие шарингона. Времени мало. В таком состоянии меч пробудет недолго, дальше огонь примет свою форму. Кошка, которую Кори создал заново, снова напала на мальчика. Но учихе уже не было страшно. Он стремительно побежал на зверя и без проблем разрубал его на несколько кусков, отчего молния росилась словно туман. Открытый и удивленный противник не заметил, молнией и создал барьер из воды. Но меч все разрезал словно масло. Кори подошел ближе к концу, отчего плита снова накренилась. Мужчина едва не упал, если бы не стена. Он ухватился за нее, забрав часть молнии из укрепления и сделал временный барьер. Учиха ударил сквозь барьер противника поддых, отчего тот упал на колени. Дальше мальчик снова провел рукой по над головой Кори и медленно отводил их в сторону отчего между пальцами создались фиолетового цвета нити. Кори ударил мальчика в грудину, отчего тот едва не упал, но Учиха был проворней и ударил ногой в живот. Когда нити стали плотнее, Саски хлопнул ладошями над головой мужчины, отчего тот упал без сознания. Это была техника змейного превосходства. Она конечно не сравнится с гендюцу клана Учих, но тоже имела сильнейшее влияние. Экзаменатор спустился к побежденному. Победитель Учиха Саски кратко констатировал Ламиай. Изуми создал мост и укрепил плиту дополнительными колоннами. Медики забрали Кори, а Саски спокойно подошел к друзьям. Ничего подозрительного вроде бы не произошло. Да только он сам не понял, что контроль молнии уже считалась наиболее подозрительным, а Шаринганом хотя бы с одним то мое все еще не было. Анбу начали шептаться. Саски, ты победил, радостно молвила Сакура. Наруто же ударил друга в щеку. Пойдем, переговорим, сказал нетерпящим выражение тоном Музумаки и потянул друга, не дав Итачи первым расспросить брату об увиденном. Блондин быстро нарисовал и активировал печать комнаты боли. Ты идиот, Саски. Итачи меня скоро пытать начнет. Что мне ему говорить? Ой, твой брат починил молнию, а Шаринган ну никак. Злился Дженчирике. Безответственность друга его злила. Только-только им удалось стереть память братьям, как все возвращаются на круги свои. А ты предлагал мне умереть? Молния меня слушается и без контроля. Я ничего бы с этим не сделал. Да и не забывай, что если бы она ударила по тебе, то умер бы на месте. У меня не было выбора, оправдывался тачиха. Он и сам понимал, какую создал ситуацию. А кровь из глаза наступал изумки. А с этим проблем не должно возникнуть. И Тачи в жизни не подумает, что Мангикю подозрительно то, что мы с тобой скрылись этой техникой. Отпускай нас, я знаю, как соврать собственному брату, заверил другу Саски. Когда Дженчирике снял действие техники, то сразу уже увидели разъяренное лицо капитана. Вам придется мне все объяснить, ребятки. Пригрозил И Тачи. Теперь Саске оставалось только одно, каким-то образом победить собственного брата. Это как сделать невозможное. Что же спасет ребят от разоблачения? И Тачи, хором молвили мальчики. Капитан услышал, как объявили оппонентов и снова посмотрел на учеников. Я слушаю, грозно сказал И Тачи. Сзади к Татой зонбобнил мужчину. А что тебя смущает, И Тачи? Спросил Дракон. Учхо шарахнулся. Он не заметил присутствия Рюи. Рюйсон удивленно прошептал капитан и посмотрел в глаза бывшему командиру. Арсельник создал маленькую шаровидную молнию на указательном пальце. Саске попросил научить его чему-то полезному. У него настоящий талант к стихии молнии, хвалил своего ученика мужчина. Шаровидная молния приняла вид змея и поползла ближе к Саске, а после исчезла. Хочешь сказать, что учил его? Когда? Он же постоянно был в особняке, не верил у Чеха Старшей и активировал шарингом. Мальчики же отошли на несколько шагов назад. Прекрати, Итачи Кун. Я умею ускользать от твоего гендюцу. Ты же знаешь, на что я способен. Мог бы порадоваться за младшенького. Вместо того, чтобы скрывать от него правду и искать заданий, мог научить чему-то. Твоя жертвенность стране не принесет счастья ни семье, ни клану. Задумайся. То, что ты хочешь уберечь, может быть украдено в первую очередь. Судьба в твоих руках, спокойно прошептал дуракон, развеялся словно дымка. Слово бывшего капитана заставило его задумать о многом. Впервые он откинул личность извращенца и показал себя как мудрый вышенобе, который прожил не один век. Но все равно, для овладения хотя бы одной стихией идет много времени. Мда, скользкий он тип, Саски, не так ли? Улыбнулся Анике. Мальчик тоже улыбнулся и позволил себе обнять брата. Он радовался, что может это сделать хоть когда, в любой момент. Да, есть немного. Его тренировки жуткие, зато я же удивил тебя? Спросил Саски. Младшенький удивил не только Итачи, но и много присутствующих и в их числе весь аппарат Канохи. Да. Думаю, от тебя отстанут на некоторое время с Шарингоном. Я рад, что ты стал сильнее. Мне кажется, Рюйсон прав. Я слишком мало времени уделяю тебе. После экзамена я обещаю научить тебя многим техникам. А там дальше как карта ляжет, ответил старший брат и посмотрел на Узумуки. Блондин скукожился от пронзительного взгляда командира. Он до сих пор использовал Шарингом. Для тебя битва намного тяжелее. Хакаги даже смотреть не станет. Кажется, дальше твой черед. Сказал Итачи и погладил Дженчирики по голове, помня, ты уже лучший, раз дошел к этому этапу. Слово друга подбодривали, но в то же время и печалили. Итачи-сан, тебе незачем меня утешать. Внимание Хакаги мне не поможет выиграть. Надеюсь, Изуми не будет умолять его остаться. Я хочу, чтоб на меня смотрели, как-то на Саски. Уверенно ответил мальчик. Экзаменатор посмотрел на кристаллы и громко молвил двух противников. Узумаки Наруто, страна огня, и Кам, деревня скрытого камня. Все вокруг ваши шептались. Клан Узумаки был известным использованием Фуэндицу. Но не это было предметом разговора. Разве этот мальчишка не является младшим сыном Хакаги? Спросил Один Шиноби. К счастью, Хакаги не сидел на месте. Он бы как-то отреагировал на стечение обстоятельств. Саски, Наруто сменил фамилию. Кратко спросил Итачи. Сакура уже не имела сил удивляться и просто молчала в сторонке. Было дело. Пусть Наруто тебе сам все объяснит. Лучше смотри на него, раз родной отец встал и ушел, попросил мальчик из перса на поручи неограды. Учиха старший не понаслышке знал об отношении на Микадзе к младшему сыну. Немало раз он спасал мальчика от передряг или доставлял раненым домой. Но больше всего его удивило только то, что Минато до сих пор не изменил своей точки зрения. И это еще больше мотивировало Итачи приглядывать за братом, тренировать лично, раз Фугаку также не уделяет времени брату. А ты популярен, молвил огромный толстый Кам. Мужчина был лысый и немного жутким. Он как минимум был вдвое больше маленького Наруто. Разве это важно? Спросил Дженчирики и принял боевую стойку. Можете начинать, разрешил бой Аммиа и ушел с плиты. Изумий забрал поддерживающие колонны и мост. В это время Шиноби из камня крестил пальцы в печати после чего развел руки. Нинтшцу каменный грот громко крикнул лысый. Плита укрепилась огромным камнем, который заполнил все пространство плиты. Теперь не было опасности упасть из-за перевеса. Так ведь намного лучше, Наруто Кун? Теперь ты не упадешь из-за перевеса, молвил кам и улыбнулся. Он не был настроен враждебно. Чертов кам! Мочи его, не хрен сюсюкаться с детьми, крикнула какая-то женщина из страны камня. Она была очень рассерженной. Лысый повернулся в сторону оравший. Не сквернословь, орни. Мой бой, что хочу, то и дело, фыркнул мужчина и снова посмотрел на своего маленького противника, нападай, Наруто Кун. Можешь звать меня просто Кам, или Каами, как тебе нравится. Наруто немного перекосило. В этом измерении ему встретилось слишком много фанатиков. Вот противник точно любил детей. Не хватало ему еще к полному счастью, чтоб тот лысый сел с ним в ниндзя играться. Я хочу, чтобы ты дрался со мной в полную силу. Попросил блондин, техника теневого клонирования. Кам немного подумал и снова улыбнулся. Ладно, как хочешь. Точка спокойно ответил лысый и сложил руки в печать. Каменный град, молвил противник, из-за чего из ниоткуда начали сыпаться огромные валуны. Наруто не был готов к такой атаке. Он быстро активировал маску ярости, из-за чего тело быстро укрепилась плотная чакрой. В левом кулаке мальчик сконцентрировал чакру и, а вправо немного стихии ветра. Волуны падали и мгновенно разрезались правой рукой, а левые превращались в пыль. Ого, оточка как ты это делаешь, Наруто кон? Восхитился Кам и подошел поближе. Он точно не видел, чтоб маленький противник делал хоть какую-то печать. Да любого Наруто твое тело слишком напряжено. Потом не разогнешься Ролами в сознании. Джиуреки попытался расслабиться, но мышцы словно задубели. Когда дождь закончился, блондин принялся растирать мышцы рук. Это был один из недостатков использования маски ярости. Чакра Курама быстро бы разогрела мышцы и нагнала бы кровь. Но на этом экзамене были сенсоры. Даже сейчас Итачи смотрел на него в упор. Его руки были скрещены на груди. Я ждать не буду, громко молвил лысый и на огромной скорости ударил мальчика кулаком, покрытым камнем. Боль быстро почувствовалась всем телом. Не отвлекайся. Вспомни наши тренировки. Точка снова кричал владыка океана. Когда мужчина снова напал, мальчик разрезал правой рукой каменную броня, едва не ударив левой рукой, ветром откинул противника на несколько метров. Нет же это мягкая ладонь? Спросила Тентин. Хьюго наблюдал за боем. И это точно не была техника его клана. Узумаки даже не коснулся его. И даже не поток чакры откинул такого гиганта. Интересный бой, молвил Итачи брату. Капитану надоело удивляться и он просто наслаждался зрелищем. Как ты это и ветра? Ума заключил Иса и поднялся. Дженчирики уже не знал что делать. Противник себя вел очень странно. Кам, мы противники, напомнил тому Наруто и попытался ударить его. Кам ловко увернулся несмотря на свою комплекцию. Мне интересно посмотреть на твою фуиндицу. Ты же с известного клана Узумаки. Честно признался противник. На этот раз удар достиг живота Лысого. Каменная броня осыпалась, а под ней была из металла. Шиноби из камня даже не качнулся. Он схватился за подбородок и о чем-то задумался. В то время Узумаки решил попробовать разрушить другой слой бронячий кровень. Чего мешкаешь? Твой ветер не поцарапает мой металл, заверил мальчиком мужчина и улыбнулся. Хватит поддаваться. Ты делаешь меня еще большим ничтожеством чем я есть. попросил джинчурики и отошел. Слово маленького мальчика удивили и тронули Каама. Теперь он решил драться всерьез. Все тело покрылось металлом, а поверх черным камнем. После Лысый укусил себя за указательный палец и измазал кровью средней. Он коснулся измазанными кровью пальцами плиты и негромко крикнул каменное кладбище. Вся плита покрылась камнем, который принял странные формы. Наруто едва успел уничтожить подсобочий кровень камень, который словно губка всасывал поверхность. Мальчик решил не ждать завершения техники и медленно бил все камни, что попадались ему по пути своей левой рукой. Сзади из одного из валунов вылез кам. Странно, что камень не восстанавливается. Хм, пробормотал мужчина и попытался ударить мальчика, но тот был быстрее и остановил удар рукой, мгновенно разрушая не только броню, но и часть самой руки. Шиноби вскрикнул. Сильная боль пронзила его. Он не ожидал, что противник вообще сможет коснуться его тела без брони. Когда лысый пытался остановить сильное кровотечение, дженчурики резко наносил удар обеими руками. Тело мужчины быстро покрылось всадинами. Броня не восстанавливалась, а техника развеялась, не показав своего действия. Активируя какой-то щит, попросил Наруто. Кам побоялся Наруто. Он пытался создать огромный куб, с которым слился. Это была идеальная защита, да только не от левой разрушительной руки узумуки. Дженчурики хотел вылечить уничтоженную кисть Шиноби. Он не хотел так сильно ранить противника. Как только путь был открыт, Кам закрыл глаза, а мальчик схватил его за раненую руку и пустил правую руку немного чакры Янь. Когда рука отросла заново Наруто едва вышел из куба и упал. Он слишком много использовал белые чакры. Он проиграл. Раненый Кам подошел к Наруто. Он удивился, что тот пожертвовал победой ради спасения его. Эта победа подняла бы тебя в глазах отца. Почему ты победитель Ка не успел договорить Хаконе, как его грубо перебили. Подожди. Сначала Якуи, что хочу узнать, невежливо молвил Лысый и снова посмотрел на ребенка. Какой-то выпендрыш не стоит того, чтобы я становился убийцей. Это было мое решение. В следующий раз не недооценивая противника, как бы молодо или сторон не выглядел, поучал Наруто. С чакрой Курам он бы быстро мне. Вот значит как, ты выбрал честь вместо положения в обществе. Я ценю таких людей больше всего. Мне не нужна одаренная тобой победа. Я не какой-то там слабак, громко прокричал и посмотрел в сторону экзаменатора, победитель этот мальчишка. Я сдаюсь. Амиа посмотрел на обоих противников и вздохнул. Раз так, тогда победитель Узумаки Наруто, констатировал экзаменатор. Кам хотел было уйти, как Наруто окликнул его. Да ты меня делаешь позорищем! Прокричал блондин. Хакаги быстро явился возле экзаменатора. Профил было одно, должна быть победа. Противник не может сдаваться, презрительно молвил Минато и даже не посмотрел на сына. Он вообще пришел только под конец боя, когда как распадал Наруто. О чем ты говоришь, тяжелым и почти невредимым. Возмущался уже Шиноби из камня. Он был слишком честным, а также любил детей. Если сначала ему было жаль Наруто, из-за того, что отец козел. Так теперь он считал, что Хакаги недостойно иметь такого сына. Отдохнув немного, Наруто встал и подошел к Каму. Я проиграл. Констатировал мальчик и медленно подошел к лестнице. Он знал, что надо уметь и проигрывать. Если бы он хоть на секунду потерял самообладание, то от совершенно невинного человека ничего бы не осталось. Что ж, раз Наруто Узумаки сам признает поражение, и Хакаги говорит о столь важном правиле, тогда победитель Камы страны Камни Хакони. Наруто по пути упал. Чакры совсем не было. К нему тут же подбежал Кам, а там Макариду и Руми. Что с тобой? Молвили близнецы. Окружающие немного удивились, что в Шинобе из разных деревень заботится об слабом мальчике. Все в порядке? Мне нужно отдохнуть. Не привлекайте внимания. Слабо ответил Джинчирики. Итачи непонятно откуда появился, поднял своего ученика и отнес к Саске. Несколько из Анбу подошли к экзаменатору и Хакаги им что-то прошептал, на что тот ответил отказом. Как такой идет как-то намекаться Минато, может быть Хакаги, если не убиваешь в этом мальчике все, что может быть. Однажды он станет твоим врагом, возмущался Кам, отчего блондин повернулся к нему лицом. Не тебе говорить мне об том. Это недоразумие не будет и дальше меня позорить. Слабо мне место в этом мире, жестоко ответил Минато и сел на свое место. Лысый хотел было что-то сказать, как Арни его остановила. Узумаки было горько от слов отца. Курам обушевал, а Ами и вовсе хотел как-то вырваться из сознания мальчика. Это были несправедливые слова. Кто-то с ними соглашался, а кто-то нет. Наруто лежал на холодном полу и смотрел вверх. Его сдерживало только одно, что лучше пусть его родители живут, чем будут мертвы. Этот мир делал слишком много боли, но он мог выдержать все это если все товарищи живы. Саски в деревне, его клан живет и процветает. В сердце мальчика нет места для глупой ненависти. Твой отец настоящий отморозок, поделился мыслью Саски. Почему у тебя иссякла чакра? У тебя же больше ее чем меня? Его тоже брала злость. Даже Итачи хотел бы надрать зад Хакаги. Блондин улыбнулся. Успокойся. Все в порядке? Вспомни тот случай с Изуми. Тогда еще не восстановился, воодушевленно ответил Блондин. К нему пришло двое медиков с носилками. Вот черт, это из-за хотел было договорить Учхо, как Дженчирики его перебил. Да. Ладно, я пойду с врачами. Молвил Узумаки и на последних силах лег на носилки. Кариду и Камп последовали за Наруто. Изуми не выдержал и заплакал. Маска скрыла его слабость. Он решил ослушаться устава и пошел тоже в мед. Точка часть. Ты покидаешь пост, медведь? Строго спросил Хакаги. Анбу посмотрел номинаты и снял Маску. Не только пост, но и Анбу. Больше я не буду подчиняться тебе, отец, или точнее Хакаги, грубо ответил красноволосый и раздавил свою маску, после чего ушел. Теперь ему было все равно, что собственный отец сделает с ним. Чаша терпения была переполнена. Он заберет своего брата хоть на край света, чтоб тот не знал больше печали и тирании собственной семьи. А экзамен продолжился и дальше. Наруто лежал на кровати мед. Части и просто отдыхал. Про огрыж его совершенно не печалил. Зато поединок дал ясно понять, что огромную силу нужно обуздать, иначе появится много жертв. Да и слишком много чакры расходовалось на разделение белой и черной фракций. Рядом присели все гость Кам и Рури и Каридо. Чего печалитесь? Со мной все в порядке, заверил мальчик присутствующих. В глазах близнецов была злость и ярость. Им хотелось крушить и разрушать. Хакаги слишком жесток. Почему ты не показал свою истинную силу? Негодовался рожелто глазой. Узумаки вздохнул и рассмеялся. Парни, я проиграл. Победителей не судят. Хватит злиться на главу деревни. Когда-то ему придется признать меня, а сейчас я просто хочу отдохнуть, спокойно ответил блондин. В палатку вошел разъяренный зуми в черной хламидии без маски. Мы уходим из деревни. Сегодня же процедил сквозь зубы красноволосый и сел возле брата. Легкое касание рукой наполнили силой Джинурики. У бывшего Анбу был огромный запас чакры. Я могу предложить вам пойти со мной в страну, скрытую в камне, молвил Кам. Наруто присел и посмотрел на бывшего противника. Зачем нам вообще уходить? Отец перебесится, и все снова станет на свои места, заверял брата Изумуки. Но Изуми не хотел даже слышать этих слов. Он знал, что будет дальше. И в этом будущем нет жизни для Наруто. Я ушел из Анбу. Теперь меня ничто не держит. Уйдем из деревни, повидаем мир. Так ты сможешь стать сильнее как морально, так и физически. А там дальше как карта ляжет. Сейчас я больше не могу смотреть на то, что наш отец творит, резко сказал Намикадзе. Близнецы не знали, что и делать. Им хотелось пойти вместе. Ладно, сдался Наруто и продолжил если твое предложение Кам еще в силе, то я бы хотел посетить твою страну. Бывший Анбу улыбнулся и закинул брата на спину. Да. Пойдем. Пока все отвлеклись на экзамен, у нас есть возможность уйти незамеченными, ответил Лысый. Изуми вышел первый из палатки, а за ним последовали и остальные. Стоп, вы вообще кто такие? Вдруг спросил Красноволосый и посмотрел на Шина без облака. Это мои друзья. Не беспокойся, ответил брату мальчик и посмотрел на братьев. А вы оставайтесь здесь. Я буду писать вам письма. Мужчины не хотели оставлять Лисенка, но выбора не было. После Рури и Кариду пошли на экзамен. Изуми спокойно вывел Каама и брата из ущелья. Анбу, что охраняли тайный выход, выпустили товарища без лишних слов. Дальше что? Спросил Лысый. Намикадзе посмотрел на нового друга и остановился. Идем к границе. А там дальше к твоей деревне. Нужно сделать это быстро. Хакаги меня не отпустит так просто. Поэтому нужно воспользоваться моментом и убежать, ответил Красноволосый и продолжил бежать. Ближе к границе к Анохе несколько Анбу нагнали маленькую компанию. Стой, Изуми! Хакаги приказал вернуть тебя в деревню. Крикнул громко один из них. Намикадзе скривился от одного упоминания отца. Наруто спал на спине брата, но голос Аники разбудил его. Я не вернусь. Не пытайтесь нас остановить. Орал в ответ мужчина. Блондин слез спины и посмотрел на преследователей. Ты все обдумал? Спросил Джинчирики и вытянул свиток. Изуми посмотрел на младшенького и плотно сжал губы. Да, Наруто. С этого момента мы будем жить. Нет, ты будешь жить, а не страдать. Мы уходим, ласково ответил бывший Анбу. Раз так, прости Изуми, но мы должны тебя остановить. Это приказ твоего отца виноватому вилшин обе в маске собаки. Он создал кольцо из молнии, которое метнул в сторону бывшего товарища. Кам вытянул руки вперед и сложил в печать. Техника земли каменная стена, громко сказал лысый, отчего выросла трехметровая стена. Молния отбилась и препятствие исчезло. Вокруг беглецов создался огромный круги молнии, которая быстро создала облик птичьей клетки. Давай, цапли! Крикнул пес. Шинобик кивнул товарищу и, сложив сложную печать, прокричал стихии воды божественный водопад. Откуда ни возьми с нее бы полилось огромное количество воды на клетку из молнии. Кам и зумий, ни мешка и ни секунды, тут же применили свои техники. Такое даже они бы не пережили. Стихии земли вал земли. Прошептал красноволосый и одновременно с ним и шиноби камни. Стихии земли королевский куб. Сразу же возник огромный гладкий черный куб, который покрыли руки из земли. Вода расколола земляной вал, молния же исчезла снова. В это время Наруто нарисовал на земле огромную печать техники, которую он больше всего не хотел использовать. Кам, выпусти меня. Я хочу кое-что сделать, попросил мальчик. Мужчина даже не стал слушать ребенка. Отдыхай. Мы с твоим братом справимся сами, молвил лысый. было всегда больше, чем белый. Наруто ударил левой рукой об крепкую каменную стену. Черт побери, почему ты его выпустил, Кам. Возмутился изуми и побежал за братом. Я не отпускал. Он каким-то образом крушит мой камень как ни в чем не бывало. Поделись секретом. Злился в ответ Кам. Анбу стояли и смотрели на происходящее. Открылся, констатировал пес и появился перед блондином. Он хотел взять младшего сына в заложники, чтобы бывший товарищ сдался, но не тут то было. Стихи и молнии тюрьма громовержца, крикнула Анбу. Вокруг мальчика создался плотный шар из чакры, который искрился и светился. Узумаки создал внутри своей тюрьмы двух клонов. Мужчины вышли из Куба. Им нужно было как-то вытащить Наруто из тюрьмы. И что же нам делать? Потихом уйти уже не получится. Поинтересовался лысый. Красноволосый понятия не имел что делать. Камень отлично блокировал молнию, но сейчас нет обзора, чтобы бить бесцельно. А я откуда знаю? Я не ожидал такого хода событий. Ответил Зуми. Грохот отвлек мужчин от ссоры. Тюрьма быстро исчезла, как и часть леса в радиусе пяти метров. Анбу едва успели увернуться от столь мощной техники. Как только они приземлились, Узумаки на огромной скорости появился перед ними метнул свиток рядом. Фуинди отсут сомнений. Промолвил Дженчурики и отступил на несколько метров. Печать активировалась, и на ее месте выросли огромные жуткие врата. Наруто знал какое действие техники, и выжидал нужного момента, чтоб ее дезактивировать. Ты его этому научил? Восхищенно спросил Кам. Холодок по коже прошелся у обоих мужчин. Изуми вообще отнял удар речи. Страх заполонил его тело. Он был удивлен и не понимал, откуда его младший брат узнал о такой технике. Нет. Я вообще впервые вижу нечто подобное, тихо ответил на Микадзе. Анбу упали на колени. Ничтожество. Мол вел голос из врат. Да, полное ничтожество, хитами, орая. Войдите, станьте сильнее. Подержал другой голос. Шиноби не понимали, что творится. Негатив и сожаление заполнили сердце мужчин. В голове вспыхнули все моменты жизни, в которых они сожалеют, горят или страдают. Это было мощнейшее гендюцу. Как только Анбу подошли к вратам, голос снова продолжил говорить. Да, верно. Смерть. Ничтожество положено умереть. Слабым незачем существовать. Эти слова дали сигнал мальчику, что пора прекращать действие техники. Пес и цапли вытянули куна и медленно протянули горло. Наруто быстро подбежал к мужчинам, стер печать, отчего врата исчезли, и кулаками ударил шиноби в щеки. Мальчик снял мазку и увидел заплаканных Ханбу. Он поставил обе руки на лбы и влил немного чакры Курамы. Что с ними? Спросил удивленный красноволосый. Как только Узумаки закончил, то надел на побежденных их маски и вернулся к брату. Неважно. Они без сознания. Нам необходимо уходить, кратко ответил Джин Чирики. Кам же радовался, что не познал подобной техники в поединке. Даже ему стало страшно. Трое беглецов и дальше продолжили путь. Тем временем в Канухе последний бой заинтересовал Минато. Шиноби из тумана использовал весьма интересную технику. Позади главы государства появилось двое Анбу. Хакагисама, собаки и цапли не удалось задержать ваших сыновей, отчитался Чайка. Намикадзе повернул голову в сторону говорящего, что вы не смогли задержать одного из Анбу и какого-то слабого сопляка. Удивленно прошипел блондин. Мамичи из тумана победил Конкура. Цапли и собака после встреч с ними напуганы до сих пор ничего не могут рассказать. Ваш младший сын применил какую-то печать клану Зумуки. Медики пытаются вернуть пострадавших в норму, ответил спокойно Анбу. Хакаги злился. Он ничего не может сделать Наруто. Сменив фамилию он причислил себя к клану жены. Канаха не имеет право нападать на союзный клан. А что изуми? Преодолев ярость просила желтая молния. Анбу в маске лягушки наклонился ближе к Минато. Эта техника мгновенно обезвредила наших товарищей. Беглецы уже за границами Канухи. Нам не удалось узнать, куда они держат путь нам стоит допросить Итачи. Поинтересовался лягушка. Намикадз махнул рукой в знак согласия, отчего Анбу исчезли. Саски заметил, что Хакаги задумчив. Итачи же улыбался. Что происходит, Итачи? Спросил мальчик. Возле Аники появились Тианбу, что раньше разговаривали с Хакаги. Итачи, нам нужно с тобой поговорить. Давай уйдем кайкуда, попросил Чайка. Учиха погладил по голове младшенького. Я скоро вернусь, Саски. Молвил Брюнет и ушел вместе с Шиноби. Мальчику было интересно, что же хочет от него Мината. Он боялся худшего восстания клана. Саски вышел за поворот и превратившись в Шису, активировал Мангекё Шарингом. Найти брата не составило труда. Цапля создал водную тюрьму, чтобы никто не прослушивал. Вот черт, выругался про себя мальчик и вышел из Схова. Его быстро заметили. Шису, что ты здесь делаешь? Спросил лягушка. Учхо улыбнулся и вытянул руки вверх. Мне интересно, зачем же вам Итачи? Он же больше не имеет отношения к аппарату власти. Простодушно ответил мальчик в стиле Шису. Лягушка вышел из тюрьмы. Извини, Шису, сначала я должен проверить тебя, молвил Анбу и подошел поближе. Вокруг мальчика создался странный круг с многочисленными печатями. Ты из клана Узумаки? Только спросил Саски. Круг втянул немного чакры и сменил цвет с небесного голубого на черный. Что это значит? Крикнул цапля. Лягушка смотрела сам не имел понятия. Печати говорили, что присутствующая из клана Учих, но такой цвет печати он не видел еще никогда. В книгах писало только одно, что чем темнее круг тем сильнее тот, кто стоит в нем. Все в порядке? Это действительно Шисуй. Ответил Анбу, не ожидал, что у вас Шисуисон, такая сила. Вот что значит гордость клана. Саски отлегло от сердца. Так что вам нужно Итачи. Снова просил Саски. Прежде чем вернуться в водную тюрьму, лягушка ответил. Извините, Шисуисон, мы не действовал ваш клан. Внутри цапли создал себе из вода кресло. Ответит Ачей, куда направился Изуми Наруто? Спросил Анбу. Учхо и сам не знал, что же затеял его друг. Я знаю только то, что он сначала при всех отказался быть Анбу, а потом пошел в лазарет к брату. Мы с ним за это время не перекинулись словом. Честно ответил мужчина. Лягушка посмотрел в глаза бывшему товарищу. Он не врет. Отпускай, молвил другую Анбу. Как только исчезли водные тюрьмы и исчезли сами Анбу. И что же ты здесь делаешь, шисуя? Разве не говорил тебе больше не покидать стены клана? Заботливо спросил Итачи и наклонился в сторону друга. Саски скрестил руки на груди. Ты же знаешь, что я буду делать все, что ответил мальчик. Теперь оставалось как-то убежать и снова стать самим собой. Теперь Саски вспомнил, о чем волновался Итачи. Глаза шисуя. Много кто за ними охотится. Он быстро убежал месту, где происходили бои и последовал за Шиноби, которых направляли к выходу. Итачи бежал следом. Как только они выбрались, мальчик быстро побежал в сторону клану. К счастью там ничего не происходило, разве что несколько анбоша остали по улицам. Одно мехом вспомнилось в голове Дэнза. Дом друга брата был в порядке. Саски быстро проникнул в комнату и снял действия техники преображения. Итачи же смотрел на открытое окно. С тобой все в порядке, шисуя? Спросил Саски. Мужчина лежал в легком одеянии в кровати и читал что-то. Он повернул голову в сторону улицы. Все в порядке, Саски. Как поединок? Смаруи все в порядке? Ласково спросил мужчина. Итачи появился в комнате. Ты был здесь, Саски? Только спросил Аннеки и посмотрел на переодетого друга. Да. Я хотел встретиться с шисуя, соврал мальчик и посмотрел на брата. Саски думал только об одном раз здесь Анбу, значит что-то произойдет. Зачем? Ему нужно отдыхать, спросил Аннеки. Мальчик превратился в кота и лег возле друга. Поведение младшенького рассмешило обоих мужчин. Прекрати капризничать. Нас дома ждут, попросил Итачи. Саски лежал. Он решил защищать шисуя. Ему и так нечем заняться. Успокойся, Итачи. Скоро ему наскучит так лежать и он идёт, спокойно ответил мужчина и погладил кота. Ладно. Береги себя, кратко ответил Итачи. Мальчик превратился в себя и создал клона, после чего снова принял облик кота. Будет лучше, если я всё же пойду с тобой, хотя бы в качестве клона, молвил Саски и пошёл вместе с братом. Шису же в это время продолжил читать. За несколько часов к нему зашёл Маруя. Как ты, Аники? Заботливо спросил младшенький и принёс поднос с едой. Мужчина улыбнулся. Спасибо, всё в порядке. Как экзамен? Спросил в ответ Шису Мальчик ел маленький пирожок. Я проиграл. Извини, брат. Вот Саски молодец. Это был действительно красивый бой. Вот бы Фугакус он увидел, ответил Маруя и улыбнулся. Аники взял маленькое блюдце с подчайником и отсыпал половины порции риса. А что там с Саски? Он активировал Шаринган. Полюбопытствовал мужчина. Саски принялся есть рис. Всё-таки он был голоден. О, у тебя появился кот. Восхитился младшенький неа, Шаринган он ещё не активировал, зато овладел стихией молнии. А какой у него необычайный стиль бой мечем. Зря ты не пошёл смотреть. Шису посмотрел на Саски с любопытством. Вот как? Ты же знаешь, что на экзамен меня всё равно бы не пустили. Я ведь не Анбу и тем более не участник. Не грусти, Маруя, проиграл в этот раз, победишь в следующий, подбодрил брата мужчина. После Маруя вышел из комнаты, оставляя Аники наедине с котом. Саски, ты решил меня в могилу свести. Посмотрел на котом мужчина. Доев свою порцию риса, мальчик сел напротив друга. Молнии меня слушаются и без контроля. Да и Рюйсон всё объяснил Итачи. Не волнуйся. Лучше поёшь и расскажи, что происходит сейчас в клане, попросил Саски. Шису принялся медленно ужинать. Его заинтересовал то, что Саски решил непонятно почему быть с ним, да ещё и в качестве кота. Я то отвечу, но и ты мне потом скажи, к чему весь этот маскарад, ответил мужчина. Как только Учиха доел, он отнёс под нос, после чего вернулся в комнату. Как кот в это же время проверил, нет ли прослушки. В клане всё вроде бы как обычно. Все ожидают от тебя, как сына Фугаку пробуждения Шарингана. Хотя в последнее время Анбу ходит возле моего дома. Наверное всё благодаря Итачи, «И что ты хочешь узнать?» Поинтересовался мальчик и любезно лёг на приготовленное ему место. Итачи появился подоконника. Он держал в руке огромную коробку. «Так не пойдёт вы что-то от меня скрываете? Саски ты как-то причастен к состоянию Шисуи?» Спросил Анники и схватил кота за шкурку. Мальчик быстро попал под действие гендюцу. «Прекрати Итачи!» кричал Шисуи появился той же иллюзии что и Саски. Дроты больно сжимали тело мальчика но он не издал ни звука только сцепил зубы. «Я хочу знать! Мой лучший друг и младший брат скрывают что-то от меня. У меня такое чувство что я забыл что-то важное. А ты Шисуи воспользовался котом отцуками. Нетрудно догадаться что ты заставил меня это забыть не так ли? поделился доводами Итачи и также сдавил тело друга дротами. Саски стоял так словно не о нем говорят. Он пытался двинуть руками но сильная боль тут же заставила его прекратить двигаться. Ты думаешь что какой-то маленький мальчик будет мной манипулировать? Ответил Шисуи и спокойно освободился после подошел к мальчику и тоже разрушил дроты. Прекрати мы же с тобой друзья. Почему ты не хочешь сказать мне правду? Это как-то связано со способностями Саски. Нервничал Итачи. Саски не выдержал и ударил в лицо Аники. Это ты прекрати Итачи. Тебя волнует только мой Шаринг если у меня его нет то я тебе больше не брат. Злился мальчик. Пощечина заставила Аники осознать сказанное. Мужчина сильно обнял младшенького. Прости Саски ты убежал к Шису из-за меня? Виноват и спросил Итачи и рассеял Гиндюцу. Такой ход событий вполне удовлетворял как Шису так Саски. Мальчик обнял брата и вытянув маленькую бумажку написал несколько слов. У тебя нет времени на меня. Оправдывался Саски и незаметно вручил записку Шису. Думаю теперь у меня полно времени. Я больше не твой командир, так как изумись Наруто куда-то убежали, а Изанбу меня уволили еще раньше, ласково ответил Аники и улыбнулся. После братья ушли из комнаты общего друга. Шису еще раз прочитал записку, в которой было написано Данзо хочет тебя убить. Иди ко мне я защищу. После мужчина превратился в черного кота и последовал за другом, оставляя в комнате только свой клон. Он решил довериться словам опытного В резиденции Хакаги призвал трой Ханбу. Говорите, что вместе с моими сыновьями был и кам из камня. По любопытству вулмината. Анбу в маске зайца передал огромный темный синерей свиток. Намикадзе открыл, его и пальцем водил по строчкам. Найдя нужную, а именно бурый медведь, блондин укусил себя за большой палец и кровью зачеркнул позывное, активируя призыв. Возле свитка появился удивленный и разъяренный изуми. Отец только молвил красноволосый, как двое Анбу скрутили его. Анбу с маской волка встал в стойку и ударил по танкетцу рук и ног. Вступив в ряды Анбу, ты полностью подчиняешься Хакаге. И покидать Канаху без моего разрешения тебе запрещено, так как ты знаешь государственные тайны. Так что отныне ты под домашним арестом. Если и дальше продолжишь, что мне не останется выбора, как посадить тебя в тюрьму как предателя страны, жестко ответил мужчина и погладил любимого сына. Изуми как назло ни одна мысль не шла в голову. Он не переживал о Наруто и Каами. Они для Хакаги не представляют никакого интереса. Больше всего его интересовало, как Минато призвал его. Как ты это сделал, отец? Только спросил Изуми. Намикадзе старший улыбнулся. Извини, сынок, я не могу тебе этого сказать. «Это тайна», ласково ответил мужчина и обратился к подчиненным. «Отведите его к Фугаку». Тем временем в поместье Учих Итачи игрался со своим младшим братом. Саски никак не мог ударить собственного брата, так как тот отлично уклонялся, даже без Шарингана. «Ты хорошо подготовлен, но тебе все еще не хватает ловкости и четкости. Тогда тебе повезло достать Кори, несмотря на то, что ты разрезал его кошку», поучал Ники. В это время Шисой лениво наблюдал за родственниками. Ему очень хотелось поговорить с Саски, спросить зачем же он понадобился Данзо. Мальчик согласился с братом. Для того, чтобы использовать змеиную обманку, ему пришлось очень хорошенько попотеть. Саски в очередной раз упал на пол. «Давай передохнем», предложил Итачи. На ступеньке стоял поднос с зеленым чаем Анигири. «И почему ты, Шисой, превратился в кота? Ты играешься с Саски?» Полюбопытствовал Итачи и засмеялся. Он не был против того, что его близкий друг рядом. Он ослаблен и поэтому найдутся те, кто захочет убить сильнейшего в клане. «Я проиграл твоему брату. Так что довольствуйся моей компанией. Да и ты не будешь придумывать что-то нереальное о нас, Саски», ответил мужчина и превратился в человека. Итачи подал другу чашку чая. Как учихи перекусили, Шисой снова превратился в кота, а остальные продолжили тренировки. Однако через несколько минут их прервал Фугаку. Он был задумчив и позвал Итачи, оставляя Саски наедине. «Раз мы одни, скажи, Саски, что значит твоя записка?» Спросил Шису и подошел ближе к мальчику. Сам же Саски положил кота себе на колени. «Ты сильнейший в клане, признай это. И Данза захочет овладеть твоей силой, а именно глазами. Так что сделай то, что я тебе сейчас скажу». Объяснил мальчик и прошептал инструкции другу на ухо. Итачи долго не было, поэтому взяв Шису на руки мальчик пошел в гостиную. Там же стояли Анбу, а в центре комнаты на коленях стоял Изуми, а рядом сидели Хакаги и Фугаку, распевая вместе с Аки. Итачи же смотрел в глаза другу. Чаклана быстро заметил младшего сына. «Иди в комнату, Саски», приказал отец. В комнате Саски ожидал ястреб. Мальчик забрал записку, что была привязана к ноге птицы. Шису было интересно, от кого послание и что там пишет. Но все что он увидел это странный шифр. Саски же без проблем прочитал записку, которая была от Наруто. Что с Изуми? Кто его призвал? Мы скоро будем на границе страны камня. Пусть брат говорит все, что знает. Мы поменяли маршрут. Лис, прочитав послание, Брюнет сжег его в руке. Что там, Саски? Это от Наруто? Поинтересовался кот. Мальчик же думал, как передать послание Изуми. Сейчас его охраняет слишком много сенсоров, да и Итачи с Хакаги тоже рядом. Вот что же мне делать, Шисуи? Мне надо передать одно послание. Поделился переживаниями мальчик. Кот ударил ребенка по ноге. Передай мне то, что ты должен был сыну Хакаги. Я все расскажу Итачи, а он через гендюцу Изуми, спокойно молвил Шисуи. Саски быстро рассказал смысл записки. Как только кот ушел, мальчик взял чистый лист и принялся писать ответ. Его охраняют Анбу. Он у меня дома. Не волнуйся. Продолжай путь. Как только послание было прикреплено к ноге ястреба, птица улетела. В это время под контролем нескольких учах, Итачи пытал собственного друга. Ему искренне не хотелось этого делать. Коколь на Микадзе медленно горел. Он побледнел, глаза покраснели. Сильная боль едва не отключила сознание Красноволосого. Шису запрыгнул на плечо друга и лапой коснулся виска. Что это за кот? Спросил Минато. На огромной скорости блондин поймал за шкурку животное и двумя пальцами коснулся его головы. Развейся, тихо шепнул Хакаги. На месте стоял бледный Шису. Он был одет в свободную темнобордовую рубашку и за ужинами выши щеколоток штанов. Мое почтение, Хакаги Сама, вежливо молвил мужчина и поклонился. Минато улыбнулся. Что ты здесь делаешь, Шису и Кон? Спросил Намикадзе и отпустил очиху. Я дружен с Итачи. И сейчас гощу у него. Мне было интересно почему моего друга так долго нет. Простите, Хакаги Сама, если я помешал заданию, ответил Шису Намикадзе указал жестом сесть новому гостю. Наоборот. Ты очень нам поможешь, Шису Я слышал твои навыки гендюцу выдающиеся. Поэтому я поручаю тебе сменить Итачи самому разузнать где Наруто и куда мои сыновья направлялись. Добродушно молвил Хакаги. Итачи незаметно передал смысл записки зуми и после прекратил действие гендюцу. Хакаги Сама вы уверены что хотите чтобы это сделал я? Поинтересовался Шису и сел напротив бледного изможденного изуми ваш сын не выдержит. Итачи сильно его пытал. Если это сделаю я он некоторое время не придет в сознание. Намикадзе старший стал рядом. Это приказ точка кратко ответил блондин. Учхо положил ладоши на виски ослабленного изуми и активировал шарингом. Даже Минато почувствовал силу глаз садящего возле него мужчины. Мучения стали еще хуже. В голове изуми появились страшные картинки смерти Наруто. Он участвовал в этой реальности. Скажи изуми куда и зачем вы направлялись? Появился среди видения Шису и с глаз у Чихи текли кровавые слезы. Он все еще не пришел в себя. Его жутко болела голова. Прекрати дался красноволосый как увидел что Наруто режут уже на части. Хакаги Сума отмените свой приказ. Шису и ваш сын не выдержат. На моего друга было покушение и его ментальное и физическое здоровье все еще не восстановлено просил Итачи. Но Минато был непоколебим. Когда Шису забрал руки то упал вместе с изуми на пол. Учиха схватился за голову. Итачи только прошептал мужчина. Он ослеп. Нужны медики. Пусть осмотрят и Шису и вашего сына приказал Итачи. Несколько Анбу вышли вперед. Шиноби в маске орла взял ладонями за голову Шису и выпустил зеленую целебную чакру. Кровь из глаз не прекращала течь. Стоны Шису было слышно на весь дом. Саски быстро спустился. Он увидел то, что происходит с Учихами из-за постоянного пользования шариганом. Изуми же валялся с пустым взглядом на полу. Двой Анбу пытались привести его в чувство, но мужчина не реагировал. Хакаги Сама изуми не реагирует на наше лечение. У него сильный ментальный блок, только мол велодин Анбу. В это же время орел тоже отчитался. Хакаги Сама Шису и Сан ослеп и больше не может использовать свои глаза. Это был сильный удар по Хакаге. Фугаку встал и сильно ударил об стол. Минато, что же ты наделал только сказал глава клана. Саски не на шутку разозлился. Он не потерпит, чтобы кто-то использовал лучих как ему захочется. Этот поступок может стать причиной переворота. Саски растерянно молвил Итачи. Мальчик подошел к Хакаге. Вы только что убили гордость нашего клана, а также вашего сына. Ради того, чтобы узнать куда поехал Наруто. Со всей злости прошипел Саски. Минато повалил ребенка на пол и сел на него. Не желаю ничего слушать от ребенка. Цунади быстро приведет их в порядок, кратко ответил блондин и исчез. Анбо забрали Изуми и Шисуи в госпиталь. Итачи сел и закрыл руками глаза. Он винил себя в том, что его лучшие друзья так сильно пострадали. Успокойся, Итачи. Зрение можно вернуть. А Изуми излечит Цунади, уверенно молвил мальчик. Да только легче от этого не стало. Иди в комнату Саски, обреченно молвил Аники и заплакал. Это были первые слезы, которые Саски увидела в своего брата. Если тебе пересадят глаза Шисуи, его тебе, то он сможет видеть, и ты никогда не ослепнешь. Разве ты не помнишь, что было с Мадарой? Напомнил мальчик и посмотрел в упор. В душе была только злость и ярость, но идея младшенького очень понравилась мужчине. Хочешь сказать, если Цунади это сделает, то в Шисуи все будет в порядке? Хм. Сиди здесь. Я поговорю с ней, воодушевленно молвил Итачи исчез. Цунади в это время осматривала мужчин. Их состояние очень насторожило ее. Первая попытка взломать ментальный блок потерпела неудачу. Анбу как обычно стояли по периметру комнаты, с Шисуи дела были еще хуже. Здравствуй, Итачи, вежливо поздоровалась Цунади. Женщина вышла за пределы палаты, а очаха последовал за ней. Цунади сан. Что с Шисуи? Кратко спросил мужчина. Блондинка посмотрела на него и отвернула взгляд. Я не могу ему помочь. Он слишком сильно полагался на силу своих глаз. Да и вы двое довели изуми до такого. Печально ответила женщина. Итачи задержался Анина. Я знаю, как помочь им обоим. Но вы должны меня выслушать, попросил Лучха. Операция была запланирована поздно ночью. Саски стоял за стеной. Он боялся, что сегодня идеальный шанс для Данзо. Шесть часов тяжкого труда дали свои плоды. Как только больных перевели в палату, Цунади довольна вышла, оставляя пациентов на охрану Анбу. Саски проник через окно и сел возле брата. Странный звук из двери заставил мальчика спрятаться под кровать. Данзо сама, они одни, отчитался один голос. Дверь неприятно скрипнула. Звук ножа, которого вытянули из ножен встревожил Саски. Он вылез из своего укрытия. Уберите ребенка, приказал Данзо. Шису проснулся. Кто здесь? Поинтересовался слабым голосом мужчина. От голоса друга проснулся Итачи. Анбу попытался схватить Саски, но тот немежко активировал мангикю шаринган и пронзил сердце врага молнией. Как назло мальчик забыл катану. Ты! Громко крикнул Данзо. Учиха снова атаковал, заставляя противника выпрыгнуть в окно. Брюнет рукой нарисовал силуэт зверя из молнии. Не двигайтесь. Я сам с ним разберусь, крикнул младшенький брату. Итачи хотел посмотреть, кто на него и друга напал. А тем более защитить брата от врага. Успокойся, Итачи. Он сильнее, чем ты думаешь. Да и в нашем то состоянии, мы будем только обузой. Нежно молвил Шису и поставил руку на плечо друга. Саски же решил времени терять. Несколько анбу окружили его. Стихи огня огненный шар, молвил мальчик и направил огонь по покругу. Шины беловка увернулись. Он использует огонь и молнию, будьте осторожны, молвил один из анбу и использовал какую-то технику. Ноги мальчика погрязли в грязи. Донзо же хотел вернуться в палату. Укусив себя за палец, Саски провел кровью по печати, что была на левой руке и активировал призыв. Змеи схватили старика и больно укусили в нескольких местах. Враг не ожидал такой атаки. Несколько анбу подхватили донзо на руки. Один из них вывел яд. Решив больше не тратить время, Учиха посмотрел на группу Шиноби, в числе которых был и донзо и активировал мангикю шарингом. А матерсу кратко крикнул мальчик, отчего вокруг анбу начали гореть. Один из них откинул донзо. Крик заполнил улицы. Множество Шиноби сбежались на место. Их числе был и фугаку. Саски едва успел дезактивировать мангикю шарингом. Донзо появился сзади и хотел было ударить мальчика, как его удар остановил Хакаги. Саски едва успел заметить появление Мината. Он и черный огонь не было видно. Ты оказывается был прав, Мината, молвил фугаку. Мальчик ничего не понимал. Я же говорил, что не собираюсь препятствовать процветанию твоего клана, фугаку. Донзо хотел подставить меня. Довольно ответил на Микадзо и отдал старика в руки подчиненных главы клана. Хакаги действительно напугал своими поступками. Но в клане далее процветал мир и благополучие. А большего Саски не надо. Твой сын молодец. Защищал брата и друга ценой своей жизни. Похвалил мальчика Мината и взял на руки ребенка. Подчиненные корни были арестованы Анбухакаги. Блондин отнес Саски в палату и положил возле Итачи. Каждый получил, что хотел. Наруто и Акам добрались до города Фунаэши. Узумаки было тревожно за брата. Но изуми приказал двигаться дальше. Город был маленьким, но славился тем, что рядом находился один из самых больших монастырей в стране и огромными шахтами, где добывали гранит. Наруто, у меня здесь родственники. Переночуем несколько дней и двинем дальше, молвил Лысый. Людей почти не было, что было удивительным среди белого дня. А это нормально, что здесь почти нет людей. Поинтересовался мальчик. Левую руку пронзила сильная боль. Печать призыва буквально горела. Вроде бы нет. Хотя может что изменилось, беззаботно ответил мужчина и посмотрел на руку друга. Тревога заполнила мозг дженчурики. С изуми что-то произошло. Кам, мне необходимо возвращаться. Что-то произошло с братом. Взволнованно молвил блондин и присел. Ястреб сел ему на руку. В записке все было позитивно его охраняют Анбу. Он у меня дома. Не волнуйся. Продолжай путь. Но плохое предчувствие не отпускало. Тебе нельзя возвращаться. Ты попал в немилость Хакаги. Изуми сам разберется. А вот здесь я чувствую опасность, ответил Шиноби камни и посмотрел вокруг. Не было слышно ни грохота взрывов, которые были всегда в шахтах, ни любого другого голоса. Здесь что-то происходило. Ладно. Может ты и прав. Давай где-нибудь поедим, сказал Нарута и зашел в первую попавшуюся забегаловку. Посетителей не было. Здесь есть кто? Спросил камни и постучал об столешницу. Оттуда послышался пугливый писк. Узумики склонился и увидел напуганного пожилого человека. Что случилось, Асан? Спросил мальчик и помог встать повару. Узнав лысого, ты здесь кам, радостно молвил старик. Гости присели за стол. Что здесь произошло, Амарисон? Вежливо спросил кам. Повар едва сдерживал слезы. Ему тяжело было говорить. Сюда пришли странные шиноби. У одного из них были красные глаза с запятыми вокруг зрачка. И каждый, кто смотрел ему в глаза, умирал в муках. Они убили почти каждого монаха, а там и простых прохожих, кто пытался их спасти или просто проходил мимо, слабо ответил Амари и зарыдал. Столько смертей старику еще не приходилось видеть. Он был шахтером. Тяжелый труд как ничто другое сближал. И видеть, как умирают друзья, дети, да и просто невиновные люди невыносимо. Молодые еще не прожили свою жизнь, а пожилые недостойны участи умирать такой смертью. Наруто Но в голове мальчика не укладывалось только одно, чтобы достать такие глаза, надо быть либо учхой, либо убитка готов к лане. А что же эти незнакомцы искали? Зачем им монахи? Поинтересовался джинчурики. Лысый посмотрел на друга, а потом на своего знакомого. Я точно не знаю, но здешний монастырь хранил какой-то свиток. Но особой ценности он вроде бы не имел, ответил мужчина. Свитки собирал только один безумец тот, который напал Наруто встал и вышел на улицу. Ему нужно было увидеться хоть с одним выжившим монахом. Да и увидеть преступников. В это время медики осматривали раненых анбукорни. Какой-то огонь едва не убил вас. Спросил лягушка. Ожоги были огромными и ужасными. Из-за некоторых были видны даже кости. Цапля сидел рядом на пальцах натягивал нити. Я не знаю. Этот мальчишка использовал что-то другое. Мы не могли его погасить, жаловался Дюншиноби. Боль была слишком сильной, чтобы терпеть ее. Медики помалу обрабатывали раны, пытались заживить их целебной чакрой, но процесс был длинным выматывающим. А может, вы мальчишку недооценили? Он, конечно, еще не пользуется шаринганом, но вполне преуспел в ниндюцу. Беззаботно спросил цапля и запутал нить. Сей процесс начал его нервировать. Пальцы никак не выпутывались, и лягушка назло товарищу перерезал нить кунаем. Эй ты, жаба недоделанная, какого хрена тронул мою нить? Пожаловался цапля и стал очень близко к напарнику. Мужчине стало неловко, и он, положив ладонь на маску товарища, сильно толкнул того. Не подходи ко мне так близко, по слогам произнес лягушка. Конечно, жамбу не поверили словам пострадавших. Они и еще несколько товарищей схватили противников после использования техники огня огромный огненный шар. Когда лягушка раздумывал над показаниями пострадавших, цапля незаметно обнял напарника, зная, как его бесит близость других. Но за этот поступок он хорошенько поплатился ударом локтя в живот, который прошел сквозь. Думаю, это должно было быть больно, интимно прошептал цапля. Лягушка покраснел от злости. Выйдя на улицу, он решил хорошенько надрать задницу напарнику. Тот никак не хотел отцепиться. «Черт бы тебя побрал, Ури», злобно прошепел Ши. Цапля дунул в шею другу и содрал маску. Так и знал, ты покраснел. Радовался, словно ребенок, Анбу. Ши был коротко стриженным. Его светло-фиолетовые волосы привлекали, как и фиолковые глаза. «А все, что необычно, не всегда предмет восхищения. Отдай маску, пока я не переломал твой хребет в десяти местах», жестко сказал Ши. Его взгляд был убийственным. «Говоришь, что без ума от меня?» «Я знал, Ши, что взгляд полон любви не просто так», веселился Ури и вертел на пальце маску. Этот взгляд был точно не любовным, а напоминал скорее смертельный или дьявольский. Чакра вокруг лягушки вмиг стала темно-фиолетовый. Медленно она обрела форму двенадцати рук. Мужчина попытался схватить напарника, но тот снова рассеялся как туман. «Не поймал», весело ответил Цапли и появился за спиной. И как бы ни пытался шипай матюри, все попытки были тщетными. Разозлившись, фиолетовый волосый решил больше не вестись на глупую игру товарища и просто ушел. «Ты обиделся?» Любопытно спросил Цапли и появился рядом. Лягушка явно не был в настроении. «Пошел нахрен», злобно ответил тот. Уридал в руки мазку и сел на какую-то ветку. «Вот всегда ты так. Поиграл бы со мной хоть раз. Иди давай, мне не стоит жить», печально молвил Цапли и вытянул Куная, приставив горло. Лягушка развернулся и подошел к другу. Крайности невероятной его бесили. Но в то же время он был лучшим другом, с которым было комфортно и не страшно быть самим собой. «Да успокойся ты, ори!» «Я слегка погорячился. Ни хрен тут суицидом кончать, точнее незачем так обрывать свою драгоценную жизнь», поучительно сказал мужчина и снял маску с товарища. На него смотрел сероглазый юноша со светлорусыми волосами. «Это все ты начал. Ты обрезал мою нить», жаловался юноша. Шев вздохнул и улыбнулся. «Звиняй! Куплю тебе новую, только не ломай комедию», предложил мужчина. Ури улыбнулся и натянул маску. «С тебя еще ужин как компенсация за моральный ущерб», весело молвил юноша и побежал дальше. Посчитав зея против ше просто вздохнул и, надев маску, побежал следом. В палате было тихо. И Тачи и Шису спали. Саски это было перенесено по просьбе Фугаку. Он был рад, что его сын стал сильнее. Никто больше не смел говорить о слабом звене клана. И это радовало главу клана, ведь никто из других кланов не мог похвастаться тем, что их сыновья или родственники сильны без родовой силы. Поэтому он хотел как награду позволить Саске быть рядом с братом, который его вдохновлял и тренировал. Цунадь зашла в палату. «Подъем!» Громко крикнула женщина. Итачи принял сидячее положение, а Шису просто повернулся на бок. «Пусть поспит!» «Начните с меня!» вежливо попросил лучха и погладил младшенького, который давно не спал. Блондинка согласилась. Она медленно сняла повязку. Глаза были в полном порядке. «Как видишь? Чувствуешь какую-то боль или дискомфорт?» спросила Санин. «Четко чакру, чувствовал, как сила концентрируется в одной точке. Нающая боль в глазах, а так все хорошо. Зрение даже лучше чем до операции», честно ответил Итачи. Цунаде удовлетворил ответ. «Раз поврежденные глаза хорошо прижились в Итачи, то и вполне здоровые должны в Шисуе». «Ну что ж, боль вполне должна быть. Все же вчера ночью только была проведена операция. Неделю должен отлежаться с повязкой и пройти несколько процедур, после можешь пользоваться шаринганом сколько хочешь. Хотя в основном спросишь врачей клана», сказала женщина, чекрой принялась снимать боль и залечивать место операции, после наложила снова повязку на глаза. Как только дело было закончено, врач легко толкнула Шисуе в бок. «Здравствуйте, Цунаде само», вежливо поздоровался мужчина и принял сидячее положение. Сняв повязку, женщина не увидела ничего подозрительного. Проверив чей крой предположительные осложнения, она начала опрос. «Что-то болит?» «Как зрение?» спросила Цунаде. Шисуе обрадовался. Он все видел. Зрение снова вернулось. «А все благодаря Итачи». «Все в порядке?» «Ничего не болит, вижу отлично», быстро ответил Учхо. Как пройдет неделя, он решил хорошенько отблагодарить друга. «Неделю не пользоваться Шаринганом. Отдыхайте. Это вам же лучше. Думаю дальше я вам не нужна», сказала блондинка и ушла. Саски закрыл глаза и уснул. Он сильно устал. В теплых объятиях брата было так спокойно. Аники нежно гладил по голове. В такой момент мальчик чувствовал себя наиболее счастливым. Он готов бороться и защищать свое счастье Шисуи встал с кровати и на ощупь добрался к двери. По соседству была комната изуми. Голос Цунади был неутешительным. «Мината, я сделала все, что могла». Яманако сломал его барьер, но он сам не хочет прийти в себя. Видимо, Шисуи и Лиитачи затронули самое уязвимое место. «Хочешь его спасти, узнай, что же самое дорогое они уничтожили в его сознании», жестко ответила женщина. Спустя некоторое время Хакаги ответил «Наверное, это связано с Наруто», тихо молвил блондин. Услышав подобное, женщина больно ударила на Микадзе. «Ты идиот, Мината. Зная, как сильно любит изуми своего брата, ты заставил пойти их так далеко. Чем ты думал? Да и как ты мог поступить так со своими сыновьями?» Кушина знает. Возмущалась Санин. «Нет, не законохи», уверенно ответил мужчина. Этот ответ еще больше разозлил врача. «Наруто твой сын. Как ты можешь подобное говорить? Как мальчик может быть угрозой? Он едва не погиб месяц или два назад. Если он слаб, то быть отцом и помоги ему стать сильнее. Ты же Хакаги. Как ты можешь любить деревню, защищать ее, если едва ли не убил сына? Чем же Изуми заслужил подобное? Не унималась блондинка. Ее крик было слышно на всю больницу. Если он слаб, то становится отличной приманкой для других государств. А это значит, что похитители захотят что-то важное в обмен. Как можно из курицы сделать лисицу? Ты говоришь невозможное. Мне жаль, что с Изуми случилось подобное. Ему не стоило убегать, оправдывался на Микадзе. Если бы ты признал Наруто и вел себя как отец, то никому не пришлось бы убегать. Это твоя вина, если Изуми никогда не придет в себя. И хочешь ты этого или нет, твой младший сын станет лекарством от болезни старшего. Хочешь, проси на коленях прощения, а хочешь слушай гордость. Выбирать тебе либо признаешь Наруто и вернешь Изуми, либо потеряешь семью, довольно молвила Цунади и вышла из палаты. Она заметила Шисуэ, но ничего не сказал. Учхо вошел в палату. Хакагисама, вы просили узнать, куда направлялись ваши сыновья, начал мужчина. Блондин, подумав, немного посмотрел на Шисуэ. Цунади была права. Это его вина. И только ему нужно решить проблему, созданную из-за глупых предрассудков. И куда? Поинтересовался Минато. Учхо, нащупав кресло, присел. Страна скрытая в камне Фука. Это все, что знал Изуми. Они хотели поселиться там на время, чтобы скрыться от вас, ответил Брюнет. Только немые слезы выражали чувство отца Ани Хакаги. Он должен все исправить, пока не поздно. Холодная рука Изуми делала еще больней. Кноруйто сил медитировать. Если это действительно приспешники России, то нужно выложиться на полную. Сила запомнила тело мальчика. Он чувствовал чакру каждого, кто находился в городе. Но в Востоке было только две резко негативные чакры. Именно в этой стороне находился монастырь. Что с тобой? Поинтересовался Кам. Внешний облик друга его насторожил. Все в порядке, так я смогу найти врагов, ответил джинчирики. Узумаки удивило то, что один из врагов имел похожую чакру с учхами, но в то же время совершенно другую. У другого присутствующего чакра была едва уловима. Были несколько шиноби, чья чакра медленно угасала. Нам стоит поторопиться. Те монахи, что остались в живых, скоро умрут, констатировал Бландин и побежал в одном направлении. А именно попытаться принять народ таким, каким он есть, и привести в чувство изуми. Дракон, отправляясь защищать изуми, приказал отшельнику Бландин, отчего тот тут же исчез, а вы возьмете саски и пойдете в страну скрытой в камне. Миссия Рангээс. Поэтому ни камень, ни и Тачишиши суй не должны узнать об этом. Цапля дразнил лягушку незаметно. Зачем нам брать с собой мальчишку, Хакаги Сама поинтересовался Ши и ударил по руке друга. Моральная компенсация влетела в копеечку фиолетового Саму. Зато Ури был счастлив как никогда раньше. И хотя бы день не доставал глупыми выходками. Как бы Ши не хотел избавиться от цапли, он не мог этого сделать. Ведь он его первый и единственный друг, пусть и со странностями. Я думаю, что Нарут общается с Саски. Так что вам предстоит еще и узнать, куда действительно направился мой сын «Приступайте к миссии сейчас же», приказал Минато. Анбу быстро исчезли, оставляя их командира наедине с самим собой. Саски же общался с братом и другом. «Как же ты уделал Донза?» Интересовался Итачи. Все вокруг говорили о героическом поступке мальчика. Что там ни говорили, я всего лишь немного подпалил их хлам и до огнем. Всю работу сделали Анбу Хакаги, спокойно ответил Саски. Шису и все время хотел снять повязку, но младший брат Итачи безжалостно бил по рукам мужчину. «Саски-кон, ты так жесток, весело пропел Шису и подул на нающие от боли руки». Итачи искренне засмеялся. «Просто не трогай повязку, и мой маленький цербер прекратит тебя избивать», беззаботно сказал Брюнет и снова погладил брата. В палату вошли Жиурии. «Привет, Итачи-кон, Шису и сына и Саски-кон, как здоровье». Поздоровался цапли. Он положил корзину с фруктами на стол. «А вы какими судьбами?» «Допрашивать Саски». Поинтересовался Итачи. «Неа. Мимо. Мы пришли провидать вас. Допросы не наш конек, правда, лягушка». Ответил Лурия больно ударил товарища в бок. Шибыл зол и поймал локоть товарища. «Переломай в пяти местах, если они еще раз так сделаешь», пригрозил мужчина «Да, мы пришли просто проведать. Я не пытаю детей». Саски был уверен, что пришли все-таки к нему. «Рисон возле Изуми?» поинтересовался Итачи. Цапли вручил мальчику записку и сел на кровать бывшего товарища. «Да». Хакаги приказал его охранять. «Хотя этот скользкий змей, наверняка, имеет огромные планы на Изуми». «Он был отличным товарищем», ответил Лури. В записке было написано «Мы отправляемся за Наруто». Итачи и Шису не должны знать об этом. Это приказ Хакаги. «Ладно нам пора», кратко произнесший потянул за руку товарища. Саски тоже вышел и пошел к дракону, который руками держал руку Изуми. «Рисон, мне нужна ваша помощь», вымолвил Саски. «Как же мы доберемся до Наруто? Мы только неделю будем идти до границы камня. Он успеет переоделись в гражданскую одежду. Ну, в этом ты должен нам помочь. Мы оформим печать призыва на настройах, Наруто нужно всего лишь активировать его. А тебе отослать эту печать вместе с письмом. Вы же общаетесь, спокойно ответил Ша. Сначала лягушка нарисовал на руках товарища маленькие печати, а после на маленьком клочке бумаги. Наруто и Кам приблизились к монастырю, который был наполовину разрушен. Тела убитых валялись по дороге. У некоторых раны были очень глубокими и выглядели ужасно. По лицам умерших было видно, что их всех пытали. Пройдя огромную залу, компания увидела, как двое мужчин пытались разбить какой-то огромный черный камень. Черт бы его побрал. Бесился серый волосый. Он повернулся в сторону Наруто. Его глаза были действительно алыми, как и говорил старик. Это был самый настоящий шарингом. «Эй, Крам, у нас посетители!» крикнул мужчина и бросил камень. Он медленно подошел к незнакомцам. «Займись ими, а я попробую разбить этот валун», ответил Крам и собрав чакру в руке, попытался ударить по камню. Черная бандана скрывала едва заметные красные волосы мужчины. Он был почти обнаженный, только длинные черные штаны с высокой талией были единственным атрибутом его одежды. Узумаки вышел из своего укрытия. «Откуда у тебя эти глаза? Ты не из кланочих», полюбопытствовал блондин. Умэ создала барьер, чтобы противник не смог использовать гендюцу на мальчике. «Ребенок протянул враг и закинул голову в бок, чтобы увидеть другого пришедшего». «Я спросил же», бросил разъярен Наруто, быстро появляясь перед серволосым, но ударить его не получилось, так как мужчина ловко увернулся. «И какой-то лысый хрен». «Хм, вы пришли нас остановить, убить или помочь?» быстро спросил носитель Шарингана. Кам коснулся руками пола и что-то прошептал. Вокруг противников создались огромные плиты. Хлопнув руками, камни столкнулись вместе. Но атака не подействовала. Плиты были разрушены, как ни в чем не бывало, ясно, значит убить», весело Наруто снова хотел ударить противника, но тот считал все его движения. Кам в это время заточил крома в куб, сделанный из подобного камня, что и валун. И подойдя ближе, поставил печать. Он должен сдержать противника. Теперь ему хотелось узнать, зачем же незнакомцам понадобился свиток. «Я допрошу этого, Наруто, а ты попытайся разобраться со своим противником», объяснил лысый и вошел в куб. Но одна мысль очень воодушевила. Вытянув дымовую шашку, Джин Чирики кинул ее в сторону сероволосовая, как только дым заполнил помещение, незаметно подбежал к противнику и нанес несколько сильных ударов. Гаденыш! Выругался мужчина и выбежал с дымовой завесой. Узум и Кипаджи дал врага, увидев его, снова попытался ударить. Но удар блокировали. «Не недооценивай меня, мелкий! Эти глаза и моя сила делают меня непобедимым», гордо произнес носитель шаринг и сжал кулак Наруто. Хруст костей издался на все помещение. Чакра рассеялась в воздухе. Блондин чувствовал, как силы покидают его. Вокруг создались разноцветные капли голубого, зеленого и даже частично красного цвета. «Странно же у тебя чакра, малыш», восхитился мужчина. Джин Чирики не мог освободиться. Левой рукой он попытался ударить чакру инь, но странные зависшие капли чакры словно сетка блокировала удар, а энергия рассеялась. «Впервые такое вижу». «Черная чакра», удивленно прошептал враг. «Прежде, чем я убью тебя, скажи, откуда у тебя такая чакра?» спросил мужчина. Он не мог попасть в сознание ребенка. Что-то блокировало его. Упав на колени, Наруто часто задышал. Ответь сначала на мой вопрос, слабо потребовал джинчирики. В такой позе Узумаки легко начал накапливать синь чакру, но она все время превращалась в капли. Противник использовал идеальную технику. Чем больше пытаешься освободить чакры, тем больше он ее вытягивает. Ладно. И так помрешь. Убил одного мальчишку из клана Учих, кажется, Саски его звали. Вырезал глаза, пересадил в себя его, а у меня силы одного из сильнейших кланов. Спасибо, а расисан, я смог стать сильным. Блондин вспомнил, как Саски рассказывал о похищении. Ему срочно нужно было как-то сказать другу о подобном. Так что проигрывать здесь просто не вариант. Ну, я тебя слушаю, вежливо продолжил мужчина и больно стиснул кулак с переломанными костями Наруто. Я обманул тебя. При смешении красная и синяя чакра выходит черная, соврал мальчик. Сер волос и разозлился. Собрав все капли в едино фиолетового цвета, противник сконцентрировал его в руке и со всей силы сунул его в живот ребенка. Наруто казалось, что внутри него врываются едва ли не все. Кровь текла из рта словно ручей. Кром, я закончил, радостно молвил враг, оставляя мертвого ребенка. В кубе было подозрительно тихо. А носитель Шарингана не мог не войти, не увидеть ничего. Что же будет с Наруто? Неужели это его конец? Чакра Курама сдерживала разрушение, а он не поглощать дал несколько минут, чтобы белая чакра Янь начала восстанавливать повреждения. Это был очень болезненный процесс. Враг был занят черным кубом. Возле Наруто сел ястреб. Это точно было от Саски. Мальчик не хотел смотреть на записку, ведь любое движение сказывалось не только сильнейшей болью, но и потерей крови. Серый волосый заметил птицу и метнул в нее куны. Ястреб упал рядом с Узумуки. Как только носитель Шарингана скрылся за черным камнем, Наруто вытянул записку. Там была печать и одно единственное слово призови. Помощь Саске очень нужна была Дженчурики. Он ничего не сможет сделать в таком состоянии. Да и камни сможет драться сразу с двумя сильными противниками. Мазнув пальцем о луже крови, блондин перечеркнул печать и вложил остатки в свободное от лечения чакры. На месте появилось трое. Они стояли прямо на луже крови Наруто. А где мы вообще? Поинтересовался цапля. Стоило ему повернуться назад, как увиденное вмиг выбило веселье у мужчины. Чего притих, придурок? Злобно выразился лягушка. Ури перевернул мальчика на спину. Рана была ужасной, но каким-то образом создавались новые ткани, а за ними органы. Не подходите близко к нему, едва слышно прошептал джинчирики и выплюнул кровь. Твою мать! Посмотри, что с ним! Хакаги нам голову оторвет, нервничал сероглазый. Ши толкнул Саски в сторону Наруто. Пригляди за своим другом, а я разберусь с этим, скомандовал лягушка. Цапля пытался прижать рану своей жилеткой, но кровь хлынула новым ручьем. Что же делать, нервничал Ури. Не такой картин он ожидал увидеть. Сначала ему в голову пришла мысль, что все это из-за слабости мальчика. Но с другой стороны это была непростая атака. Как ты так попал? Прошептал Лучха. Когда большая часть повреждений была восстановлена, Узумаки смог Блиеме не говорить. Хотя сильное кровотечение было проблемой. Этот сер волосый тебя убил и вырезал глаза. Кхаха. Он может вытягивать чакру в воздух. Губами прошептал блондин и отключился. В сознании мальчика Ума сидела возле лежащего полупрозрачного Наруто. Курам делал странные манипуляции. Что же нам делать? спрашивала вслух женщина. Она не хотела терять столь хорошего господина. Ами положил руку на лоб дженчурики. У него мало чакры. Нам нужно призвать чревоугодие. Он усилит чакру. Только так и спасем мальчика. Его эта белая чакра скоро иссякнет, поделился мудрым решением владыка океана. Курама сложил лапы и активировал печать семи грехов. Он мог это сделать, так как связан с Наруто непростыми связями. Раз так, тогда я заставлю его помочь нам, грозно произнес Кьюби. Маска была на удивление оформлена просто черные линии подчеркивали глаза, спирали символизировали огромные щеки, а губы были окрашены в зеленый цвет. Лис снял печать маски. Из нее появился высокий мужчина в черном хаком и темно-зеленом Харри. На голове была такого же цвета, что и Харри, Панама. Какого черта? Поинтересовался абсолютно пьяный чревоугодие. Он не планировал встречаться с Кьюби, да и вообще покидать свой покой. Мне нужна твоя сила, лаконично ответил Лис. С каждой минутой сдерживать состояние народа становилось сложнее. Пошел к черту. Хм. Где-то там валяется мой ослабленный господин? Беззаботно поинтересовался мужчина. Его волосы были цветы соломы, а глаза красными. Он побежал в сторону Узумаки, но Ами и Умэ едва схватили его за руки. Успокойся, Каэди, наш господин 14-летний мальчик. И сейчас он умирает, взволнован намолвила женщина и сильно обняла чревоугодие. Сердце мужчины начало биться быстрее, а в голове мелькнули несколько воспоминаний. Что ты сказал Каэди и посмотрел на Умэ. Да, так же, как и твой сын, он умирает ведь некому помочь. Его раны очень серьезные. Только ты можешь его спасти, спокойно высказала Ами. Мальчик был едва прозрачным. Сейчас вопрос шел не на минуты, а на секунды. Его сыну было приблизительно столько же, как один пьяница зарезал маленького мальчика, не оставляя живого места. Ничего не могло помочь ребенку выжить. Слишком сильное ранение. Каэди оставалась слышать только тихое папа, помоги. Мне больно. Из живота выпирали порезанные кишки. Он обнимал умирающее дитя и не мог ничем помочь. Даже продав душу дьяволу, итог оказался тем же. Только мужчину навек запечатали, не дав даже похоронить единственного ребенка. А сейчас история повторяется. Живот был точно так же вспород. Органы медленно восстанавливались. Чариво Гудея взял за руку Наруто искренне пожелал, чтоб хотя бы этот ребенок выжил. Я делаю это только сейчас, если он помрет, мне будет все равно, слабо сказал мужчина. Чакра действительно усилилась, а рана затягивалась во много раз быстрее, пока на месте не образовался огромный шрам. Узумаки снова его сын бы жил, вырослел и когда-нибудь женился. Даже если он не знает, кто же его господин, он не позволит ему умереть и увидеть все то, чего так давно хотел. Я не буду захватывать тело этого малыша только в этот раз. Но в следующий раз я буду беспощадным, гордо молвил Каэдди вытер незаметные слезы, после чего исчез. Думаю, он проникся наруто, радостно пролепетала похоть. Цапль едва не рыдал. Мальчик чуть не умер в какой-то момент, его рана затянулась едва ли на глазах, оставляя огромный шрам. Что происходит, Саски? Поинтересовался Анбу у мальчика. Учхо и сам не знал. Это была не сила Курамы. Да и вообще все мысли были только о последних словах друга. Враг сквернил его тело. Я не знаю. Раз с ним все в порядке, то нужно разобраться с тем врагом. Наруто говорил, что он может вытягивать чакру и что-то делать там с воздухом. Поделился информацией Саски. Ши отступил. Его атаки отлично предугадывались врагом. Да и часть чакры он все же успел забрать. Он учхо громко крикнул рягушкой и оказался рядом с кубом. Мальчик встал возле фиолетового волосого. Один вид Шарингона унисоклановца его бесил. Он не учхо, а украл глаза у когото из учих. Нам нужно его убить. Эти глаза принадлежат моему клану, жестко отрезал Саски. Нападать он не пишил. Фиолетовые капли возле руки врага его настораживали. Все же Наруто был не идиотом, чтобы вот так просто Шарингон. Положив руку на глаза, учхо активировал сразу же Мангикю Шарингон, создавая вокруг иллюзии обычных глаз. Да Ваури! Нам нужно объединиться! Этот гад забирает чакру, крикнувши. Цаплина удивление не обмолвилась ни одним словом. Раненый ребенок его выбил из колеи, и теперь ему хотелось только одно покончить с мерзавцем, который еще и посмел убить потянул за руку Саски. Он не видел ничего подозрительного. Кислотный туман, прошептал Ури. Его тело быстро превратилось в насыщенный туман. Эта техника была использована без каких-либо печатей, поэтому Шарингон не смог уловить ее или предугадать. Враг подумал, что это аналог дымовой шашки, но сильно ошибся, недооценив противника. Одно касание тумана прожигало едва ли не до костей. Цапли частично материализовался, сделав захват сероволосого, чтобы тот не убежал. Это была мучительная смерть. Ши закрыл уши глаза мальчику. Такое смотреть взрослому трудно. Как только дело было закончено, юноша снова обрел физическую форму и, подбежав к товарищу, сильно обнял его. «Мне страшно, Ши», взволнованно произнес цапли. Как бы ни было прискорбно, Ури боялся собственных возможностей. Улучшенный геном не всегда приносит счастье. «Успокойся, Ури. Ты поступил правильно. Это враг. Помнишь, что он сделал с Наруто? А глаза он вырезал явно не по обоюдному согласию. Ты убил того, кто принес много зла, ласково успокаивал друга лягушкой и гладил по волосам. Ему почти никогда не приходилось вмешиваться, ведь сапля убивал быстро и действенно. Поэтому в основном задании выполнял Ши. Саски снова подбежал к Наруто. Его пульс был немного ослабленным. Вдруг куб развеялся. Из него появился усталый Кам. В центре же стоял неизвестный, чье тело было пронизано огромным количеством черных прутьев. Что с Наруто? Поинтересовался лысый. Саски посмотрел на нового товарища Узумуки. Он без сознания. Что ты сделал со врагом? Поинтересовался Учха. Шиноби из камня присел на пол. Это особый черный гранит. Его добывают здесь. Я же могу его создавать сам. Он втягивает чакру и за счет этого крепнет. Потому разрушить его невозможно, хотя Наруто как-то это удалось, ответил мужчина и, посмотрев на блондина, снова задал молча подошел к едва живому противнику. Он все еще имел активированный шарингом. Поставив руку на голову раненому, Учха даже без особых пыток смог узнать немного о цели нападавших и таинственном о России. Монахи охраняли секрет замедления старения. Ведь там указывались особые техники, которые даровали не только крепкое тело, но и относительно длинную жизнь. Сегодня в полночь эти двое должны были отчитаться об исходе миссии. Если бы противник не умер, возможно, Саски бы и узнал, где скрывается эта преступная организация. Известно только то, что Россия собирает свитки по всему миру, чтобы получить власть. Поскольку все в Канохе забыли о нападении на экзамене, действовать нужно так, чтобы информация каким-то образом попала к Хакаге. Сейчас важно было только вылечить изуми. Ши подошел к Саске. Он умер, констатировал мальчик и вернулся к другу. Ури пытался хоть как-то привести в сознание Наруто, но ничего не получалось. Блондину нужен был отдых и лечение. Не волнуйтесь, с Наруто все будет в порядке. Думаю, нам стоит вернуться в Каноху, предложил Чихо. Но все же до отбытия Брюнет решил встретиться с Россией и отдать фальшивку. Свиток Канохи противник не заполучил, значит когда-нибудь нападение повторится. Ты пойдешь с нами, Кам? Спросил лягушка. Лысый посмотрел на Наруто и тяжело вздохнул. Нет. Я останусь здесь, помогу восстановить храм, отметил мужчина и взял огромный валун. Здесь действительно было много работы. Я прогуляюсь немного, сказал Саски, не спеша вышел из храма. Цапля догнал мальчика. Мы сейчас будем возвращаться. Не уходи никуда, попросил юноша. Саски нужно было как-то улизнуть. Он подошел к Наруто, который, видимо, очнулся, и прошептал базовую информацию. Сегодня должна произойти встреча между врагами и России. Отвлек Анбу, прошептал Брюнет и отошел немного от джинчирики. Просить Наруто дважды не надо. Он со всех сил завопил и корчился от боли. Лягушка и цапля прибежали к мальчику, пытаясь узнать, что произошло. За это время Саски создал клонов и послал в условленное место. Черт, что же делать-то? Вроде бы ничего не видно. Волновался Ури и трогал живот джинчирики. Когда Саски кивнул, намекая, что все готово, Узумаки прекратил играть в смертельно раненого. А мне откуда знать? Подожди, я призыву Ари, а он передаст Хакаге, чтоб тот призвал нас, а там уже решим, ответил лягушка и оформил призыв. На месте появился огромный барсук. Ши просто попросил передать Мината, чтобы тот призвал их обратно. Когда стоны прекратились, мужчины вздохнули от облегчения. Я в порядке. Что Сазуми? Слабо спросил блондин. Цапли нарисовал чернилами печать, которая была у остальных. Когда прибудем, тогда и узнаешь Нарутакун, ответил Ури. Лягушка притянул тело врага и тоже нанес печать. За несколько минут компанию из четырех с трупом призвали. В это время клоны Саски превратились в бывших противников. Встреча должна была произойти в горах. На пне сидел старик и кого-то ждал. Слышь, старик, кого ждешь? Поинтересовался сероволосый. Незнакомец снял огромную шляпу и посмотрел в упор. Саши принес свиток. А Россия человек и протянул руку. Саски достал подельный свиток и вручил его новому знакомому. В руках старика он воспламенился. Это подделка! Крикнул мужчина. Он хотел было уйти, но мальчик попытался повалить незнакомца. Тот ловко увернулся и стукнул по голове палкой. Превращение развеялось. Клон едва остался. Самозванец! Снова крикнул пожилой мужчина и убежал. матеросу. Огонь начал сжигать левую голень. Виск старика был громким. Сейчас ты мне все расскажешь или я сожгу тебя заживо, пригрозил Брюнет. Я всего лишь связанной. Я ничего не знаю, паниковал старик. Как только мальчик коснулся рукой незнакомца, чтобы выведать информацию, появилась странная печать на шее, отчего связанный взорвался вместе с клонами. Прибывшие появились в резиденции Хакаги. Минато укоризненно посмотрел на своих подчиненных. Теперь и второй сын прибыл едва живой, а рядом вообще лежал чей-то труп. Вам стоит мне все объяснить, грозно сказал Минато а подошел к Наруто. Шрам на животе говорил о том, что это было жуткое ранение. Намикадзе щелкнул пальцами появился Анбу в маске Орла. Отнеси моего сына в больницу. Пусть его разместят рядом с Изуми и начинают лечение, приказал Хакаги. Орел аккуратно взял на руки мальчика и медленно вышел из помещения. Как только мы пришли, ваш сын лежал весь в крови. Одного врага мы убили, а второго, чье тело еще осталось, принесли сюда для того, чтобы узнать информацию, ответил лягушка. Минато немного подумал, все же он не хотел иметь никаких дел с камнем. Доставьте его им Монаке. Пусть узнает все, что получится. Возможно, нам пригодится эта информация, приказал блондин. Сейчас ему не до этого было. Он хотел извиниться перед сыновьями. Увидеть радостного Изуми. Наруто смотрели, немного подлечили. Мальчик видел, что Изуми лежит и совсем не двигается. Что с ним? Спросил Изума и сжал ладонь брата. В палату вошла Цунади. Это действие гендюцу. Итачи и Шису пришлось его пытать. Так что твое присутствие поможет ему вылечиться, ответила Цунади и поставила ладонь на лоб красноволосого. У тебя будет несколько минут, а иначе он и дальше будет в таком состоянии. Изуми умышленно не хочет просыпаться. Через полминуты Аники заморгал и открыл глаза. Наруто обнял лежащего братом. Если бы не обещание Пейну, может быть он бы стал ненавидеть Минато. Наруто это правда ты? Хрипло спросил мужчина и не сильно приобнял младшенького. Дженчирики расцепил объятия и посмотрел в глаза Изуми. Наруто не хотел даже представлять, что же пришлось пережить его старшему брату. Больно ущипнув себя, мальчик заменил ярость на боль. Так легче. Всю жизнь он Да, я вернулся к тебе. Давай пойдем домой, а по дороге вычереку поедим рамен. Ты же обещал меня тренировать, забыл, что ли? Водушевленно говорил Изумуки. Красноволосый улыбнулся. Большего ему и не надо. Не успел мужчина встать с кровати, как сзади его кто-то крепко обнял. Проснулся, наконец-то. У меня на тебя такие планы, интимно прошептал Рюй. От голоса дракона на Микадзе пошел холодок по коже. Собрав все силы, он больно ударил локтем бывшего командира. Рюйсен, вы чего здесь делаете? Удивленно спросил Красноволосый и посмотрел в глаза отшельнику. Цунадзе вышла, улыбаясь. Жизнь постепенно налаживалась. Минато за дверью слушал смех и злость сыновей. Он не хотел входить, чтобы не испортить момент. Больше всего мужчина хотел вернуть своих детей, извиниться и обнять Изуми и Наруто. В ногах правда нет, философствовала Санин. Хакаги посмотрел на женщину и горько улыбнулся. Мне нет прощения. Пусть немного поговорят. Я подожду и войду немного позже. Я виноват перед ними обоими. Хуже отца, чем я, наверное, и не существует. Как жаль, что я понял это слишком поздно, раскаивался на Микадзе. Цунади посмотрела на Хакаги и поставила руку на плечо. Еще ничего не поздно. Просто вместо того, чтобы избегать проблему, стоит ее решать. Твой слабый сын может оказаться сильнейшим, если найдешь его сильные стороны, а не только слабные. Ты хотел избавиться от позора, но потерял и гордость. Изуми любит своего брата, и, как ты понял, он его слабость и счастье. Так что подумай над этим, посоветовала врача и ушла. В палате царил хаос. Изумикун, позволь же, наконец, совратить твое невинное сердечко, не стесняясь, молвил дракон. Красноволосый откровенно избивал отшельника, смущаясь при этом. Не этого человека он хотел видеть вторым после пробуждения. Вы полный извращенец. А как же обещание о том, что, если вы будете ко мне клеиться, мы больше не будем видеться? Громко крикнул мужчину и спрятался за Наруто. Мальчик откровенно смеялся. Его брат снова был прежним. Ну, тут так случилось, что сама судьба меня привела к тебе. Сладко пропел Рюя, гордо подойдя к Узумаке, попытался поцеловать его в лоб. Изуми быстро поставил ладонь, отчего было жестоко обману. Дракон этого и добивался. Не знаю, что за судьба, но это настоящее проклятие. Вы нарушили наш договор, так что проваливайте, немного жестко ответил Изуми и попытался забрать руку. Отцельник засмеялся и расцеловывал бледную руку на Микадзе. Мне Хакаги приказал тебя охранять, так что я ничего не нарушил. Не быть так жесток ко мне, самоуверенно произнес дракон. Сгорем пополам красноволосому удалось забрать руку. Он нарочно вытер перед глазами бывшего командира руку о пижаму. Видимо, отец не знает, какой вы извращенец, с наигранной грустью ответил на Микадзе. Мужчина сильно обнял младшенького, радуясь, что весь кошмар, который он видел, всего лишь иллюзии. В палату вошел Минато, и, увидев, как Изуми крепко обнимает Наруто, сердце отца сжалось от чувства вины. Рю, оставь нас наедине, попросил Хакаги. Красноволосый даже не посмотрел в сторону отца. Он не мог его простить. Его переполняла злость и ненависть. Хакаги встал на колени. Простите меня, сыновья. Я был жесток к вам обоим, особенно к тебе, Наруто. Я плохой отец, и мои поступки ничто не может оправдать. Титул ослепил меня. Я забыл о главном семье, отчаянно проговорил Минато. Изуми этого было мало. Детство Наруто было кошмарным. Все вокруг смотрели на него, как на отброса. Хакаги само, мы не вправе на вас обижаться. Мы простим вас, если вы создадите хорошее детство для Наруто, вернете хорошие моменты в жизни. Ах точно, это же невозможно. Не вы ли забрали все это? Жестоко отчеканил старший сын и посмотрел на шею младшенького. Наруто понимал злость брата, но что-то внутри тоже негодовало из-за поступков отца. Я не смогу вернуть потерянное детство. Я попытаюсь стать отцом для вас, а не Хакаги, не выделяя никого. Наруто вправе меня ненавидеть, и я выдержу это, как и выдерживал он мою несправедливость, уверенно сказал блондин. Узумаки большего и не надо. Его предшественник простил отца и даже увидел его любовь. А ему сердиться не начато. Отпускать ненависть нужно уметь и пресекать. Я думаю, жизнь можно начать с нового листа. Я не излюсь, изумей, ласково сказал мальчик и закинул голову, чтобы посмотреть в глаза брату. Ради брата он постарается забыть всю ту боль, которую принес Хакаги младшенькому и ему. Минато встал и обнял своих сыновей. Молчание было целебным. Наруто обнял своего отца, вспоминая, каким же добрым и понимающим он был в его настоящей жизни. Прижав младшенького, красноволосый тоже обнял нами Каде старшего. Мальчик понимал, что осознать свои ошибки помогла болезнь Изуми, но ему все равно, пока все живут и радуются жизни. Как же был прав Джира и счастье нужно хватать и не отпускать. Хоть Изуми все еще злился, но в то же время был рад видеть счастливого Наруто. Сейчас я должен уйти. Я навещу вас позже, воодушевленно молвил Минато и исчез. Узуми вернулся в кровать. Лечение Чикро и Янь было действенным, но это не означало, что вся боль так быстро пройдет. Сломанная кисть днила, а живот вообще жег. Это была цена поражения и невнимательности. Наруто, ты действительно не держишь зла на отца после всего того, что он сделал? Искренне спросил Изуми. Он чувствовал себя устало, но оставаться в больнице тоже не хотелось. С одной стороны брат уже будет в безопасности, Хакаги сменил гнев на милость, но с другой стороны осталась неприятная послевкусие. Мужчина не мог поверить в то, что ребенок так просто прощает многолетнюю обиду. Знаешь, Изуми, моя ситуация сложная. Когда-то меня переполняла ярость и обида я постоянно задавался вопросами почему же он ненавидит? Почему же не признает? Я мечтал стать лучшим отцу на зло. Но кое-что заставило меня отпустить обиду и забыть о ненависти. Один человек мне сказал, что если не прервать круг ненависти, то каждый человек в этом мире будет это продолжать, пока не умрет. Я просто хочу жить счастливо. В моем сердце нет места для чего-то негативного, признался блондин. Отчасти мальчик рассказал историю своей настоящей жизни. Быть джинчурики намного хуже, чем слабым сыном Хакаги. Страх и презрение намного сильнее насмешек и жестокого обращения живого отца. Тот, кто тебе это сказал, видимо, никогда не чувствовал подобной боли и несправедливости. Ты слишком маленький, чтоб такое понимать, хотя может потому ты так просто простил отца, ответил красноволосый и улыбнулся. Хотел бы Наруто рассказать историю о Нагато, о самопожертвовании и тачи в его измерении, да и вообще правду. Мальчика жизнь многому научила, особенно тому, что от ненависти нужно пытаться избавляться, как бы трудно это ни было. Ведь она принесет только боли и разочарование. Изуми, прекрати злиться на отца. Раз я не держу зла, то и ты тем более не держи. Вот как выпишемся, пойдем есть рамен, сказал джинчурики и перевернулся на бок. В дверь вежливо постучали. На пороге стоял Саски, который держал за руки Итачи и Шисуи. Что это с вами? Удивился Изуми. Наруто тоже был в шоке. Он начал думать о худшем. Он уже повстречал приспешников России. Запретные свитки способны сделать любого сильнее, даже Хакаги. Ничего серьезного, Изуми-кун. Ответил Итачи. Брюнет посадил родственников на кровать Изуми. Повязки делали очень беззащитными. Саски нравилось чувствовать власть в такой ситуации. Что с вашими глазами? Снова спросил Намикадзе. Все действительно в порядке, Изуми-кун. Нам нужно несколько дней здесь лечиться, а дальше с нас снимут эти повязки, ответил Шисуи и спросил в ответ. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Мы с Итачи немало промыли тебе мозги. Изуми совсем не злился на друзей. Они не могли ослушаться приказа Хакаги. Прости нас, друг. Нам стоило придумать выход из этой ситуации, сказал Итачи, не дав сказать красноволосому ни слова. Все в порядке. Я не злюсь на вас. Зато, кажется, я понял, почему вас боятся, молвил Намикадзе и засмеялся. Саски сел рядом с другом. Он был удивлен, что Наруто выжил после такого ранения. И как ты все объяснишь Анбу? Прошептала Чхо. Джин Чирике близко не подумал, что столкнется с такой ситуацией. Его видели едва живым, с ранением, который даже Цунади не в силах исцелить. Если бы Наруто был Джин Чирике официально, то не было бы лишних вопросов, а теперь необходимо придумать правдоподобную ложь. К счастью, хоть сероволосый враг и был уничтожен, из его тела не вытянут ненужную информацию. Как много они видели? Нервно спросил блондин. Все, вплоть до остатков твоих кишок и сильной агонии. Как ты, герой четвертой войны Шиноби, мог попасть в такую ловушку? Злился Саски. Им никак не получается шифроваться. Это измерение слишком опасное. О чем шепчетесь? Спросил незаметно изуми. Саски невозмутимо посмотрел на Наруто, намекая, чтоб тот сам что-то придумал. Да так, говорим о втором этапе экзамена. Саски ведь там участвуют, соврал джинчирики и посмотрел невинно в глаза брату. О, как я мог забыть. Где Кам? Что с ним произошло? Поинтересовался красноволосый. Кам тоже должен был участвовать во втором этапе. Он решил остаться, кратко ответил изумуки. Лягушка и цапля стояли перед Хакаги. Им нужно было отчитаться перед главнокомандующим. Скоро должны быть результаты вскрытия. Оба Шинабиумум понимали, что многое не сходится, особенно чудесное исцеление почти мертвого Наруто. Аури из-за того, что дал волю чувствам, убил важного врага. В последнее время происходит много странностей. Доложите о том, что произошло в стране Камня, приказал Минато и отложил бумаги. Шев вышел немного вперед. Враги охотились за свитком монастыря Фука, но, благодаря защите, он до сих пор в безопасности. Город наполовину пуст, есть множество жертв как монахов, так и гражданских. Ваш сын и Кам пытались им противостоять, впоследствии чего он и получил серьезные ранения. Мы не знаем, как ему удалось выжить. Кам сам разобрался с врагом, которого сейчас вскрывают, а цапли, использовав технику кислотного тумана, другого противника, отчитался лягушка. Намикадзе заинтересовал доклад, ведь если раньше его сын не способен был использовать чакру, то сейчас божественное исцеление, которое описал подчиненный, не вписывалось ни в какие рамки. Логика напрочь отсутствовала. Наруто стал сильнее, и даже в том поединке на экзамене было много странностей. Хакаги не хотел замечать именно любопытно разузнать, как же слабейший мальчик стал таким способным. С одной стороны изумимок помочь, но чем? Чакра либо есть, либо ее нет. Росту чакры медитации не поможет. Минато боялся худшего использования запретных техник, которые требуют жизненную энергию в обмен на силу. Ему нужно разобраться в этом. Как Наруто какое получил ранение? Как он себя излечил? Полюбопытствовал блондин. Цаплей снял маску. Ему трудно было забыть увиденное. Когда мы пришли, то он уже был раненым. Но, судя по увиденному, враг вытянул всю чакру из мальчика через руку, предварительно сломав кисть в дребезге. Использовав какую-то технику, он нанес ранение. Нам неизвестно, как он это сделал. Наруто говорил, что он может концентрировать чакру в воздухе. было серьезно и органы были измельчены, кроме этого еще было сильное кровотечение. Хуже то, что капли чакры продолжали разрушение. Но потом все внезапно остановилось, и вместо черной чакры появилась едва видимая прозрачная, которая, соответственно, и начала исцеления, объяснил Ури. Именно после такой картины мужчина ни капли не сожалел о том, что убил жестоко врага. Волк волчья смерть. Махнув рукой, Хакаги молча приказал Анбу идти. Мужчине хотелось о многом подумать. Доклад сильно впечатлил его. Ему не хотелось представлять, какую боль перенес 14-летний ребенок, его младший сын. Сердце сжалось из-за нахлынувшего чувства вины. Сегодня необходимо прийти в больницу, чтобы сдать еще порцию крови для сына. Хотя нужно ждать около месяца для следующего сеанса, но для сына ему ничего не жаль. Это меньшее, что он сможет сделать. А когда мальчик выздоровеет, Мината спросит обо всем. Врач зашел вместе со стойкой и двумя пакетами крови. Изуми округлил глаза от удивления, Саски же не знал, куда смотреть, и решил отвезти родственников от греха подальше. Попрошу посторонних уйти из палаты четко молвил врач. Мальчик вывел Итачи и Шису, оставляя братьев на Микадзе наедине. Что происходит? Зачем Нарута кровь? Взволнованно спросил красноволосый и сел рядом с младшеньким. Медработник вздохнул. Ему просто хотелось поскорее выполнить работу. Изуми сан, у Нарута сына постгеморрагической анемии. Ему необходимо влить немного крови. В первый раз рискован вливать слишком много. Теперь нужно еще. Объяснил врач и оголел предплечья мальчика. Выше локтевой юмки красовалась красная татуировка иероглифа чревоугодия. Странно, ее ведь не было, пробубнил мужчина. Странные сегодня дети. Ладно, возьму другую руку. У Изуми не было сил удивляться. Тату действительно было странным и никакого смысла не несло. Нарута может любил поесть в последнее время, но это не значит, что стоит писать на теле подобные слова. Да только на левой руке и вовсе красовался иероглиф ярость. Узуми сам был удивлен. Умая Ами ничего ему о подобном не говорили. Он же снимал печати в сознании, чтобы не призывать отдельно столпы семи грехов на свет. Да и чревоугодий он никогда не активировал. Что это, Нарута? поинтересовался на Микадзе. Блондин и сам не знал. Хотелось бы ему спросить у Коготона с друзей. Да и обещал ведь, что будет выпускать хоть когда-нибудь в мир людей. Я это не знал, что соврать, мальчик. Я должен позвать Сунади Сан. Молвил врач и ушел вместе со стойкой с кровью. Это был наглядный пример, как ложь порождает иногда страдания и огромные проблемы. Наруто просто не знал, как все объяснить. Эти татуировки вообще принесли еще больше вопросов. Когда Изуми оттянул край выреза больничной рубашки, на груди, возле сердца красовался еще один иероглиф похоть. Изуми вспыхнул. Это было, как минимум, неловко. И что здесь происходит? Спросила Сунади. Женщина была очень злой. Ей не хотелось отрываться от остальных дел из-за переливания крови. Она заметила татуировки, которые Наруто пытался спрятать. Ты занимался фуиндицу? Прямо спросила Сунин. Узумаки решил не врать. Да куда там больше, и так нужно много разгребать. Да. Но я и сам не знаю, откуда эти печати взялись, честно ответил мальчик. Сунади решила долго не думать о начале переливания. Это была сложная процедура, так как игла была намного толще и длиннее, чем обычная. Я пошлю письмо главе клана Узумаки. Я не врач и не знаю последствий фуиндицу. Пусть лучше придет, осмотрит тебя и скажет свой вердикт. Как только ты сменил фамилию, то стал числиться в их клане, поделилась мудрым решением женщины и ушла. Дженчирики же схватился за голову и просил только одного, пусть произойдет чудо, хотя бы самое маленькое. Наруто уже не знал о чем врать. Было бы проще рассказать о технике столпы семи грехов, но как же он объяснит, откуда о ней узнал? Она может быть и запрещенной. Мальчику казалось, что жизнь не дает ему спокойно передохнуть, насладиться покоем, положенным детством. Наруто, ты помнишь, как мы навещали клан? Внезапно спросил Зуми. Красноволосый был бодрым и веселым. Усталость и слабость снялась словно рукой. Не очень, честно признался узумуки. То, что его клан существует, приятно удивляло и, с другой стороны, объясняло, откуда у предшественника были описания техник в Индицу. Оставался вопрос, как же он достал свиток, где все это описано. Вот как. Тебе там очень понравилось. Зумаки специализируются на Фуиндицу. Ответил мужчина. Он мечтательно улыбнулся, закрыв глаза. Видимо, это были приятные воспоминания. Да, знаю. Ты ведь изучал Фуиндицу. Почему остался учить его в совершенстве? В отличие от меня, ты очень похож на маму не только внешне, но и, видимо, даже Чикрой, спросил Джин Чирики. Но, видимо, изуми не очень хотел отвечать на этот вопрос. Наруто молча встал и вышел из палаты. Ты куда? Быстро спросил Красноволосый и повернул за плечо брата лицом к себе. В туалет, кратко ответил мальчик и улыбнулся. Там он хотел освободить Аммиумэ, а также спросить много о чем. В туалете было пять закрытых кабинок. Наруто закрыл вход в туалет, ведь в кабинках никого не было. Джин Чирики решил попробовать призвать друзей через печати, что находились на теле. Укусив себя за палец, мальчик мазнул каждую печать, после чего хлопнул в ладоши, чтобы сконцентрировать чакру. Появилось трио людей. Ума радостно обняла Джин Чирики. Как же я рада, что ты жив, прошептала женщина и сильно обняла. Аммиум обнял мальчика с другой стороны. Похоть и ярость не хотели признавать, что Наруто стал для них кем-то, вроде общего ребенка. Постойте, ну а как же я выжил-то? Чикры-то у меня мало было, сами знаете, что Янь забирает почти все, а никто из вас чикрой поделиться не мог, а Кураму сдерживал разрушение, вдруг озарила Узумуки. Амми молча указал пальцем в сторону незнакомца, который оперся о стенку и скрыл лицо панамкой. Это Каиди, он может усиливать чакру, весело ответила Уме. Наруто подошел к чревоугодию и протянул руку. Я спас тебя, чтобы потом захватить тело, холодно молвил мужчина. Да только Джен Чирики тоже не глупый был и понимал, что тот спас его совершенно по другой причине. Если бы ты это действительно хотел, то сделал бы. Курама был занят, а я почти на волоске от смерти. Я не знаю, что сподвигло тебя меня спасти, но искренне благодарен Каиди Сан, поблагодарил блондин и низко сделал поклон. Мужчина скрыл за панамкой радость и плотно сжал губы. Ладно, я же обещал вас выпускать, так что делайте все, что хотите, надеюсь, что вы еще вернетесь, воодушевленно молвил Узумаки и улыбнулся. По взгляду Ума было понятно, что у нее огромные планы на этот день и город. Ами медленно открыл дверь. На проходе стоял Узуми со скрещенными руками на груди. За синие волосы им пошла женщина, отчего в намекат закруглились глаза от удивления, а дальше и мужчина в красивом черном хаконе. В конце же вышел довольный дженчурики. Ты чего, изуми? Невинно спросил блондин. Бывший Анбу хотел понять, какую же технику использовал младшенький. В любой сильной технике есть изъяны. Слушай, Наруто, те печати, что они значат? Прямо спросил Анике. Двое братьев шли в сторону палаты учих. Я не могу тебе сказать. Это то, что тебе знать не следует, прошептал Узумаки и вошел в палату. Повязки сняли с глаз Итачи и Шисуи. Оба брюнета были довольны результатом. Итачи чувствовал, как сила переполняет его. Так легко использовать шаринган он не мог никогда, как сейчас. Шисуи рассматривал всю комнату до мелочей. Зрение значительно улучшилось, боли больше не было. Все, видимо, прошло хорошо, молвил Зуми и обнял друзей. Наруто незаметно потащил Саски Спросил Учхо. Новые проблемы его очень раздражали. Дженчирики молча обнажил локти и показал новые тату. Брюнет быстро осмотрел печать и заметил едва видимые каналы чакры. Не знаю, что это, но эти печати забирают чакру. Откуда они снова от предшественника? Поинтересовался мальчик и дезактивировал шарингом. Наруто наконец-то понял, чем так опасна техника и почему она запретна. Да только от этого легче не стало. Саски из-за этого вот ко мне приедет кто-то из клана Узумаки, как думаешь, что помимо этого они узнают? Прошептал Дженчирики и погладил живот. До Учихи дошло, в чем глобальность проблемы. Я-то как тебе помогу. Полюбопытствовал мальчик. Наруто нуждался не в помощи, а в совете. Ты ничем не поможешь. Мне нужно придумать выход из ситуации. Помимо Курамы, у меня целый ангар внутри. Я не знаю, как все это объяснить логично. Да и ко всему прочему, чтобы к исследованию не присоединился кто-то из твоего клана, ответил Наруто. Насчет моего клана не переживай. Не думаю, что после инцидента с твоим братом, Минато захочет повторить свою ошибку дважды. А вот проблему с собственным кланом стоит решать самому, посоветовал Саски. Учихи тоже было трудно. Когда имеешь огромную силу и не можешь ей воспользоваться, это очень печально. Не для этого он с другом проделывал столько, чтобы Тачи изуми забыли то, что им не нужно знать. Такова цена за ложь. В это время в палате хочешь сказать, что наши младшие братья что-то скрывают? Уточнил Итачи. Учиху тоже не покидало чувство того, что он что-то упустил или забыл. Да. На руках у Наруто странные печати, которые что-то значат. Он использовал какую-то технику, о которой не хочет признаваться. Поделился красноволосый и посмотрел на Шисуэ. Итачи вспомнил, как младшенький без особых усилий использовал молнию. Да и рассекал ту черную молнию не голой катаной. Да уж, Наруто отличился на экзамене, как и Саски. Да только, как ты предлагаешь узнать правду. Я не хочу больше использовать Шаринган для этого. Ответил капитан седьмой команды. Я не знаю. Меня волнует, что Наруто что-то скрывает. Я не хочу, чтобы сила, которую он как-то получил, убила его. Искренне ответил на Микадзе. Шисуэ хлопнул друга по плечу. Ему нечего было сказать, так как он сам не знал всего. А может лучше и не знать правды? Вдруг сказал Шисуэ, чем заставил старших братьев посмотреть на него с интересом. Ты знаешь что-то, чего не знаем мы? Спросил Итачи. Шисуэ, скрестив руки на груди и улыбнулся. Я знаю не больше, чем вы, просто, в отличие от вас, могу рассуждать трезво, так как Маруи так не чудит, как ваши младшеньки, ответил мужчина и продолжил. Может вам стоит научиться слышать, чем больше вы их подозреваете в чем-то, тем больше они отдаляются. Изуми и Итачи немного по-другому поняли смысл слов друга. Когда мальчики вошли, старшие братья невинно улыбнулись. Они узнают правду и примут ее любой, какой бы она ни была. Изуми решил, как будет вести себя с братом. Поскольку отец стал более лояльным к Наруто, это значит одно теперь тот либо потеряет бдительность, либо наоборот. Хочешь домой, Наруто? Спросил Красноволосый. Блондин радостно улыбнулся. А давай сначала в очереку. Да и развиться на десан и отец меня отпустит. Задав несколько вопросов, мальчик принялся переодеваться. Все в порядке. Я предупрежу всех. Подожди здесь, уверенно успокоил Аники и вышел с палаты. Возле двери стоял Рюй без маски типичного одеяния Анбу. Что ты задумал? Только поинтересовался дракон. Изуми невинно улыбнулся. Рюйсан, раз вы все слышали, мужчина и пошел по коридору. Дракону стало интересно, что же будет дальше, и как выкрутятся Наруто уже без его помощи. Больше препятствовать Арцельник не хотел. Скоро будет вторая часть экзамена, а значит и у Саски есть проблемы. События набирали действительно интересный оборот. Акаре оказался рядом и посмотрел в глаза наставнику. Чтобы ты не задумал, ты от этого ничего не получишь, уверенно произнес мальчик. Рю погладил ученика по волосам и наклонился к его уху. Я всегда получаю то, чего хочу и даже больше. Не суется к изуми. Я не буду предупреждать второй раз, прошептал мужчина. Акаре был зол. Он не хотел, чтобы этот змей радовался. Мальчик хотел рассказать нечто важное, но решил, что пусть об этом все же узнает Саски. Рю был неправ, раздумал, что Акаре хочет ему отомстить, да и тем более через изуми. Мальчик вежливо постучался в палату учих и вошел. Дракон только посмотрел вслед, ожидая на Микадзе. Здравствуйте, поздоровался Акаре и вытянул из-под свободной рубахи маленький подарок. Здравствуй, ответили хоромши Суитачи. Мальчик устал и слегка не по себе от взгляда двух пар Шарингана. Я друг Саски, почему-то кратко сказал юный отцельник и поставил подарок возле двух мужчин. Саски посмотрел в глаза наставнику, который на что-то намекал. В коробке была сушеная хорома с сахарной пудрой. Это Акаре, представил младшенький наставника. Хорома очень понравилась как Итачи, так и Шисуи. Это был воистину королевский подарок. Акаре закашлялся и прикрыл ладонью рот, полной кровью. Никто не должен был знать о его состоянии, Ария особен. Что с тобой? Спросил Саски и подошел ближе. Шисуи отложил хорму и, впервые откинув вежливость, задрал рубашку паренька. Тугой черный пояс едва скрывал странное пятно. Акаре попытался отскочить, но Шисуи плотнее сжал его руку и без зазрения совести стянул пояс. Весь живот был заметил, что именно они сбивают весь контроль чакра и вытягивают жизненные силы. Итачи тоже подошел. Кто? Лаконично спросил тот. Змею тяжело было сказать, а точнее он просто не мог рассказать. Он высунул язык, показывая еще одну печать. Он не может сказать, иначе погибнет, констатировал Саски. Отбившись от рук Шисуи, отцельник поправил одежду и стал ближе к двери. У нас новый противник. Он тяжело произнес мальчик и снова закашлялся. Правда убьет его. Ничего не говори, иначе умрешь, крикнул Итачи и закрыл там рот. Капитан чувствовал, что это как-то связано с нападением на храм Фуки страны, скрытой в камне. Да и в последнее время разведка говорила, что многие страны потеряли священное письменно. Я должен. Это очень важно. От этого зависит предателей. Здесь есть предатель, быстро сказал тот. Рю почувствовал опасность. Что-то ему подсказывало, что ученик неспроста зашел к Саске. Дверь была закрыта. Ктато подпирал ее. Сюда должен прийти ктато из клана Узумаки, может, он поможет. Не торопись говорить то, что тебя убьет, сказал Шисуэ. Итачи попытался узнать все с помощью гендюцу. Но печать была чем-то вроде ментального блока. Если он ее затронет, то странный посетитель тут же умрет. Я и так не жилец. Синь чакра разрушает мое тело. Эта техника идеальный метод убийства для таких, как я. Моя жизнь стоит того, чтобы вы узнали правду, ответил мальчишка и оголил спину, которую покрывали ужасные язвы. Из них сочился яд. Шису не хотел, чтобы Акаре умирал, ведь он все еще ребенок. Дверь колотили от ударов, но отцельник создал странную стену из слизи, тем самим не давая шуму дезориентировать тех, кто находился в палате. Давай так, ты сначала расскажешь, как ты попал в то место, где все узнал, а потом, почему решил рассказать все нам, а не Хакаги, к примеру, предложил Итачи. Он хотел заставить посетителей сесть, но тот слился со стеной. Слизь окрасилась в темно-фиолетовый цвет. Я обучаюсь змеиному искусству, одному из разновидностей владений синчакры. Мой наставник ушел по делам, а я решил прогулять в реальном мире. Родился я в стране, скрытой в облаке, Муруеми. Небольшой городок, который славится монашескими кельями. Они похожи на то ущелье, где мы проходили экзамен, только тот, кто овладеет ими, может распоряжаться тем местом как угодно. Я родился в этом месте, поэтому пошел, чтобы узнать кое-что. А там оказалась база странной группировки. Они говорили о предстоящем плане, говорил мальчик. Он естественно согнулся и выплюнул много крови. Кто-то прорывался сквозь его защиту. У меня мало времени. Рюйсен скоро войдет. «Слушайте внимательно», быстро прошептал тот. Слизь растворилась. В палату вошел разъяренный дракон. Акарин не повернул голову в сторону наставника, а молча спрятал спину. «Что ты делаешь?» Спросил мужчина и подошел поближе к мальчику. Он успел заметить обезображенную спину и слизь, которая была наполнена странным ядом. Итачи закрыл рот мальчику, не давая закончить рассказ. Помимо рей, в палату влетела Наруто Сазуми. Увидев блондину, Акарин превратился в змею и всполз на Наруто, который испугался скользкого животного. «Не дай ему что-то рассказать тебе», крикнул Саски. Узумаки не был идиотом прежде, чем тот хотел что-то сказать, сунул руку в рот змея. Больно было обеим сторонам. «Что происходит?» только спросил Джинчирики. Он чувствовал, как чакра Курамы переходит в тело змея. Акарин пытался отцепиться, так как все тело начало жутко пылать. «Курама, что ты делаешь?» тревожно спросил Наруто. Лис был тоже обеспокоен. «Когда-то я видел подобное. Если не сжечь ту заразу, то она перейдет и к тебе», объяснил Кьюби. Рю нажал на челюсть подчиненного, отчего тот ослабил хватку и отпустил руку блондина. «Акарин, объяснись!» крикнул обычно спокойный дракон. Наруто в это время спрятал руку, которую тоже обожгл чикрой друга. Спина белоснежной змеи окрасилась в черный цвет. «Ты соврал, ша-ша-ша», слабо зашипел мальчик. Он спрятался в руках Саски. Арсельник искренне не понимал, о чем говорит его ученик. Учихи хотелось как-то помочь наставнику. Рана была ужасной. «Потом поговорите. Я отнесу его в палату Наруто. Необходима помощь врача». «Этот ожог, наверняка, причиняет огромную боль», обеспокоенно сказал Саски, обойдя всех присутствующих, пошел к выходу. За ним последовала Наруто. Брюнет едва слышно прошептал, «Что ты сделал?» «Это не я, а Курама. Его тело не знаю. Давай выйдем на крышу. Там что-нибудь придумаем», ответил Узумуки. Исчезнуть из виду опытных Шиноби оказалось проблемно. Итачи стал перед братом и молча повел в палату. Шисой в это время позвал Цуноди. «Обратись обратно в человека», приказала женщина. Она знала о технике рычимару и ожидала, что мальчик просто скинет кожу, но ничего подобного не произошло. «Пусть уйдет», слабо попросила Кэри и пронзительно посмотрел на учителя. Дракон не хотел уходить, но решил послушаться. Как только тот принял человеческий облик, тот боли ухнул. Место укусов загноились, а выжженные язвы напоминали огромные обугленные кратеры. Изуми вместе с Итачи помогли повернуть скрученного пациента на живот. Цуноди ввела обезболивающая и взяла скальпель в руку. Ей не оставалось ничего, кроме как срезать пластами обугленную зараженную кожу. Помощники оттеснили посетителей и создали стерильную зону. Она все время кидала обугленную часть в миску. Как только первый слой был снят, женщина ухнула. Под черной корочкой были остатки вонючих загноенных ран. Медик чайкрой взяла немного физраствора и попыталась промыть гнойный участок. Чистую рану она другой рукой заживляла как могла. Но каждое ее движение делало только хуже. Только потом Санин заметила, что все ее лечение бесполезно из-за странных печатей, что были на шее и спине. Как мальчик получил такое ранение? Крикнула Цунади. Снова Фуиндицу. Такого ей еще не приходилось видеть. Мы не знаем. О Коре нельзя говорить об этом, иначе он умрет, ответил Шисуэ. Нужно заблокировать его Танкицу, ведь, по его словам, синь чакра причиняет ему вред. Женщина посмотрела на бледное лицо ребенка. Она не любила быть беспомощной. Санин решила пойти на риск. Она заострила скальпель чакрой и вырезала клок кожи, где была странная печать. Нить, что питала печать пропала. Началось сильное кровотечение. Вложив все силы в плотный шар чакры, врач смогла излечить новую рану. Спина перестала гноиться на глазах. Помощники смогли помочь завлечить огромное повреждение. На месте ужасного ожога остались большие жуткие шрамы. Женщина приказала промыть кожу с печатью и залить формалином, чтобы представитель клана мог объяснить все. На этом все. За несколько дней я уберу остальное. Пусть пациент отдохнет, отчиталась Цунадья вышла. Случаи попадаются все сложнее и сложнее. Даже такой, как она, нужно продолжать учиться. Санин миновало задумчивого брюнета. Дракон оперся на стену и думал о многом. Какую именно правду узнал его маленький мальчик? Как только наступила ночь, и в палате лежал одинаково, Рю и все-таки решился поговорить с ним. Мальчик спал, поджав ноги к животу. Любое касание к спине отзывалось гримасой на лице. Дракон погладил по лицу ученика, чтобы разбудить. Акари медленно открыл глаза и внимательно посмотрел на наставника. Уходи, только прошептал тот. Нет. Я хочу знать, в чем же я тебе соврал? Это ты можешь сказать? Поинтересовался Брюнет. Змей стиснул зубы, чтобы не кричать в ответ. Как только приступ злости немного прошел, Альбинос расслабился. Это холодно ответил мальчик. Как он в горле все больше нарастал. Он не мог поверить в это, ведь рюй растил его как сына и ученика, и даже друга. Отца он никогда не знал, а вот мать отрывками. Кто тебе это сказал? Удивленно спросил отшельник. Старик, что живет у подножья? Он рассказал, как ты убил ее. Ты не просто зарезал или отравил, а вспорол ей живот. Она же была гражданской, слабым звеном, прошептал мальчик и тихо заплакал. Ко всему прочему, он почти не помнил детство. Не помнить родного человека, который подарил жизнь или которого, возможно, любил, еще хуже. А ты уверен, что знаешь всю правду? Как же такой жестокий человек, как я, убил невинную женщину? Почему ты не виделся с отцом? Спросил мужчина и вытер слезы ученику тыльной стороны в ладони. Ты же знаешь, что я почти не помню детство, может, по твоей милости оправдывался змей. Дракон вздохнул и прилег рядом, лицом к лицу. Ты альбинос. А таких не особо любит и даже травит. С тобой все было так же. Твоя мать стала тоже ненавидеть. Она избивала тебя, закрывала в подвале, пыталась украсить волосы, чтобы ты стала нормальным. Потом ты смог превращаться в змею. Эту способность ты, видимо, получил от отца. Твое детство не было счастливым, ответил Рюй. Он не хотел, чтобы его ученик узнал такую правду, но и терять его тоже. Это неправда. Едва слышно крикнул Акарий и стукнул больно кулаком в грудь наставника. Помнишь, как ты только попал в Ермундиль, мы долго лечили ожог на бедре. Помнишь, как ты его получил? Прошептал мужчина. Ученик попытался хоть что-то вспомнить, но, как назло, в голове было пусто. И это пугало. Плохие воспоминания обычно остаются надолго, а здесь пустота. Не помнишь, Визема? Тогда расскажу тебе, начал дракон, она облила тебя кипятком, хотела убить. Ты для нее давно перестал быть сыном. Она поддалась общей ненависти. Я убил ее медленно и болезненно, чтоб знала, как над детьми издеваться. Жена того старика, Мамоки, сошла с ума. Если спросишь, сожалею ли я, то я отвечу, что нет. Это правда звучала как отрывок мелодрамы нереальная душащипательна. А Кэрри не хотел знать такую правду. представлял их нежными и любящими. А что с отцом? Ты сказал, что способность превращаться в змею досталась от отца, тихо прошептал мальчик. Дракон обнял ученика. Ему тяжело было говорить горькую правду. Я твой отец, громко признался отцельник плотно сжал в объятиях сына. Альбинос не мог поверить. Он пытался вырваться с объятий, но спину прожгла жуткая боль. Это было еще хуже. Рюй подавил слабые попытки сопротивления. Ты, ты мой отец. В невере спросил тот и посмотрел в глаза наставника. Рюй поцеловал сына в лоб. Теперь он мог себе позволить быть не просто учителем, но и отцом. Ты же знал, что я к тебе чувствую. Если бы ты сказал мне все сразу, всего этого и не было бы, горько молвил тот. Отшельник все знал. Правда была тяжелым бременем. Прости, я не знаю, что делать, оправдываться или извиняться. Я был плохим наставником, а тем более отцом. Прятал тебя от внешнего мира. Как выздоровеешь, давай вернемся домой? Извинялся Брюнет и плотно прижал к себе сына. Ответа не последовало. Они так и лежали до самого утра. Цунади пошла на обход. Ее пациент лежал в обнимку с известной манбу. Без угрызения совести женщина толкнула в бок отшельника. Подъем. Я должна осмотреть мальчика, поэтому выйдя из палаты, приказала блондинка. Ри послушно вышел, не проронив ни слова. А Кэрри тоже на удивление был молчалив. Все вроде бы хорошо. Животом я займусь завтра. Отчиталась Санин. Альбино Суна все было все равно. Его глажила обида и злость. Цунадис Сан, могу ли я попросить вас больше не впускать Рисона? Я не хочу его видеть сейчас, пожалуйста, попросил змей. Женщина кивнула в ответ и вышла с палаты. Я все слышал. Но запретить этого вы не можете. Четко молвил Ри. Почему это? Нарываешься? Грозно спросила Санин. Но дракон на это лишь самодовольно ухмыльнулся. Во-первых, я его наставник, во-вторых, лучший друг, а еще, в-третьих, отец, ответил мужчина и вернулся в палату, оставляя удивленную блондинку одну. Акаре лежал с оголенной спиной. Множество шрамов только излило Ри. Он проследил пальцами за каждым из них, когда мальчик задремал. Не трогай меня. Иди к изуми, вспылил мальчик и зарылся носом в одеяло. Как только печати исчезнут, я позабочусь о шрамах. Внезапно молвил отшельник, а потом сел рядом. Не быть так жесток. Когда нибудь ты меня, возможно, поймешь. Мне бы хотелось снова проводить беззаботные деньки вместе. Акаре немного отпустил злость и обиду. Может, детство он не помнил, а вот веселую юность так точно. Отстань, тихо ответил он, но все же сжал ладонь отца. А большего дракону и не надо. Пройдет время и все вернется на свои круги. А в доме Хакаги происходило то, чего не было очень давно. Семейный ужин был веселым. Минато относился к Наруто, как к сыну, чем вызвал восторг как в изумии, так и в кушане. Когда Джин Чирики был в ванной, Красноволосый незаметно поставил печать на стену, что отделяет их комнаты. Так он сможет видеть все, что происходит в комнате младшенького. Спустя полчаса, когда блондин вошел в комнату, через окно проникли три незнакомца женщины и двое мужчин. Они коснулись печати мальчика и исчезли в воздухе. Намикадзе насторожило это. Печати были не как призыв, а что-то другое. Он сам разберется во всем. Наруто сил медитировать. На этом странности закончились. На следующий день после обеда Изуми отвел брата снова в больницу. В палате сидел скромно одетый мужчина в черном одеянии. Его глаза миндального цвета были подчеркнуты фиолетовыми линиями выше века. Представитель пил мачичи и улыбался. Здравствуйте, Хакарисан, вежливо поздоровался Изуми и низко, с уважением, поклонился. Наруто не имел понятия о том, кто стоит перед ним. Расскажите, что произошло? Лаконично спросил Хакарисан. Красноволосый решил пока что оттянуть момент осмотра. Это, возможно, заставит брата осторожничать. Давайте сначала вы осмотрите мальчика в соседней палате. У него дела стоят иначе, предложил бывший Анбу. Представителю Узумаки было все равно. Он молча вышел и, вежливо постучав, вошел в следующую палату. Я пришел осмотреть пострадавшего, четко сказал мужчина, ожидая ответа. Дракон стоял возле окна и молча наблюдал. Да, конечно, Хакарисан, только ответил Акарисан и оголил живот. Фиолетовое пятно стало больше. Узумаки подошел поближе и положил руку на пораженный участок. Чакра приобрела вид странной печати. Погладив по животу, он обнаружил малюсенькую печать, что прочно чакры. Как же ты, ребенок, получил это? Та печать считался запретной в нашем клане, дивился на него Хакарисан. Это было невозможным. Подобная техника была описана, как одно из проклятий Сусына. В схватке противник поставил. Я думал, он просто оставил порезы, чтобы унизить. Честно признался мальчик и посмотрел на отца. Тут был просто в бешенстве. Щеки втянулись, дыхание было быстрым и неритмичным. Изуми подошел к бывшему командиру, чтобы утешить. Не переживай, Ри. Акари вылечит, а противника мы уничтожим, прошептала намекадзе и легко стукнула отшельника в плечо. Вот как. Раз тот идиот использовал эту технику, чтобы убить противника, то, видимо, он не знает о ее последствиях. Начал объяснять мастер Фуиндицу. И что же будет со врагом? Поинтересовался Наруто. Если у него слабая чакра, а Фуиндицу знает только такие техники, то умрет подобной смертью. Тело будет гнить, как и того мальчика. Когда печать оформится, созреет, то вся чакра будет поглощена, а пострадавший умрет в страшных муках, объяснил мастер. Дракон, который всегда держал себя в руках, едва не умер на месте. Изуми жал прошипел дракон. Хакаре посмотрел в сторону незнакомого для него человека. Можно. Метод похож на тот, что использовала принцесса слизней. Правда, он болезненный и опасный. На животе такой номер не пройдет. Я выжгу печать и мертвую ткань по-другому. Так что попрошу всех выйти, кроме Изуми, молвил мужчина и снова погладил Хакаре по животу. Скрипя зубами, дракон вышел, а за ним и остальные. Изуми Кун, расскажи вкратце, что за печати на теле у Наруто, попросил мастер. Хлопнув ладонями, Хакаре создал сферу, которая была покрыта огромными печатями. Это было высшее мастерство фуиндицу. Намикадзе без лишних слов понял, в чем заключается его помощь. Красноволосый снял простынь с соседней кровати, скрутив ее валик, засунул в рот мальчику. Держи Узуми резко сунул сферу в живот. Крик был слышен даже сквозь простынь. Видишь, сфера приросла, словно корнями. Объяснял мастер. Вокруг сферы создались прочные нити. Медленно светло-голубой цвет окрашивался в темно-фиолетовый. Печать медленно переползла в шар, а кожа приобретала естественный цвет. Вы хотите вытянуть печать с помощью ложного центра чакры? предположил Изуми и сильнее вжал акари в кровать. Все верно, Изуми. Жалко, что ты тогда ушел. Из тебя получился бы отличный хранитель, молвил Хакари и вздохнул. Изуми знал, что, возможно, и поступил глупо, но отец стал Хакаги, и ему хотелось поддержать его и помочь, если будет нужно. Может, вы и правы. Может, тогда я бы сам разгадал загадку печати Наруто, сказал Намикадзе. Мастер приказал подать свиток. Ему необходимо запечатать то проклятие. Одной рукой Хакари начал отсоединять нити чакры, а второй восстанавливать поврежденный участок. Это была трудоемкая работа. Изуми коснулся руки родственника, чтобы передать немного чакры. Хакари был уже без сознания. Когда процесс был закончен на месте раны остался шрам в виде солнца. Твоего брата я обследую позже. Я потратил много чакры. Запомни одно, солнце на животе означает благословленный. Поучал мастер, а после вышел. С вашим сыном или подчиненным все в порядке. Пусть отдохнет дня три. Кунал и чакры приживутся, а тогда можно на подвиги идти, успокоил изумики дракона. Краем взгляда измученный Шиноби посмотрел на Наруто и улыбнулся. Он предвкушал что-то удивительное. И завтра он все узнает. Изуми и дальше продолжил следить за братом. Подозрительные печати, как назло, были прикрыты одеждой. В голове вспыхнули странные образы. Они сопоставляли какой-то отрезок жизни. Это пугало и настораживало бывшего Анбу. Мужчине казалось, что это последствия Гиндюцу, под влиянием которого долго был. Наруто не догадывался, что за ним следят. И это, может быть, сыграет плохую шутку когда-то. Ему сейчас не до этого. Необходимо было узнать о дальнейших планах о России, а главное узнать, кто шпионит в Канохе. Тот человек должен как минимум быть близким с Хакаги, Анбу или старейшинами. Но узнать или пускать тень сомнений хотя бы на Хакаги просто невозможно. Ведь он сам ребенок и по идее не должен знать столь секретной информации, а во-вторых, кто знает, помнит ли Мината о первом нападении. Хотя массовому ограблению разных стран должен был бы хотя бы поискать немного сведений о преступниках. Узумаке нужно было поговорить с Саски и придумать план. И для этого нужно как-то задействовать всю военную мощь страны. А это сделать намного труднее, чем скрывать истинную личность. Все же Учху ему было жаль. Шаринган гордость клана. Он немало пережил, чтобы заполучить истинную силу, и теперь перед ним стоит выбор либо семья, либо сила. Это нечестно, но справедливо. Выйдя из комнаты, Джанчирики подошел к матери, которая что-то читала. «Мам, я к Саске», отчитался мальчик. Хабанера согласно кивнула. Наруто неспешно направлялся к поместью клан ночах. Тем временем Изуми спокойно следил за младшеньким. Конечно же, логичнее было подождать следующего дня, когда Хакаря обследует неизвестные печати и скажет свой вердикт. Но странные картинки в голове не давали покоя. Через полчаса блондин уже стучал в дом друга. Его встретила Микота в своем белом фартуке. Итачи не было дома, а вот Саске сидел на кухне и безразлично перелистывал страницы. Саске, к тебе гость, ласково молвила женщина. Посмотрев на Наруто, мальчик без вопросов пошел в собственную комнату. Что-то случилось? Спросил Саске. Наруто сел на стул. Завтра мы узнаем немного об Арасе. Он рано или поздно снова нападет. Ты придумал, как воспользоваться силой? Кратко спросил мальчик. Изуми ничего не понимал. О какой силе идет речь? Под окнами его заметил Итачи, который возвращался из резиденции. Красноволосый приложил к губам указательный палец, намекая, чтоб тот не издал ни единого звука. В это время Саске активировал шарингом. Эти моменты были столь редкими, что ощущение полной силы было словно наркотик. Какое нам дело? Этим должны заниматься взрослые. Давай лучше поговорим об экзамене. Как думаешь, я смогу там выиграть? Резко сменил тему Брюнет и шатнул головой в сторону окна. Он заметил брата. А искушать судьбу не хотел. Наруто тоже не был дураком. Взяв из стола чернил и тонкий пензель, на руке тонко написал тот же вопрос. Ты придумал, как воспользоваться силой? Все равно же интересно. Ну ладно, там слишком сильные противники. Попроси Итачи, чтобы помог. Он же наш Синси, а еще твой брат, предположил блондин. Саски вытер руку друга салфеткой и кратко написал ответ. Я не могу. Я как на ладони. Только ту технику с катаной. Это никак не утешило Наруто. Он хоть сейчас хотел отправиться в деревню, в которой пострадал Акари. Но с другой стороны, это было безумием идти против огромного количества шиноби, которые, наверное, вовсю изучают запретные свитки. Единственное, что давало луч надежды, каждый запретный свиток подразумевал если не увечья, то смерть тому, кто применит ту или иную технику. Везде есть своя плата. Поговорю с ним на эту тему вечером, как только он вернется, отмахнулся Саски. Придумай что-то. С Тенгением, у которого Мангикё, или Шарингон с тремя томные, пойдем где-нибудь Идем по дороге разберемся где, беззаботно улыбнулся Брюнет, наблюдая за реакцией друга. Тот быстро вытер руку. И зачем ты за Наруто шпионишь? Вежливо спросил Итачи. Изуми не хотел делиться с другом своими подозрениями. Да так, расскажи лучше, как у тебя дело. Хакаги не сильно грузит. Поинтересовался Нами Кадзе и обнял друга. Итачи улыбнулся и немного отстранил от себя изуми. Все хорошо. Переживаю только, как Саски проявит себя на следующем этапе. Он почти не тренируется, а если выходит из поместья, то мне неизвестно, что он делает. Завтра важный день, так что вместо того, чтобы следить за братом, лучше бы расспросил все у своего родственника, посоветовал Лучхой вошел в дом. В это время мальчик выходили. Они едва не столкнулись с командиром, но Итачи быстро поймал маленьких подчиненных. Здравствуй, Итачи, поздоровался Узумуки. Добрая улыбка мастера Шарингана успокаивала и даже парализовала. Здравствуй, Нарута-кун. Рад, что ты так же бодр, как и обычно, вежливо молвил командир и погладил по волосам мальчика. Изуми скрылся. Итачи, я хотел бы прогуляться с Нарута. Скажешь маме, пожалуйста, что я, наверное, опоздаю на ужин, попросил Саски. Учиха старший кивнул и вошел в дом. Чтоб там Шису не говорил, но его самого теперь заинтересовала жизнь Саски. И сталкерство Изуми уже не казалось безумием. Он, определенно, что-то упустил. Как только мальчики отошли на приличное расстояние, Итачи попытался максимально спрятать свою чакру. Нарута и Саски не происходило, пока вдруг Узума Кени нарисовал что-то на руке и не скрылся с Саски из виду. Изуми вышел из места, где ранее прятался. Что это за техника? Лаконично спросил Итачи у друга. Тот точно не знал, но догадывался. Если я прав, то та, что похоже на царство боли. Они попали в созданное Нарута измерение. Это техника Фуиндицу. Мы не достанем их, пока сами не выйдут, ответил красноволосый. Нарут облегченно вздохнул. В комнате боли ему было спокойно. Так что ты предлагаешь делать? Спросил Саски. Ему тоже не нравилось то, что он не может воспользоваться своей силой, ради которой пожертвовал многим. Она может спасти и погубить одновременно. И последнего мальчик боялся больше всего. Ему нравился воздушный замок, который он создал. Один неверный шаг и все рухнет. Но, с другой стороны, если так и сидеть, сложив руки, из их глупого желания может пострадать много людей, а то и целая страна. Рюи же как-то создал абсолютные наши копии. Что ему мешает сделать точно такое же? Если мы изменим внешность и найдем врага, то сможем снабжать информацией Хакаги или Анбу, а наши копии будут перекрытием. Может, дракон сможет сделать так, что ты будешь светиться шарингоном с одним том и, предположил Узумуки. Идея показалась весьма правдоподобной и реалистичной брюнету. Так он сможет убить двух зайцев. Но что же взайме? Не думаю, что Рюи сможет нам помочь. У него сейчас тоже проблемы. Ответил Учиха. Хотя с другой стороны, он знал, как попросить отшельника. Акари. Из-за нашей, а может моей глупости, мы поставили под удар многих. И нам же надо все исправить. Мишенью точно будет запретный свиток Канохи, возможно, моего клана. Фуиндицу, это конек Узумуки. Надо внедриться как-то караси, тогда узнаем, кто шпионит здесь, и какие у них планы. Предложил Джин Чирики. Саски окончательно решил действовать. Узумуки прав. Они заварили ту кашу, им же ее расхлебывать. Хорошо. Надо переговорить с Рюи. А там дальше решим на ходу. Это не тот случай, когда необходимо все распланировать до мелочей. Завтра все решится. Выпускай нас, ответил Брюнет. Наруто стер печать сроки, после чего мальчишки пошли обратно по домам, оставляя растерянных братьев наедине. Каждому из них было интересно, что же младшенькие скрывают. Наруто быстро проснулся, что было для него нехарактерным. Сегодня он должен был навестить Акаря, а там и решить все вопросы с Рюйсен. Все звучит очень просто. Завтрак был обычным, а изумий, как всегда, веселым и улыбчивым. Ничего не предполагало беды. В палате Эльбинос доедал свою овсянку и, к удивлению окружающих, попросил добавки. Для него, не испытав в детстве весь ужас разных видов каш, это казалось вкусной экзотикой. Как ты себя чувствуешь? Спросил Хакаря. После завтрака он внимательно смотрел мальчика на наличие каких-либо печатей, но, к счастью, все было в порядке. Хорошо, Хакарисан, только живот немного ноет. Я готов все рассказать, только попрошу остаться здесь наруто изуми. Та информация только для их ушей, вдруг ответил молодой отшельник. Рюнихати покинул палату, как и Тачи с представителем клана Узумуки. Слушайте внимательно. Как я уже говорил, в Канухе есть предатель, и он близко к Хакаге едва ли не его тень. Проверьте всех, кто имеет прямое отношение не только с корреспонденцией, но и принимает прямое участие в планировании всего. Я правильно не расслышал ими, но даже, если бы знал, не думаю, что он использовал бы его здесь. Ответил Альбинос и улыбнулся. Эта информация была очень ценной, но с другой стороны, к Хакаге были близкие члены Будды и большинство джоунинов, о которых было известно все едва ли не с рождения. Это ценные информации, прошу, не рассказывая никому больше этого, вдруг попросил Изуми. Наруто не мог понять почему. Это ведь ускорило поиски стукача. Что ты хотел сказать мне? Спросил Изумуки. Как только больной съел половину тарелки любимого блюда, он посмотрел на Изуми, намекая, чтобы тот вышел. Я все знаю. Как ты выжил? Там говорили, что тебя убили. Почему никто не помнит о нападении на Канаху? Почему ты предал о России? Вдруг задал абсолютно точные вопросы Красноглазый, как только Изуми вышел. Изумики не знал, что ей ответить. Тот мальчик знал слишком многое, к счастью, не рассказал этого при его брате. Я попрошу Рю и все рассказать тебе. Он помог нам в том, чтобы все забыли об этом. Мне и Саске нужна твоя помощь. Ты единственный, кто сможет нам в этом помочь. Попросил блондин. Акаре улыбнулся, как самый настоящий змей. Ему нравилось быть частью чего-то секретного и неизвестного, как в лучших детективах. Хорошо, я помогу. Кратко ответил Альбинос. Узумики шепнул на ухо то, в чем заключалась помощь молодого отшельника, после чего подошел к двери и щелкнул пальцами. Все-таки Акаре был сильным Мушиноби. Мы поговорили, констатировал мальчик и одобрительно улыбнулся Саске, намекая, что все прошло хорошо. В это время, когда Рю вошел в палату, Изуми резко потянул Наруто в другую палату, дверь внутри которой закрыл Хакари. Здесь слепым и тупым не нужно быть, чтобы понять, что такого Джин Чирики никак не ожидал. Что-то произойдет и никак не в его сторону. Неужели победа и поражение действительно идут рука об руку? Сможет ли Наруто в этот раз выкрутиться? Цепи окружили руки и ладошки мальчика, тем самым сковывая и не позволяя воспользоваться чейкрой. Подобной техникой Кушина сдерживала Кьюби. Хакари одолел живот Наруто, выставляя на обзор те странные печати с начатым кругом. Это свидетельствовало о том, что печати еще не полностью оформились, а значит мальчик не так часто пользовался призывом или другим смыслом этой силы. Изуми, что происходит? Отпустите меня, кричал Узумуки. Он не пытался освободиться, ведь это почти что невозможно. Я узнаю, что ты с собой делаешь. Так больше продолжаться не может, вдруг ответил Номикадзе. Мужчины наконец-то рассмотрели сами иероглифы ярость, похоть, чревоугодие. Я точно не знаю, что это за техника, но думаю, ты заметил, что театри иероглифы символизируют трех из семи смертных грехов. Это древняя техника, констатировал Узумуки. Наруто же молчал, как партизан, не желая делиться и крупиться информацией. Он не хотел эмигрировать в клан Узумуки на депрессе или еще что похуже. Расскажи, Наруто, любая техника фуиндицу имеет какой-то побочный эффект, тем более, если они древние. Молил Узуми и притулился лбом к обиженному младшенькому. Блондин фыркнул, но, с другой стороны, чувствовал переживание старшего брата. Я знаю цену этой техники. Не переживай. Я могу контролировать себя и держать баланс в этой технике, но рассказать больше это то, что я не могу, ответил мальчик. От этого не становилось легче. Успокойся, Узуми. Я попытаюсь активировать печати, а там уже посмотрим, что за техника, предложил хранитель. Он чувствовал, что эта техника точно относится к запретным и есть в священном свитке. Никому, кроме главы клана, не было позволено изучать свиток. Хранители имели право лишь прочесть его и выучить техники первых трех канонов из двадцати, а это капли в море. Но не стоит отрицать, что каждая техника и печать давали могущество, силу, но цена была соответствующей. Наруто не переживал. Он знал, что крови недостаточно, чтобы призвать Аами, Каэдиуме. Здесь необходимо и в сознании призвать столпы семи грехов или самому захотеть, чтоб нательные печати активизировались. Тем эта техника и отличалась от обыкновенного призыва. Обманные пути или лазейки не пройдут, разве что Итачи или Шису и что-то предпримут. И то, благодаря силе Уме, гендиюцы не имеют полного влияния на мозг Узумуки. Хакари царапнул палец блондина и размазал кровь по трем печатям, после чего закрыл глаза и хлопнул руками. Вокруг рук создалась известная синяя сфера с огромным количеством печатей. Открыв глаза, хранитель быстро рассоединил руки и приложил к печатям. Вокруг печатей, к удивлению окружающих, создался тройной ободок из мелких печатей. Они защищали три главные печати, не позволяя что-либо с ними сделать. Да и похоть находилась на месте проекции сердца. Это был один из самых важных центров чакры. Из-за того, что Узумуки хотел активировать ее, показалась еще одна печать, не менее интересная и впечатляющая восьми триггерам. А это уже очень любопытно. Объяснишь, может, Нарутакун, что в тебе запечатано? Только спросил мужчина и погладил живот. С этой печатью долго мучиться не надо, так как она была очень популярной когда-то, было найдено много способов, чтобы ее взломать. Нарута не на шутку испугался. Это был неожиданный переворот. Я расскажу, если отпустите, сдался Нарута. Он никак не объяснит, как и кто запечатал в него Кураму. Дайджин Чирики в этом мире была все еще кушена. Хакари решил, что заберет мальчишку. Он узнает все его секреты. Тот либо гений, либо глупец. Так рассказывай. Что ты скрываешь? Холодно спросил хранитель. Изуми же хотел освободить брата. Он понемногу начал понимать смысл словшись и некоторую правду действительно не стоит знать. Это усилительные печати. С их помощью я могу накапливать чакру и использовать для укрепления тела и сознания. Я не думаю, что она запретная. Частично соврал блондин и посмотрел на брата в надежде, что тот прекратит все. Мужчина посмотрел внимательно на тело мальчика. Это объяснение было логичным, но что-то подсказывало, что все не так просто. Допустим, ты не врешь, а печать восьми триграмм. Подобное есть у твоей матери. Ты должен знать, что она относится к запретным, и цена за использование. порой стоит жизни, снова спросил Хакари. Намекадз сжал пальцы в кулак. Есть то, чего он не должен знать. Но эта печать действительно вызывала подозрения. Я не знаю. На меня раньше напали и едва не убили. Эту печать сам себе я не мог поставить, оправдывался Джинчирике. Этот ход был большой ошибкой и он еще больше увеличивал тень сомнений. Вот если бы Изуми все знал и помнил, то не было бы так много проблем. Такова цена изанаги. Да, на него напали и едва не убили. Тогда Наруто не мог пользоваться чакрой, как сейчас, подтвердил слово младшенького бывшей Анбу. В голове мелькнула картинка Наруто, Саски, Ри и его самого, где младшенький что-то рассказывает. Но слов не слышно. Хакари хотел было задать еще один вопрос, но красноволос и перебил родственника. Как давно ты знаком с Ри? Внезапно спросил тот. Наруто укусил себя за губу. Он хотел бы ответить давно, но тогда в голове не сойдется общепринятая картинка. Я узнал этого мужчину недавно, когда в больницу попал мальчик. Я ответил на все ваши вопросы, так что отпустите меня, потребовал Наруто. Он ходил по краю меча. Один неверный шаг и все может оказаться только хуже. Ладно, на этом все. Я поговорю с кушаной Минато, молвил Хакаре и развеял цепи. Изуми обнял своего брата и тихо шепнул прости. Мужчине трудно было сохранять хладнокровие рядом с братом. Он не мог, как отец, ненавидеть и быть равнодушным к Наруто. В памяти до сих пор были свежие картинки раненого окровавленного тельца маленького ребенка. Именно это проломило безупречную защиту флегматичного, но все равно любящего брата, изуми. Такое забыть невозможно, хотя, наверное, мужчина и сам этого не хочет. Ведь тогда это означает стать таким, как прежде ставить превыше всего карьеру отца остатки любви Наруто. Так нельзя. Хакарисан, давайте мы сначала поговорим наедине. Это будет намного разумней. Пусть Наруто пойдет домой. Он все же ребенок вдруг дружелюбно молвил на Микадзе и положил руку на плечо бывшему наставнику. Этот жест был неформальным, предполагал уже дружескую беседу, а не официальную беседу между хранителем и сыном Хакаги. Сейчас они семья, учитель-ученик. Наруто иногда не мог понять, что же творится в голове его брата. Поведение было спутанным, иногда нелогичным, словно его что-то сдерживало, не давало выпустить истинное я. Вот как только угроза нападения на конаху исчезнет, мальчик сам себе пообещал, что будет просто жить, как и Саске довольствоваться радостью семейного уюта и откажется от всей силы, которую пытался получить. Он наконец-то понял, в чем смысл осторожных поступков в Саске. Это его искупление греха. Сила, ради которой пролилось много крови, в том числе и родных клана Итачи. Всему есть своя цена. Спасибо, Изуми, довольно поблагодарил Джинчирики. Намикадзе вместе с хранителем вышли из палаты. Хакарисан, прошу вас, давайте оставим все, как есть, просил Изуми. Красноволосый ухмыльнулся и наклонился ближе к бывшему ученику. Ты же сам этого хотел. Теперь уже поздно. Я сам обо всем хочу узнать. Плати за свое любопытство, прошептал Изумуки. Изуми вжал бывшего наставника в стену. Ничего не поздно. Наруто принадлежит к нам Микадзе, несмотря на то, что изменил фамилию. Так что не вынуждайте меня рассказать главе клана об одном интересном инциденте, что произошел десять лет тому назад. Это похоронит вас. Еще хоть один шаг, взгляд или мысль о моем братья и я лично прибью тебя, пригрозил вдруг сын Хакаги. Хакаре сцепил зубы. Этот чертов паршивец имел то, чем можно было им манипулировать. Тогда зачем доверил то, чего не хотел, чтобы кто-либо знал? Хитро молвил хранитель сжал горло шантажиста. Изуми цепями сначала сдавил кисть мастеров у индийцу, а потом жуткий хруст свидетельствовал о переломе ни одной кости. Не смей меня касаться. Услышу хоть один писк вырву язык. Не зли меня, ты знаешь, на что я способен, хладнокровно молвил мужчина и двумя пальцами поднял голову пострадавшего, вынуждая того смотреть ему в глаза. Вот это был настоящий изумий, которого уважали отец Санбу, которого боялись за пределами границы. Когда ты стал таким? Громко прошипел мужчина. Намикадзе сильнее стиснул шею, вынуждая хранителя высунуть язык. Тот пытался отбиться, но кисти переломаны, он ничего не может сделать. Руки это сила и слабость мастера фуиндицу. Указательный палец изумий зажегся синим пламенем. Какая разница? Думаю, ты понимаешь, что я хочу сделать. Поэтому не вынуждай меня вместо печати ограничения правды, вырывать тебе язык или ампутировать кисти. Стой смирно и не брыкайся. Высуни язык, у меня мало времени жестоко молвил красноволосый. Хакаря, одному из сильнейших в клане, не оставалось ничего, кроме как покорно стоять. Кисти болели и не слушались. Он не мог создать ни одной печати. Пути чакры тоже были повреждены, что было самое худшее. Печать прожгла язык. Изумий создал возле себя и бывшего наставника сферу, которая поглощала любые звуки. Вот отлично. Сам придумаешь, как сломал кисти. Можешь рискнуть рассказать правду, если жизнь не дорога. Эту печать могу снять только ю. Ведь этому научил меня ты, объяснил бывший анбу и убрал цепи. Хакаря был зол. Если раньше он жалел, что потерял такого способного ученика, то теперь овладела только злость и месть. Я же помог Акаре по твоей просьбе. Разве так благодарят? Только спросил изумики и попытался согнуть кисти. Изуми положил свои ладони на раненые конечности бывшего наставника. Я был неправ, но мой брат для меня важнее ваших экспериментов. Ваши кисти заживут, а я отблагодарю вас позже. О том инциденте никто не узнает, я обещаю, так что прошу вас не злиться. Маленькая правда не помешает вам и дальше жить так, как и жили. Вы сохраните секрет и должность, думаю, все честно. Это моя несбыточная месть, объяснил изуми едва прозрачным рецепием вернул нормальное положение кистей. Они же начали исцелять. Намикадзе перенес ослабленного Хакаря в другую палату, после чего зашел к Наруто, который лежал и смотрел в потолок. Как разговор? Спросил блондин и посмотрел на брата. Аники улыбнулся. Продуктивно, он обещал оставить тебя в покое, пойдем, может, домой? Вдруг предложил красноволосый. Наруто чувствовал, что одним разговором не обошлось, но он рад, что все прекратилось, хотя данный инцидент заставил быть на чеку. По дороге домой изуми ни слова не проронил. Он не был задумчив, а просто куклой, которую что-то тянет за нитку. На самом деле, он пытался принять простую истину, что-то не так, и копать глубже нельзя. Это как вскрывать рану с виду вполне ничего, а внутри полно дерьмо. Правда рано или поздно откроется, но не благодаря ему. Все будет сделано чужими руками. Изуми, о чем ты говорил с Хокре. Нарушил тишину мальчик. Наруто чувствовал, что правду и так не узнает, но попытка не пытка. Да так, просил не выполнять мою просьбу и оставить тебя в покое. Ты же мне все расскажешь, как придет время. Вдруг воодушевленно молвил мужчина и погладил младшенького по голове. Эмоциональная нестабильность немного волновала Узумуки. Он не понаслышке знал, какими обычно бывают такие люди. Да и Изуми Иван Бу не просто так служил, не за сын Хокаги. Столько нужно узнать. Ты хотел, чтобы меня исследовал наш родственник? Зачем? Только спросил Джин Чирике и посмотрел в глаза красноволосому. Тот все равно улыбался, как в ни в чем не бывало. Я просто хочу знать, что ты с собой сделал. Есть техники, о побочных действиях которых ты не знаешь. Я хочу тебя уберечь от обмана и опасности, искренне ответила Ники. Теперь, когда у брата появилось больше свободного времени, у Наруто не осталось возможности тренироваться. Теперь у него появился личный надзиратель. Изумий, прости, это невозможно, просто вери в меня. Мы же братья, констатировал Узумаки и продолжил путь. Ему точно необходима помощь Акаре и Рю. Изумий слишком его опекает, боится и переживает. Это может и боком вылезти. Акаре лежал в кровати и о многом вспоминал. Он никогда бы в жизни не подумал, что извращенец и наставник Рю окажется его родным отцом. Это было почти что на уровне фантастики. В голове подобной правду просто не укладывалось. Свернувшись с горем пополам калачиком, юноша попытался уснуть и обдумать просьбу Наруто. Он мог помыкать ее, как хотел, но решил пока что оставить эту идею. Тело ныло. Рю пялился на сына и Альбинос это чувствовал. Неловкая тишина создавала глупые мысли в головах обоих присутствующих. Рю было стыдно, а Акаре неловко. Так бы продолжалась вечность, если бы не просьба блондина. Мне нужна твоя помощь, тихо молвил юноша и посмотрел на отца. Тот ожил и улыбнулся. Все было еще не потеряно, а Вось и папа и будет звать. В чем же заключается моя помощь? Только спросил дракон и сел на краешек кровати сына. Пальцы захрустились от желания коснуться кровиночки его маленького змеюноши, который не похож ни на кого другого, единственный, кто у него есть. Мне нужны клоны Наруто и Саски, так чтобы даже клан Узума Киучиха не мог поймать, объяснил Акари и высунул ногу в зону досягаемости отшельника. Нечестный ход, но на войне все средства хороши. Ты же знаешь, что для таких клонов мне нужна змейная кожа и много чего другого, оправдывался дракон и все же поцеловал пятку сына, тем самым смущая последнего. Акари спрятал ногу под одеяло. Ну и что? Им же нужно закончить дело, да и я хотел бы узнать всю правду о Наруто. Он обещал мне, что поговорить с тобой, вдруг вспомнил Альбинос и открыто посмотрел на наставника. Тот лишь вздохнул и не спеша принялся рассказывать все, что знает, без какой-либо утайки. Все было так, как и юноша себе представлял, даже лучше. Ему очень сильно захотелось посмотреть, на что способны Саски Наруто. Мы должны им помочь, снова твердил Акари и придвинулся к отцу. Рю не мог не заметить блеск в глазах юноши. Тот снова был в своем репертуаре, искал приключений. Ладно, так и быть, мы поможем им, но не забывай, прямого участия в миссии принимать не будем, только помощь со стороны, предупредил мужчина. После двое отшельников исчезли с палаты, оставляя только Ужин прошел в полной тишине, и мальчика это очень напрягало. Изуми просто ел, несмотря по сторонам. Узумаки хотел придумать, чем же отвлечь от себя опытного бойца Анбу, тот же его из виду не упустит. Он может принять режим отшельника или объединиться с Курамой, чтобы на большой скорости убежать, но Аники был еще отличным сенсором. С таким и рыпаться нельзя. Изуми, я тут подумал, начал отца и тоже отложил приборы. Раз у нас здесь все наладилось, может, ты снова вернешься в Анбу? Итачи тоже вернется, если Саски победит. Шисуэса вчера был принят в отряд. Вдруг предложил отец. Для джинчирики это было идеальное решение проблемы. Анбу забирает много времени. Отец, мне лучше тренировать Наруто. Так он станет сильнее, категорично ответила Ники. Кушина смотрела кого ругать? Изуми, соглашайся. Я буду упорно тренироваться с Итачи или с другим Сенсием, если Саски победит. Так у меня появится стимул равняться на тебя, ведь ты же в Анбу, убеждал джинчирики. А Ники посмотрел уже на младшенького, который светился, как рождественская елка. В голосе не было ничего подозрительного. С одной стороны, это логично, что Наруто хочет, чтобы его брат был лучшим, но, с другой стороны, смущала резкая перемена в Хакаге и отсутствие ненависти мальчика к отцу, который не просто испоганил детство, но еще и постарался выкинуть родного сына из турнира. Многое не сходилось. Хотелось узнать побольше, но и это означает, что снова прижать брата к стенке, поступить так, как сегодня. Наруто может и от него отвернуться с таким-то подходом и резким изменением настроения. «Ну, я не знаю, я же тогда так нехорошо ушел», вдруг ответил красноволосый и посмотрел на реакцию отца и брата. Хакаге улыбнулся, а Наруто слегка удивился. «Ничего, я горжусь, что у тебя есть своя точка зрения, которую ты так яростно отстаивал, правда, Наруто?» ответил Минато и посмотрел на младшего сына, который точно не знал подробностей ухода Изуми и Замбу. «Да, я согласен. Ты крутой, Изуми!» поддержал Наруто. Изуми снова оценивающий и посмотрел на родных, после чего вздохнул. «Может, у него братский комплекс?» Печати не выходили из головы. «Анбу его точно отвлечет от повышенного внимания к младшенькому. Может, Наруто этого и добивается, чтобы что-то скрыть?» «Ну что?» «Я подумаю, отец, если не вражешь». Предложил красноволосый и принялся доедать ужин. Минато кивнул в знак согласия. Наруто же, не подавая вида потерянной надежды, улыбнулся, словно рад, что Изуми никуда не уйдет. Мальчик решил обмануть брата и показать истинную силу Печати. Только так Изуми уйдет в Анбу и оставит его в покое. Как только ужин закончился, Наруто первый пошел в ванну и умылся, хотя обычно шел последним. План быстро обрисовался в голове, оставалось только, чтобы Изуми пошел в ванную. Пяти минут хватало с лихвой. В комнате Джинчирики создал трех клонов и преобразил соотствительного умы, Аами и Каэди. Не было сомнений, что красноволосым как-то удавалось за ним следить. И, как только дверь скрипнула, Наруто начал свой спектакль. Клоны медленно подходили к нему из убежища, касаясь своей печати, исчезали. Изуми увидел снова то, что его впервые удивило. Узумаки подошел к стене и постучал по ней, как раз в видимую зону. Ты за мной следишь. Искренне возмущался Наруто, после он выбежал из комнаты и побежал к брату. Я это не знал, как оправдаться, изуми. Его поймали словно извращенца, который подглядывал за голыми девушками во время купаний. Ты это нечестно, продолжил блондин и сжал футболку брата. Откинув растерянность, Намикадзе схватил маленькие ладошки брата и посмотрел в глаза. Что это были за люди? Сразу спросил Анике. Наруто уже был готов. Он без стеснения создал троих клонов с соответствующей внешностью. Мазнув кровью по печатям, он усилил тело чакрой. Это же клоны, констатировал изуми и коснулся женщины. Это не просто клоны, коснувшись печати. Каждый взял часть моей плотной чакры, объяснял джинчарики. Изуми ударил со всей силы голубого волоса во мужчину. Клон на удивление не развеялся. Зачем же тебе клоны? Задал логический вопрос красноволосый. Ему понравилось, что младшенький повышает контроль чакры и каким-то образом уже может защищать тело. На самом деле этот трюк высосал хорошую часть чакры. Смешав нь-янь и синюю чакру, получилась гремучая смесь. Черная чакра разрушала, сдерживала силу изуми, а белая восстанавливала тут же малейшие ушибы. Контроль действительно давался с трудом. Это моя защита и оружие. На расстоянии у меня больше шансов не пострадать и восстановить немного силы. Вот и секрет. Я не хотел, чтобы ты об этом знал, невинно объяснил изумики и развеял клонов, как только те снова коснулись его печатей. Все казалось правдоподобным. Изуми благодарно обнял брата и улыбнулся. Я бы помог тебе усовершенствовать технику. Ты же знаешь, что она очень затратная. Но, видимо, тебе проще самому находить выход из ситуации. Кажется, теперь я могу спокойно вернуться. Но перед этим пообещаем мне кое-что, посмотрел в серые глаза брата. Тот улыбался и радовался. Что именно? Уточнил изумики. Обняв младшенького, мужчина прошептал, если попадешь в беду или отец возобновит свой террор, ты мне скажешь или призовешь. Только так я могу вернуться на службу и не переживать. Мальчик обнял брата. Все складывалось, наконец-то, так, как надо, хорошо, но взамен ты пообещаешь больше не следить и не шпионить за мной. Это меня пугает. Пробормотал мальчик. Тихо и да теперь гарантировало Наруто исполнение любого плана. Возле двери стояла кушаная и улыбающаяся Мината. В этом доме начался настоящий праздник. Наруто долго не мог уснуть. Печати горели. Дурное предчувствие. Но мальчик решил не тревожиться раньше времени. И так что-то рано или поздно произойдет. Из головы не выходил о России. Как ни странно, Хакари. Хранитель был не глупым, точно о чем-то догадался. На подоконнике сидела белая кошка и смотрела в упор. Дженчирики точно помнил, как закрывал окно. Заметив взгляд ребенка, животное соскочило с прежнего места и прыгнуло на кровать. Наруто даже без режима отшельника чувствовал могущество чакры неизвестного. Кто вы? Шепотом спросил Узумаки, чтобы не разбудить Изуми, который спал в соседней комнате. Кошка раздвоилась, и вторая личина, словно привидение, медленно начала обретать материальную оболочку. Кошка шикнула и убежала обратно, а на кровати сидел вполне улыбающийся Хакари. Вместо Хакани были удобные темные штаны, а водолазка и вовсе сидела словно вторая кожа. Зачем вы здесь? Снова спросил ему нужно было. Это уже был нездоровый азарт узнать больше. Нет, мальчик мой, не то, о чем ты, наверное, и подумал. Все дело в личной обиде. Я хочу забрать тебя в клан, чтобы твой брат не видел тебя и понял, каково мне сейчас, честно признался мужчина. Он особо не стал спрашивать разрешения у мальчика. Вокруг обоих Шиноби создалась огромная красная сфера. Наруто сконцентрировал немного чакры Янь, чтобы пробить непонятное уплотнение чакры, но воронка сразу же восстановилась. Я не хочу. Я не только брат изумий, но и сын Хакаги, твердил блондин и снова попытался пробить плеш. Хакаре погладил по голове мальчика и ухмыльнулся. Для тебя он Хакаги, а не любящий отец. У тебя есть хотя бы в один светлый момент в этой семье. В клане все равны, есть глава и хранители. Там ценится любая кровь изумийки. И да, не пытайся хоть что-то сделать с барьером. Его даже для хвостатых проблемно пробить. Горячо молвил красноволосый. Сложив несколько печати одной рукой, радужка миндальных глаз приобрела светло-голубую каемку. Появилось множество печатей, как и каждый раз, когда мужчина применяет хоть какую-то технику. Это было впечатляюще. Наруто не планировал покидать свою комнату, тем более с Хакари. Тот явно с ним шутки играть не будет. Мальчик сложил руки и высвободил много чакры, чтобы оттеснить и дестабилизировать сферу. Хранитель что-то пальцем писал. Заметив подозрительную активность со стороны, отвлекся от своей работы. Мужчина схватил блондина за руку. Мастер чувствовал любые изменения в сфере. Не пытайся. Моя чакра сильнее твоей. Ты нерационально используешь свою. Объяснил красноволосый и, коснувшись лба мальчика, вытянул всю чакру. Синяя точка осталась в бессознательном теле джинчирики. Он сам не понял, как это произошло. Чакра Курамы помогла бы продолжить бой без труда, но не в родительском же доме, тем более, когда за стеной спит брат. Нужно что-то сделать. Крикнул Наруто. Курамы цыкнул и посмотрел на друга. Ты совсем расклеился. Раньше рвался в бой, не думая о последствиях, а теперь боишься всего, что окружает. Молвил Кьюби. Слово Лиса заставили задуматься над происходящим. Я бессилен. Если хоть кто-то узнает о тебе. Начал мальчик. Кьюби наклонился к блондину. Что-нибудь придумаем. Перестань бояться себя. Разве ты такой жизни хотел? Пережил ненависть целой деревни, победил многих врагом, в числе которых страх и боль. Если тебя поистине любят, то примут любым. Очнись, идиот. Наруто открыл глаза. Давно он не чувствовал чакру девятихвостого. Изнутри сфера была уязвимой. Выпустив огненную чакру, голубый шар в миг рассосался, оставляя в воздухе только остатки печатей. Хакари едва успел прикрыть себя от могущественной чакры. К комнате мальчика сбежались все. Изумий был в одних спальных штанах в отличие от Хакаги, который подоспел попозже. Что здесь происходит? Громко спросил Аники и подошел к младшенькому. Хакари пришел в себя и мигом в воздухе нарисовал странные витеватые печати. Наруто вытянул левую руку и, смешав чакру Кураму с Янь, создал плотный черный шар. Она была похожа на бомбу хвостатого, только мощнее, разрушительней. Скажи, зачем я тебе, иначе не пожалей дома и сравняю с землей, пригрозил мальчик. Другой рукой Джанчирики вытянул руку из чакры и вытолкнул родных за границей комнаты, закрыв при этом дверь печатью. Хакаги хотел пробиться, но третьей вытянутой рукой мальчик поймал куны и выбросил вместе с отцом. Так и знал, что в тебе спрятано что-то интересное. Это же чакра Каюбии, восхитился хранитель. Мужчина выпустил цепи, активировав печати, которую я только нарисовал, создал странного великана. Страш вытянул руку, чтоб схватить и подавить силы противника. великана. Он почувствовал, что чакра друга тут же исчезла, но даже небольшое количество янь имело разрушительный эффект. Это же не может быть. Двадцатый канон, божественные руки Будды, удивился Хакаги и попытался создать вокруг себя барьеры. Помоги мне укрепить дверь, чтоб в родню не попали. Попросил Наруто. Тот только покорно кивнул головой, нарисовав какую-то печать, хлопнул руками. Интерьер комнаты быстро преобразился. Стену украсились красивыми рисунками двоих обезьян. Одна была не говорить, а вторая не творить. Как ты узнал об этой технике? Она из двадцатого канона божественного. Спросил мужчина и вытянул руки перед собой. Мальчик не терял бдительности и распределил янь по ладони. Но со слов родственника многое объяснялось, откуда у предшественника описание техник. Но теперь был вопрос как же он получил доступ к свитку, когда подобные хокари охраняли его. Я не помню. Во время нападения я потерял память, ответил джинчирики. Красноволосый положил руки на щеки и улыбнулся. Он знает больше, чем изуми. В мальчике каким-то образом сидела часть кубии, он владеет божественными руками бд, и это еще не предел. Я так понимаю, что сейчас ты не пойдешь со мной? Переспросил мужчина и посмотрел прямо в глаза. Наруто хотел было ответить, как вдруг дверь словно расплавилась. Мужчина под нос себе выругался и вытянул руки в сторону двери. Ты должен пойти со мной. Это моя месть твоему глупому брату, ответил хокари. Блондин понимал, что таким образом рождаются злодеи. Но не сейчас. Он не может уйти прямо сейчас. Я уйду с тобой, но немного позже я обещаю. Изуми об этом не узнает. Есть то, что я должен закончить, ответил джинчирики. Хранитель был краток. Он протянул мизинец в знак клятвы. Мальчик сжал мизинец, печати, которые окружили пальцы засветились, подтверждая клятву. А кровь, которая пошла, только укрепила ее. Хокари чувствовал, что за гости к нему рвутся. Взмахнув рукой, он как будто что-то стер. Золотые печати окружили белоснежные кисти. Взмахнув уже обеими руками, мужчина превратился в синего огненного феникса и исчез, оставляя в руках наруто перо, как напоминание о клятве. Стену в комнате расплавило вместе входом. Гостей действительно было больше, чем ожидалось. В комнату торжественно вошел высокий мужчина, одетый в белоснежное кимоно, с огромным красным символом водоворота на груди. Его лицо было словно восковая маска. Брови, в виде запятых, окрашены валой цвет, как и точка, что была по центре губ. Снежно-зеленые глаза обрамляла тонкая подводка. Все было настолько аккуратным, что аж слишком. Казалось, что один взгляд незнакомца искоренит хаос даже в самой вынул маленький черный веер. Хакари смылся, констатировал зеленоглазый и всерьез посмотрел на Хакаги, который ожидал более детальных выводов. Минато попытался не наорать на одного из хранителей клана. Он и так видел, что нет преступника. Он проник в мой дом и напал на сына. Мне мало Хакари смылся, парировал на Микадзе и стало напротив Реди Цуши, главного хранителя из четырех. Тот цокнул и высвободил чакру из своего тела. За несколько минут в комнате воцарил идеальный порядок, который не был присущ младшему сыну Хакаги. А Наруто оказался в клетке, которая полностью состояла из печати. Мальчик чувствовал, что его тело, каналы чакры и почти все органы восприятия парализованы. Все, что он мог сделать, так это смотреть и думать. Хакари умный мальчик, он просто так не действует. Да и как вы уже успели убедиться, ваш сын обладает необычной силой, вернее дьявольски необычной. Может, объясните, как же так случилось? Начал хранитель и погладил сквозь клетку мальчика заличка, словно оценивая, из какого материала создана кукла. Его серебренные волосы блестели, а при контакте с красной клеткой окрашивались валы лишь на миг. Минато не знал, что ей ответить. Он почувствовал на себе чакру девятихвостого, который надежно спал в кушине. Это, действительно, было подозрительно. Наруто был рад, что не мог ни говорить, ни тем более воспользоваться своим телом. Он попросту не знал, как объясниться. Это была серьезная оплошность. И как назло, он не мог проникнуть в убежище к курами, чего еще никогда в жизни не происходило. Этот незнакомец был сильным. Я не знаю, может ли такое произойти, что при родах Кэби разделился на две личины, и одна из них оказалась в моем сыне. Предположил Хакаги. Изуми медленно отошел от шока. Голова болела, он был зол и хотел бы преподнести урок бывшему наставнику. Но сейчас, призвав Реди Цуиши, и при столь невыгодных обстоятельствах все могло только стать хуже. Хакарев отвод оправдают без суды и почти следствие. А отношения, которые могут испортиться между кланом Музума Киакон и Хай, ведь Намикадзе Минато был Хакаги главой, что было крайне невыгодно. Может быть, а может и нет. Но не хотите ли вы признать, что действия Хакаря были вполне правомерными? Он заметил чакру девятихвостого и хотел узнать об источнике побольше. Мальчик не пострадал, спокойно молвил мужчина, посмотрев в глаза создалась черная сфера. Печать Хаоса время вспять, молвил хранитель о воздухе и нарисовал огромную лилию, состоявшую из древних Кандзи. За границами сферы словно анимаций, происходили действия без звука. Мальчик о чем-то говорил с Хакаря, их не очень длинный бой, печать клятвы Синий Феникс. Наруто испугался. С такой невероятной силой незнакомец мог узнать все то, что тот пытался скрыть любой ценой. Кандзи раскрыли смысл разговора двоих соклановцев. Любопытно. Какие же дела должен доделать мальчик, и что же сделал твой сын хранитель моего клана? Довольно молвил серебряный волос и снял печать. Теперь ни одна из сторон не была в выигрыше. Изуми только сейчас вспомнил, какую беду сотворил наставнику, будучи ребенком. Он присел на колени, брата. Минато молчал. Его угнетало то, что у него не было никакого козыря. Теперь держать под колпаком Изумики невозможно. Да что там уже? Его сыновья теперь даже не принадлежат полностью ему. Ну вот отлично. Наруто пока будет жить в доме, который принадлежит Изумике, чтобы закончить свои дела, после которых отправиться в клан, как и пообещал, не скрывая радости, молвил мужчина и исчез вместе с Наруто. Это был подарок судьбы. Хакаря, несмотря на свой поступок, нашел кладезь неисчерпаемой силы Каюбии, которую можно было подчинить. Минато швырнул свой валявшийся на полу кун из-за окна. Он не заметил, что возле него была настоящая сила. Пытаясь подчинить могущественный клан Изумаки, он не заметил, как теперь обязанным же попался в собственную ловушку. И только Кушина думала о своем сыне, не выказывая своих эмоций. Она была разочарована в своей семье. Дом был в традиционном японском стиле. Вокруг клетки по кустам стояли четыре белоснежных лиса с красными ушками и лапками. Возле них сидело трое мужчин. Хакаря снял печать общего призыва, молвил лысый мужчина в черных Хакарне. Он пугал больше всех, но тем не менее олицетворял мужчину среди присутствующих, которых можно было легко принять за женщину. Десяди, ты не хочешь его найти. Ну и ладно. А что ты скажешь, Келари? Благосклонно молвил мужчина и несколько раз взмахнул своим веером. Возле Десяди сидел юноша с коротким Каре. Он раздумывал над чем-то и смотрел в упор на Наруто. А где малыш из Уми? Спонтранно молвил Келари и снял клетку. Наруто почувствовал, что может контролировать свое тело. Несмотря на то, что он не такое повидал в бою, техника хранителя была настолько мощной, что дженчурики боялся умереть от асфиксии. Дома размышляет над своим поведением. Четко молвил Реди Цуши. Келари без церемонии сунул руку по локоть и в живот Наруто, словно перебирая внутренности, нахмурил брови. Изуми же твой любимчик. Он тебя как-то обидел? Между прочим спросил юноша и вынул руку, которая ранее была белоснежной, теперь все в печатях. Зеленоглазый вздохнул и аккуратно сложил веер, на который печати сползли из руки юноши. Нет. Хакаре обидел. Какое неуважение к наставнику, как думаешь десиди? Вежливо спросил мужчина и оторопел. Все печати были запрещенными, а некоторые из священного свитка. Лысо закрыл глаза мальчика, заставив того спать. Он видел свиток и каким-то образом сумел применить печати, не умерев при этом. Все, что я могу сказать, так-то, что либо он гений, либо кто-то вставил на нем эксперименты. Давайте просто наблюдать, иначе не мы будем держать на коротком поводке Мината, а он нас. Благодаря безрассудству Хакаре, мальчик теперь наш. Нужно только подождать, тогда все и узнаем, предложил хранителя, взмахнув рукой, и исчез. Килари нарисовал на лбу Наруто символ удачи, втайне отредит Суши, после вместе с ним и покинул дом, оставляя дженчурики наедине с лисами охранниками. Кто знает, что ожидает Наруто в будущем. Но теперь известно только одно, хоть это и не третья мировая война Шиноби, но воевать придется не только со Россией, но и со своими родными. Он поспит сейчас спокойным сном, которым наградил его Десиде, а дальше начнет расхлебывать кашу, которую сам же заварил. Всю ночь мальчик отходил от непонятной ему техники одного из хранителей. Ситуация стала только хуже. То, что он хотел скрыть, почти стало явным. Все было зря. Единственным плюсом было только то, что он мог не скрывать свои силы и пользоваться ими, как угодно. Наруто хотелось, словно маленькому ребенку, спрятаться под одеялом, чтобы ничего не видеть и не знать. Он нужен всем, не как друг, сын а как боевая единица, прекрасный материал для экспериментов, точно так же, кем и был саски для рачимару. Только есть еще и третья сторона, намного темная и зловещая о России. Тело было неденаме и за одной позы на холодном полу. Лисы, стоявшие квадратом, ужасали и нагнетали обстановку, но ничего нельзя поделать. Ладно, все могло быть и хуже, позитивно промолвил вслух дженчурики и погладил себя по животу. Предательское урчание эхом раздалось в огромном зале. Лисы ужили и куда-то разбежались. Через несколько минут они в зубах принесли печать и у ног охраняемого субъекта, топнув лапками, активировали их. Перед узумоке появился небольшой стол, который ломился от различных закусок и блюд. Лисички, посмотрев на шокированное и радостное лицо ребенка, снова приняли облик статуй, став в прежнее положение. Вот это везение. Спасибо вам, божественные лисы, торжественно умолвил мальчик, трижды хлопнул ладошками в знак почитания и принялся есть. Еда была вкусной и сытной. После слишком плотного завтрака Наруто решил таки выйти из дома, чтобы закончить несколько дел, главные из которых повидаться с Рюю Саски. Хоть он и почти раскрылся, это еще не означает полный крах задуманного. Блондину пришлось немало времени потратить, чтобы найти выход. Стены все время перемещались, загоняя юного шина в тупик. Дом был словно живое существо. Но, так как в каждой комнате внутреннее убранство кардинально отличалось, Наруто понял только одно если невозможно обойти, значит нужно идти напролом. Но стоило ему сконцентрировать чакры Курамы, как все словно стало на свои места. За стенами оказалось стояли напуганные лисы стражи. Они поклонились в знак признания и уважения и расступились. На двери был нарисован огромный будда. Лисы постучали лапками по двери, после чего она открылась, впуская влажный утренний ветер. Дом находился в лесу возле реки. Да и внешне он напоминал развалившуюся одноэтажную избу, чем огромный дом, в котором он находился. Лис был знаком мальчику, да и эти развалины он тоже видел несколько раз. Сейчас он находился в западном лесу, что был за огромной горой Канохи. Лисы залезли на джинчурики и стали узором на оранжевой футболке. Они должны были защищать своего хозяина. Добраться к клану Чеха было проблематично по некоторым причинах. Во-первых, он находился в другом конце Канохи. Во-вторых, за ним будет охотиться отец родной брат, а это значит, что так просто он не пройдет незамеченным через всю деревню. В-третьих, хранители наверняка будут наблюдать за ним, хоть и дали возможность закончить свои дела. Джинчурики сел на пень, чтоб подумать о сложившейся ситуации. Курамы спал. Наруто сконцентрировал немного белой чакры и коснулся огромной головы Курамы, заставив того проснуться. Клан Узумаки Гррр прошипел Каюби и принял привычную для него позу. Блондин понимал его нелюбовь к клану. Узумаки умело запечатывали его в сосуды, украли свободу. Успокойся, Курама. Если не хочешь еще раз с ними встретиться, то нужно обдумать план, по которому мы доберемся к нужным нам людям. Проверь, не оставили ли хранители каких-либо печатей, а я за это время призыву остальных, попросил мальчик. Лис принялся медитировать. Наруто же укусил себя за палец и нарисовал на руке три привычных ему печати ярости, чревоугодия и похоти. Уме, Аами и Каэди стояли рядом. Мы влипли. Только молвила Уме и села. Она впервые была так серьезна. Видимо, хранители добрались даже к этой технике. Они и вас заметили? Удивленно спросил Наруто. Это было удивительно. Его технику не просто прочитали, но и узнали вдоль и поперек. Это был не просто призыв, но и проклятие, которое на каждого человека действует по-разному. Грехи у всех людей разные и соответственно сильны по-своему, все зависит от духовной энергии Цы. Этот юноша буквально прочувствовал наши возможности воспоминания, к твоему счастью, не развеял наши печати, иначе мы бы умерли вместе с тобой, ответил Каэди. Все становилось только хуже и хуже. Как только Курама закончил, стены засветились огромными печатями, которые напоминали скорее картины. Нас подслушивают и контролируют полностью, грустно констатировал Кьюби. Лис пытался сжечь печати, но они были надежно защищены, и даже чакра всех хвостатых не факт, что смогла бы их разрушить. И что же нам делать? Слух спросил Узумаки, пытался найти хоть какую-то лазейку. Он мог бы попытаться уничтожить их с помощью чакры Янь, но в этом был и большой риск. Так можно было разрушить измерение, сосуд Курамы, так как печати занимали все пространство. У Курама была идея, невероятная, почти что невозможная. Но другого выхода не было. Он не будет терпеть присутствие клана Узумаки в его измерении. Призови всех наружу. Отцам не заходи и не пользуйся моей силой. Я кое-что придумал, горячо молвил Каюбии, после чего мальчик без лишних вопросов ушел. Печати пришлось сделать видимыми. Вокруг уроклифа и его радужки создали светеватые струны, которые, отцепившись от главной печати Курамы, соединились возле новой печати, которая буквально вырезалась возле похоти. Наруто едва сдержался, чтобы не закричать от острой боли. Грех в пространство большой грудной мышцы, оттесняя печать похоти ниже на три сантиметра, где проектировалась верхушка сердца, тем самым не прерывая нити каждого ироглива. Лисы почувствовали неладное и царапнули больно по груди, едва не разорвав и так нестабильную связь. Джен Чирики нарисовал быстро печать комнаты боли на руке, попытался убежать хоть на миг. Он впервые делал нечто подобное. Все происходило как само собой разумеющее. Когда грех пустил корни к пухоти, ярости и чревоугодию, боль постепенно начала стихать, оставляя только тупые ноющие чувства. «Надеюсь, Курама, что у тебя все получится», прошептал мальчик и снял печать. Лисы тут же, словно белки, обвили его шею, ноги. Одна из них, кое-как добравшись к груди, лизнула новую печать. Но ей, видимо, что-то не понравилось, отчего бедное животное и спустилось на землю и несколько раз лизнуло траву. Живот начал болеть, но не сильно. Курама начал действовать. Анбу в маске появился перед блондином. Не в состоянии драться, лисы потянули молодого хозяина в дом, едва успев закрыть дверь перед неизвестным шинобе. Мальчик уже не мог понять, на чьей стороне его защитники, но был очень благодарен за то, что сейчас он мог просто валяться слабым в волшебном или проклятом доме. Животное перетащили Наруто к мягкому футану, укрыв при этом одеялом. Когда Наруто задремал, то услышал несколько мужских голосов. У ребенка отсутствует инстинкт самосохранения, возмущался кто-то. Он хороший, от него воняет демоном, но и доброта тоже чувствуется. Он же ребенок, молвил другой голос. Повернувшись на бок, блондин открыл незаметно левый глаз, который немного прикрывала подушка. Почти рядом сидели четыре блондина с короткой стрижкой. Их руки и ноги были красными. Оставьте дискуссии. Пусть ребенок поспит. Наш удел заботится о нем и защищать, остальное нас не волнует, ответил третий. Дженчурики решил больше не притворяться, так как таким образом он сможет нормально познакомиться со своими охранниками. Так вы можете говорить? Громко молвил мальчик и сел. Лесы напугались, но не приняли животный облик. Поздно прятаться. Да, молодой хозяин. Кратко ответил один из охранников. Наруто улыбнулся, может быть они будут друзьями. Отдохнув вдоволь и придумав дальнейший план действий, мальчик решил, что, пока он не может воспользоваться своей силой на полную, он приведет Саски к себе. Лесы ушли куда-то. В это время Дженчурики создал одного клона, после активировал печать похоти и чревоугодия. Было непривычно друзей, хоть он часто выпускал их в город. Каиди, Уме, мне нужна ваша помощь, попросил Наруто и рассказал свой план. Девушка улыбнулась и мило хихикнула. В это время настоящий Узумаки пошел искать своих охранников. Те на удивление сидели на воде и гребли лапками, словно что-то отгоняя. Зрелище было удивительным. Хоть его и заметили, но никто и не выгонял. Как же тыс вышел из воды и сел рядом. Все мы оболочки и килорисамы. Хоть ты его и не помнишь, но он тот, который впустил тебя в хранилище к свитку, тот, который научил тому, чего нельзя знать никому, ответил тот. Наруто же это проясняло все. Он наконец-то узнал откуда его предшественник узнал о столь могущественных техниках. Ему помогли из жалости или наоборот, из любви и уважения. Его предшественник не был одиноким, его любили хоть и издалека. А значит он умер с каплей любви в безграничном океане ненависти. Когда все было готово, умы, Каэди и превращенный в маленького ребенка Наруто вышли через другой выход из дома. Каэди изменял чакру мальчика, а девушка поддерживала маскировку. Ее гендюцу было почти как у очах, а в некоторых аспектах и лучше. Выйдя из леса, молодая пара наслаждалась видами города, в котором у них началось все сначала. А Ами, наверняка, будет ревновать, и вместо Каэди и Уме хотела прогуляться с любимым, но она рада и тому, что есть. Я знаю, вам тяжело находиться в мире людей, но прошу, давайте пойдем по маршруту, который нам сейчас необходим, попросил Джин Чирики. Никто не возражал. Это была возможность узнать о местности получше. По дороге они все же навестили почти все лавки с вкусностями. Уме умело создавать иллюзию денег. Даже суровый Каэди улыбался и ел все, что покупала его напарница. Это было простое человеческое счастье. Вместо запланированного часа пешей ходьбы пришлось затратить три. Но оно того стоило. Саски тренировался вместе с Итачи навыком Тадюцу во дворе своего фамильного дома. Оставалось только позвать его и все. Но когда рядом находился Итачи, это было рискованно. Нам нужен вон тот мальчик. Тихонько спросил Уме, указав взглядом на Саски. Наруто принялся придумывать дополнительный план, как девушка стремительно направилась к молодым учхо. Дженчирики просил богов только об одном, чтоб его не раскрыли. По городу и так ходило слишком много анбу, которые заглядывали едва ли не в душу. Все искали его. Подойдя к воротам, Уме порвала камень. Приспустив кимоно в зоне декольте она настроилась на жестокую битву. Здравствуйте, есть ли здесь кто-то? Мило спросила девушка и вошла вовнутрь. У ее горла моментально оказался клинок и внимательный взгляд Итачи. И это не из-за того, что в ворота зашла девушка, а из-за того, что недавно клан установил печати, по которым внутрь могу войти либо приглашенный имея на письме специальную печать, либо же те, у кого кровь и чих. Кто ты? Холодно спросил мужчина. Ума коснулась его руки, тем самим внедряя свою ядовитую чакру в поток незнакомца. Она сама похоть, и любой, почти любой, всегда реагировал на нее, как на женщину. И даже Итачи вдруг опустил кунный. Он чувствовал странные эмоции к проникшей женщине. Разум вопил, что что-то не так, разрастающее чувство, Итачи отошел на комфортную дистанцию. Для него постыдно быть в таком состоянии при младшем брате. Извините, это было неправильно войти на вашу территорию, но я порвала сандарью и больно ронила ногу, не могли бы вы мне помочь? Вежливо попросила ума и картина упала на колени, показывая свою красивую грудь Итачи. К нему прибежали остальные соклановцы. Саски эта ситуация была на руку. Он должен был призвать Рюю в наиболее нужный момент. Пока все внимание акцентировалось на женщине, мальчик выбежал через другие ворота. Саски выбежал через другой выход, констатировал Каэди и повел Наруто навстречу с другом. Несмотря на боль в животе, Джинчирики вздохнул с облегчением. Наконец-то он увидится с Саски, расскажет обо всем и давит решение проблем. Саски почувствовал чакру друга. За несколько дней или даже недель события становятся все более насыщенными и тяжелыми. Несмотря на то, что поместье клана находится за городом, даже сюда уже дошли слухи о случившемся день назад. Ему было интересно узнать все от Наруто. Как назло Ктато наблюдал за ним, и это было плохо. Не один раз уже перед молодым учихой становился вопрос выбора жить счастливо, боясь самого себя, ну и принять все, как есть. Именно поэтому ему нужно было узнать подробности случившегося с другом. Только так он сможет принять верный выбор без сожаления. Несмотря на странный облик и измененную чакру, Саски все равно узнал у Зумуки. Между ними действительно была какая-то связь. Но для того, чтобы убедиться в том, что все верно, Учхо активировал шарингом. «Саски, это я», прошептал блондин. Рядом стоящий мужчина не внушал доверия. «Объясни все, времени мало», молвил мальчик. Наблюдатель вышел из места укрытия. Это был Нутси. Один из смотрителей клана. Его нельзя было назвать самым сильным, скорее умным тактиком. «Нам здесь не поговорить, я клон настоящий находится в другом месте», ответил Узумуки и вручил бумажку, после чего исчез. Инутси замахнулся кунаем на мальчика. Он инстинктивно увернулся, забыв деактивировать шарингом. Ко всему прочему кто-то незнакомый пытался попасть на территорию клана. Не обо времени выяснять отношения с родственниками. Кому-то на руку был приход нарутое вторжение незнакомки. Инутси подбежал к мальчику, несмотря на шок, и это стало его ошибкой. Саски без сомнения пустил маленьких зарит молния сквозь два пальца в живот мужчине. Его недооценили. Извини, Инутси, позже я все тебе объясню, а сейчас мне пора бежать, спокойно молвил Саски и убежал, оставляя родственника в хилом состоянии с быстро развившимся гендюцу, который тот попытался использовать. Поскольку катана находилась в комнате, и выбора не было, кроме как создать другое оружие. Сконцентрировавшись, мальчик представил меч из молнии и, согнув правую руку в кулак, левой он провел прямую линию от кулака влево, тем самым материализировав необходимую вещь, после он покрыл его аматеросу. Куда уж там скрываться? Выбора нет. Много соклановцев было в городе, а остальные отвлеклись на проникшую женщину, а это значит, что секрет кланучих, который хранился в подвале храма, был почти что незащищенным. Там рассказано о силе Шарингана и возможности получить его даже теме, кто не имеет крови учих, не говоря уже о запретных техниках. Бояться вроде бы нечего, ведь прочитать можно только, имея Шаринган, но в связи с тем, что у его предшественника вырезали глаза, значит во России уже есть тот, кто сможет прочитать свиток. Западная стена была уничтожена. Печати, защищающие храм, были сорваны. Входить внутрь было опасно. Противник должен был быть сильным, поэтому, не найдя лучшего исхода ситуации, мальчик решился действовать радикально, так как это делает глупый Наруто. Саски кинул меч в проход, после чего, сложив печати и хлопнув ладошями, принял необычную боевую стойку. Запретная техника смерти коса бога грома, молвил громко Брюнит, после чего развел руки, создавая явную дугу. Вокруг храма создалась грозовая туча. Мелкие молнии создали огромную косу. Саске трудно давался контроль, так как, словно кукольнику, необходимо было контролировать едва ли не десятки тысяч маленьких молний. Руки запылали от едва прозрачной чакры. Благодаря мечу, он сможет точно попасть в цель. Учхо нарисовал в воздухе странный рисунок, отчего коса вмиг ударила в храм, превращая прежде старинное здание в пыль. Из-за этого послышался жуткий вопль. Цена этой техники чакры и кровь применявшего, а также пострадавшего. Из-за анемии, Саске почувствовал слабость, но не боли. Активировав ринган, Саске смог ощущать все вокруг. Враг выжил. Его что-то спасло, но тем не менее ранения были серьезными. Эта техника была огромным расточительством чакры не сил, но мальчику очень хотелось ее испробовать. Враг едва стоял, его защищал восьмигранный щит. В руках он держал пепел. Это был свиток, а точнее все, что от него осталось. Выплюнув немного крови, незнакомец, сложив печати, медленно превращался в дым. Саске решил не рисковать, обычно простый дым мог оказаться ядовитым или с другими неприятными сюрпризами. Покрутив головой, Учхо заметил, что у ворот кто-то стоял и просто наблюдал. Он спрятал свою чакру. Создав Сусана, Брюнет выжидал. Что-то должно было случиться. В правой руке вмиг создался любимый клинок из молнии Аматерасу. Все эти техники забирали много чакры, да и запретная техника немало навредила, но с врагом нужно было кончать чем-то побыстрее. Туман покрыл Сусана, быстро разъедая его словно кислота плоть. Взмахнув клинком, мальчик ожидал, что развеет его, но в конечном результате уничтожил один из щитов противника. Враг мобилизировал туман и отошел на комфортную дистанцию от мальчика. Только сейчас он вспомнил, что этого ребенка когда-то убили и вырезали глаза. Его коллеги ему хвалились еще, как они мучили его, показывали фотографию. «Кто ты?» спросил мужчина. Незнакомец наконец-то открыл свой истинный облик. Он был высоким, хорошо сложенным. Одежда была как и у большинства джоунинов. Лицо бледное, а губы тонкие, едва заметные. Внешность невзрачная, словно туман. «Этот вопрос я должен задавать тебе», холодно ответил Саски. Брюнет решил развить свою технику, так долго он не сможет сражаться. Незаметно для врага мальчик создал клона, когда еще был Сусана, и отправил с помощью Ренигана в другое измерение. Он убьет его быстро и качественно, но сначала добудет нужную информацию. «Невежливо дерзить старшим, малыш», надменно молвил тот. Учхо медленно подошел к врагу, подняв руки вверх. Он постепенно плел свою паутину из гендюцу. Когда все будет готово, он снова выведет кукол на сцену. Все же Сасар ему чем-то понравился, хоть и слышал только о нем. «Да. Раз я скоро умру, расскажи, что затевает Арасисома», с приторной вежливостью молвил Учхо. Тот хотел было создать щиты, как из другого измерения взрослый клон Саски поймал по рукам и ногам противника, выпуская всем тело молнию. Туман, тот уже был под действием гендюцу. Цепи обвели тело врага, сдавливая все его тело, до хруста костей и скрип суставов. Туман входил обратно в тело, тем самым разъедая тело мужчины. Тот только мог что орать от боли. Тело немело, но все чувствовало. «Говори, иначе твоя пытка будет вечной». «Ты же слышал о Изанаге, не так ли?» Холодно и бесчувственно молвил Саске, превратив себя в взрослого. Лицо и так бледного туманника стало белое, как у мертвеца. Он знал, что означало это то, что он вечно будет страдать от страшных пыток, не имея возможности покончить с этим. «Такой молокосос, как ты, не сможет нечто подобное сделать», с надеждой крикнул тот. Но, вспомнив техники, которые это дитя использовало против него, бывшего члена секретных войск тумана, все могло быть возможным. В одном глазу ребенка был Мангекю Шаринган, а во втором глаз, как у Рикуда Синина. Мысль о том, что эта иллюзия немного успокаивала, но боль была реальной и невыносимой. Одна цепь сломала уже бедро. Из болевого шока разум медленно отказывался слушаться. Рядом возник огромный сувой. «Ну что ж, ты выбрал вечные мучения?» «Твои воспоминания в этом свитке», довольно молвил мальчик, и он не соврал. За время цельничества он много путешествовал и научился использовать силу Шарингана иначе, и подобно клану Яманука, но все было по-другому. Создав стену между собой и побежденным противником, Саски не создавал никакого изонаги, а просто повторял одну и ту же иллюзию во время изучения воспоминаний. Тот умрет от болевого шока, но нужно узнать все быстрее, иначе, если умрет мозг, вся информация исчезнет. Жизнь у Кукичи, как звали незнакомца, была веселой и без печали. В стране тумана он жил в семье Шиноби. Стремительный карьерный рост, отношения едва ли не самой красивой девушкой в деревне. Причина перехода на другую сторону, Караси, была только одна жадность и чувство собственного достоинства. Тот пообещал ему всю власть, деньги, женщины. Откинув ненужную информацию, Саски увидел карту, в которой отмечены места пребывания. У них было около ста украденных свитков и артефактов. Следующими будут клан Узумы Кик и Наха. Другим кланам удалось надежно спрятать свои фамильные сокровища, но скоро и за ними придут. Сын мой, в день сенсостояния мы пойдем на неверных и станем господствовать там, и ты получишь то, что по праву принадлежит тебе, молвил вслух о России. Остальное узнать Саски не успел, так как в Гиндюцу появился Итачи, который вмиг развеял его. Мальчика скрутили помощники отца Кирина и Лирина. Враг умер. Ведите его в дом и поставьте печать охраны. К нему рано или поздно придет Наруто, или он воспользуется силой, о которой мы не знаем, молвил Итачи. Саски улыбался и посмотрел своими настоящими глазами на брата, который сцепив зубы, пытался не радоваться, что его брат имеет такую силу, но, с другой стороны, настоящий для этого его младшенький. Итачи пытался по-хорошему расколоть Саски, но дипломатичный подход провалился. Мальчик молчал и улыбался. Для окружающих это было спокойствие, но на самом деле младший пытался придумать любую правдоподобную ложь или же способ улизнуть из-под вида минимум десяти сильнейших из клана. Шисуи может сохранить нейтралитет, но от этого лучшей ситуации не становится. Все раскрылось, воздушный замок рухнул. Он мог попытаться исчезнуть в другое измерение, но наручники на руках блокировали поток чакры. Чтобы взломать их потребуется время. Саски тихо прошептала на уханнике. Это уже было гендюцу. Гениально, учитывая тот факт, что Брюнет не заметил даже, как попал под его влияние. Все, что ты должен знать, я настоящий, как и моя сила. Ты видел мои возможности, а я знаю твои. Мы можем драться, но если ты меня отпустишь, то узнаешь все со временем, уж я обещаю, совершенно спокойно молвил Саски. Пошевелив немного пальцами, мальчик метнул почти невидимые нити чакры в сторону своих соклановцев. Те крупицы чакры, которые поступали сквозь наручники, было достаточно для Саски, ведь он обладал еще и ренеганом. Этот трюк заметил инуцию невозмутимо оборвал тяжкое творение соклановца и прошептал что-то на оху старшему брату. Саски не мог здесь прохлаждаться, он прекрасно понимал, что его запроты будут охранять, а еще он себя казнил, что попался в руки Итачи. Так больше не могло продолжаться. Как ты смог быть и в Ген Дюцу, и в реальном мире одновременно? Удивленно спросил Итачи. Его пугала неизвестность. Так не бывает, что маленький мальчик до похищения был слабым, словно слепый котенок, а после стал едва ли не сильнее его самого. Ринниган не давал ему покоя, учитывая тот факт, что даже сам Мадара получил его перед смертью. Мальчик решил пойти на радикальный шаг. Расслабившись, Учхас самовоспламенился. Аматерасу расплавила наручники, как лед. Никто не мог вмешаться, ведь этот адский огонь сожжет все на своем пути. С помощью Риннигана Саски ополкнул своих родичей, которые поставили странный блок. Чакра вернулась в нужное русло. Создав Сусана, Саски был готов как минимум к завоеванию мира, а не к побегу. Только всего три субъекта его смущали больше всего Шису, Итачи Абита. Те, кто вместе были с ним равны по силе. Итачи ударил младшего брата в грудь с помощью своего Сусана. Странный барьер вокруг был чем-то похож на Фуиндицу Наруто, но здесь все было по-другому. Он чувствовал, что смотрители хотят подавить его силу Чихи. Если бы не предыдущий бой, в котором он использовал запретную технику, все было бы по-другому. Итачи принял незнакомую для мальчика стойку одной рукой он сжимал собственной Сусана, наполняя его аматеросой странного цветочек рой, ярко-зеленой, которую используют медики для лечения. Разрушительные чакры и целительные чакры не могут соединиться, вместе они могут создать только. Саски упал на колени, его голова раскалывалась, а из глаз текла кровь. Его подавляли, глушили, словно зверь к громким звукам. Сусана впитывалась в технику брата. Это точно был резонанс, но как? Мальчик не мог припомнить, что Банеки когда-либо применял подобную технику. Генди уцу действовало как на него реального, когда они встретились первый раз. Попытавшись использовать ринетинси, Саски вытянул руку, но рука сломалась едва ли не в пяти местах. Это генди уцу. Откуда Итачи знает подобную технику? Он научился ускользать из генди уцу брата, неужели Шейсу помог? Нет, Итачи если предпринимает что-то по отношению к нему, так сам. Это была полная безысходность. Его прижали к стенке, а все из-за собственного честолюбия. Саски эхом издавалось в голове мальчика. Саски решил пойти на самый отчаянный шаг, на который он никогда не думал, что пойдет. Собрав сил воедино, Саски смог на миг ускользнуть из генди уцу и увидеть, как Итачи с помощью сусы надержал его за голову. Он начал считать его воспоминания. Вытянув мгновенно кунной, мальчик вонзил себе в грудину, чудом не зацепив сердце, после поднял левую руку, призывая молнию. Итачи не успевал за движениями, так как был занят воспоминаниями брата. Молния пронзила насквозь ребенка, растворяя тело едва ли не на атомы. Руку сусы натрубила и втянула в мощный поток. Это был Акерин, мифическое существо. Замик Саски исчез на огромной скорости, оставляя всех и без того удивленных соклановцев и брата в еще большем недоумении. В голове Ники мелькнул подобный эпизод. Он уже подобное видел. Сложив все полученные воспоминания вместе, Итачи понял только одну вещь кто-то устер ему память, и этот кто-то мог быть только одним человеком, способным на это, тот, кто после этого едва не ослеп. Тот, кого он называл другом. Может быть, он упустил Саски, но от Шису он узнает правду. Шису, кажется, тебе есть, что сказать, уверенно молвил бывший Энбу и вышел из полуразрушенного здания, пытаясь понять, что же на самом деле произошло. Саски отбросила прямо перед ветхим домом. Это было приблизительно то место, которое упоминал Наруто. Рана сильно кровоточила. Теперь он точно не сможет драться. Лисы превратились в людей и молча втащили ребенка в дом. Наруто, пожалуй, впервые увидел Саски в подобном состоянии, не учитывая их бой в долине завершения. Как же ты так влип? Ты в курсе, что такое расточительство сил не поможет выиграть? Поучал изумаки и вливал в раны друга чакру Янь. Брюнет понял, какую глупость совершил. Раньше он так расточительно не использовал чакру, а тем более техники. Это было позерство, кто отлично раскрыл себя ненастоящего. Итачи все знает, тихо молвил Саски и заплакал. Он сам не понимал, почему слезы текут. Возможно, другая часть него плачет из-за того, что брат может теперь отвернуться. А, может, все из-за совершенной глупости. Дженчирики безмолвно залечивал раны, понимая, что Саски труднее, чем ему. Тогда давай расскажем хотя бы ему правду. Он, возможно, не поймет тебя, но так будет легче тебе и ему. От незнаний он придумает все, что угодно. Да и, наверняка, он поставил тебе что-то, что быстро нас вычислит. Во лжи ты не сможешь спокойно жить, зная, что этот Итачи не твой брат и не принадлежит тебе, философствовал блондин. От лиса не было отклика, вот теперь Наруто чувствовал себя брошенным всеми, принимая то, что та жизнь, которой он жил несколько месяцев, была не его. Итачи не сможет принять эту правду, но как бы то ни было он видел часть моих воспоминаний, теперь остается вопрос, какие из них. Если он нас найдет, я не смогу дать ему отпор, он намного сильнее, чем я думал. Даже тогда, во время нашего последнего боя, он со мной не дрался и умер не от моей руки, а от болезни. Ты хоть понимаешь, какие у нас проблемы? Он не Мадара, но и мы не в той форме. Это тело ребенка оказывается болезненное и Шаринган убивает его, ответил Саски, откашлив немного крови. Наруто удивился подобному заявлению. С помощью Курам он смог бы посмотреть, что с его другом, но сейчас это было невозможно. Ты хочешь сказать, что настоящий ты никогда не мог использовать Шаринган, так как твое тело его отвергало, а перед смертью смог? Переспросил Джинчурики. В дверь стучали. И этот звук пугал больше всего. Это могли быть как на Микадзе, так и у Чихи. Саски молча активировал Риньган. Наруто перетянул друга в другое измерение. Бегство — это все, что они могут сделать сейчас. Наруто был невероятно зол, а все из-за глупости друга и сложившихся обстоятельств. Больше всего его зацепили слово тело этого ребенка бесполезно. Теперь они ничего не могут сделать. Одними фуиндицу не решишь проблему, Кураму в затишье, а собственной чакры не хватит даже на техники среднего типа. Что-то подсказывало мальчику, что Итачи и здесь найдет их, ведь он не зря назывался легендарным, да и смог надрать задницу Саски с ягодой силой глаз, в которой теперь он сильно уступает. «Ты идиот, Саски», констатировал блондин, после чего продолжил мысль, «Те техники, которые ты используешь, сейчас тело ребенка не сможет выдержать, потому что свое тело ты готовил годами тренировок и медленно приспосабливал к силе. Это как надувать шарик, надуваешь быстро и он лапнет сразу». Саски понимал, какую глупость сделал. «Хорошо, я сдамся брату, но как же мы объясним всю эту силу?» «Ты особо не выделился, а ренеган и мангикю, шаринган у ребенка объяснить невозможно», спросил Брюнет. В голове мелькнули глаза Итачи. Он нашел их. «Итачи, я не знаю, настоящие ли они?» У Саски сильные глаза, оправдывался Шису, когда Итачи прижал его к стенке. Мужчине не хотелось лезть в разборки Итачи и Саски, но он сам подлил огня, хоть и не по своей воле. «Друг мой, брат мой, так я всегда называю тебя, так и есть. Я доверю тебе, если потребуется, и жизнь, но я должен вспомнить с ним и печать моих воспоминаний». «Даже, если Саски не настоящий, я хочу ему помочь». «Ты же знаешь, что ждет тех, кто использует так часто мангикю, и слепота не самая худшая», просил бывший капитан Анбу. Шису не мог противиться просьбе друга. Активировав Шаринган, мужчина проник в сознание Итачи и с помощью гендицу вернул то, что по праву принадлежит не ему. И, когда все стало на свои места, мужчина щелкнул пальцами, и из угла вышел обито. «Теперь понятно, мы пойдем к ним вместе», молвил бывший Анбу, после чего обито посмотрев на приблизительный вид измерения, которое ему показал Итачи, исчез вместе с другими. «Наруто, на твой клан напала Россия!» Гулко крикнул Курама. От неожиданности голова мальчика сильно заболела. «Саски, нам нужно поторопиться в мой клан, там и Россия!» крикнул блондин. Но Саски не успел что-либо предпринять, как из ниоткуда появился Итачи. Он мгновенно обездвижил мальчика и накинул наручники, что подавляют использование чакры. Изуми вспомнил или нет? Кратко спросил Анники и пошел в сторону Узумуки. «Итачи, у нас нет времени, на клан Узумуки напали», четко молвил Наруто и поднял руки над головой. У него небо времени на ссоры сучха. Шису подошел к другу и что-то прошептал, из-за чего тот расхохотался. «Ясно, ты тоже убежал. Потом вы мне расскажите, кто вы на самом деле». Саски уйдет в клан, ему нельзя использовать Шаринган, четко констатировал у мужчины, после чего обито с Шису забрали недовольного мальчика прочь, а вслед слышалось только Анники. «Я обещаю все тебе рассказать, хотя если ты действительно вспомнил, то в этом нет нужды. Мы не настоящие, а только души самих себя из другого измерения, где нам под тридцать, где я сирота, а Саски полжизни ненавидел тебя, а потом ты дал себя убить, из-за чего твой младший брат казнил себя, хотел уничтожить Каноху. Дальше война». Кратко рассказал Джин Чирике. Он нервничал, боясь опоздать. Итачи было трудно поверить, но это правда объяснила странную силу двух мальчишек, наверное, слабейших в Канохе. «За что он меня ненавидел?» глухо спросил бывший Анбу. «Он не мог представить, чтобы мог хоть как-то обидеть младшенького, он за него жизнь отдаст, отрежет себе руку, но не обидит или ударит. Ты вырезал весь свой клан, когда ему было семь у него на глазах, потом мучил гендюцу. «Всё ради того, чтобы сохранить мир в деревне, ведь твоя семья планировала переворот». Честно ответил Узумуки. Когда Бита вернулся, Итачи побледнел. Он не мог представить, что убил своих друзей, любимую девушку, если она была, отца и мать, а тем более пытать маленького безобидного, но невероятно любопытного Саски. А что произошло в Шису и Обито? Собрав волю в руки, спросил Итачи. Хоть это было не с ним, такой исход его омрачал. Данзо вырезал один глаз у Шису, а второй он отдал тебе на сохранение, после чего попросил убить себя, начал Наруто, видя, как и так бледный мужчина становится похожим на мертвеца, а Обито развязал четвертую мировую войну. В таком мире мы жили с Саски, никому не нужные. Я был джинчирики, а он последним выжившим, которого пожалели и не убили. Сейчас такая жизнь кажется подобно сну, и Саски умрет, но больше не позволит случиться подобному. Пока мы с тобой разговариваем, он, наверняка, выбрался уже и направляется в мой клан, молвил блондин. Учиха встал, после чего молча повел Наруто к Обито. Они перенеслись в клан Узумуки. Там действительно было нападение. Несколько человек было убито. Враги атаковали куб странного цвета. По кустам стояли хранители, которые искусно отбивали атаки. Но у вторженцев был козырь запретной техники. Кто-то, атаковав, все-таки смог проделать брешь. Обито, зови подмогу. Здесь точно уже Анбу, но этого мало. Командовал Итачей, а потом обратился к Наруто, ничего не предпринимай, здесь точно есть Изуми. Наруто искренне восхищался командиром. Вот каким он был для Саски заботливый брат, умный наставник и объект для подражания. Только долго мальчику не пришлось умиляться, его схватили сзади, закрыв при этом рот. Узумуки хотел было драться, пока не услышал знакомые голоса. «Лисенок, это мы, и нам нужно уносить ноги», шептал Карида. Наруто был рад видеть близняшек, но, с другой стороны, что они тут и делают. Клан Узумуки отбивался храбро, много врагов были убиты. Но настоящей проблемой стал сама Россия. Он был обвешан странными артефактами, а тело покрывали древние знаки. Он был готов не только к завоеванию свитка Узумуки, а, как минимум, к войне. Хранители не могли выйти из защитного куба, ибо это означало приподнести врагу свиток, поэтому им приходило смотреть, как гибнут их соклановцы. Саски действительно был в том месте, как и предрекал Наруто. Итачи хотел его защитить, чтоб тот был его слабым младшим братом. Он никогда не думал, что будет жалеть о своем желании иметь сильного брата. Тот храбро сражался, убивая хладнокровно всех и вся, медленно добираясь к Араси. Оставив джинчу время, и, активировав режим отшельника и Курамы, он вызвал трех грехов Каиди, Ума и Ами. Печати активировались, давая защиту и полную силу использовавшему. Араси нацелился на куб. Саски отбил одну атаку главаря, не давая уничтожить ослабевшую стену, но этого было мало. Враг использовал ядовитый кислотный туман, чтобы убить все на своем пути. Сусана едва выдержала такую атаку. Поскольку терять мальчику уже было нечего, он решил использовать Ринниган на полную. Брата нет рядом, теперь он ему не помешает. Ринни Тинси молвил мальчик и толкнул врага на 10 метров от себя. В руках он создал маленькую черную сферу, наполняя ее изанаги. Это для того, чтобы Араси, который точно нашел бы выход из техники, не смог им воспользоваться. В Итачи было дурное ощущение, но, так как его атаковали со всех сторон, он не мог приблизиться к брату. Араси стремительно настигал мальчика, он хотел заполучить его умения. Когда сфера была готова, он выпустил ее в воздух, направляя к Араси. Сила перетяжения начала отрывать камни и землю, медленно создавая все больше растущий шар. Для того, чтобы никто не попал под воздействие техники, Саски телепортировал Наруто к себе. Добравшись к брату, Итачи хотел остановить Саски, он понимал, что тот сам себе вредит, его тело не выдержит такой нагрузки. Наруто на огромной скорости нарисовал в воздухе символы чекрой друга. Араси попал в шар и не мог выбраться, стал засасывать и других людей. Быстрее, Наруто, крикнул Учхо. Итачи повалил младшенького. Араси пытался отбиться, использовал различные техники, и в конце он пустил копье смерти, пытаясь убить Саски. Только так можно было прекратить действие техники. Саски прикрывал Итачи и только за миг ему удалось поменяться с братом местами. Он больше не вынес бы смерти любимого брата, только не в этой жизни. Копье проткнуло спину ребенка, застряв на середине. Наруто закончил свою технику, а Араси попал под дозанами и покорно ждал своей смерти. Странные печати вышли из копья, медленно разрушая тело, и только Саски видел истинно вошенигами. Я, может, не твой настоящий брат, начал Саски, рыдая, но больше ты не умрешь у меня на руках. Нападение остановилось. Хранители вышли из защитного куба, а Наруто побежал к другу. Он пытался залечить рану, но против смерти он был бессилен. Итачи едва не обезумел от увиденного. Такого конца он не ожидал. Он угнил младшенького. Сделайте хоть что-то, крикнул Итачи. Шенигами высунул весы. Твоя цена в обмен на жизнь, это было жуткое зрелище для мальчика. Этим копьем когда-то осуждали убийц. Если убийца мог откупиться, ему позволено было жить, но цена была не в деньгах, а в чем-то большем. Итачи и Наруто пытались его спасти, позже пришли хранители. Они остановили рост печати по телу, давая время, но на что? Саске нечем было пожертвовать, кроме как своими глазами. Но стоит ли жить, когда Итачи все знает? Примет ли он его? А может быть смерть лучшее решение? У Саски было чем заплатить, необходимо было лишь решить, что конкретно отдать ринегам или шарингам. Эти глаза были лицейшими во всем белом свете, а для мальчика ценности вырастало до небес, так как это единственное, что осталось от настоящего Итачи. И как бы Учиха горько не было, отдать он решил подарок Рикуда Синина. Этот глаз ничто, по сравнению с возможностью жить. Коснувшись правой рукой левого глаза, он стиснул зубы и вырвал глаз, который превратился в золото. Цена была принята, весы и казалось весьма эстетическим, то стороны реальности это было похоже на кровавое месиво. Пустота в левом глазе, на дне которого была очеканена и едва заметная печать. Лицо было в крови, но раны быстро затянулись. На спине осталась огромная черная печать, которую смогли сдержать хранители. Это копье теперь ваше, кланучха. Мальчик заплатил цены не только за жизнь, объяснил глава клана и торжественно вручил Итачи, как сувенир. Наруто молчал. Ему нечего было сказать. Техника Саски развеялась, да только оказалось, что все усилия бесполезны вместо роси оказались останки глиняной куклы. Вся армия, что наступала превратилась в пыль. Повернув в сторону голову, Саски стиснул зуба от обиды, впервые его настолько сильно ранили. Только Наруто и Бесыну удавалось это сделать. Все было зря тело в худшем состоянии и он лишился части своей силы. Рядом сидел Итачи, который запланировал для него, как минимум, квест из допросов. Жизнь стала просто невыносимой. Только сейчас он может просто лежать и терпеть жуткую боль по всему телу. Убежать невозможно. Врага он не уничтожил. Наруто сидел рядом. Его брат и отец возможно приятное но. Он поклялся остаться в клане Узумаки, как только закончит дело. Воинственная ходьба Изуми и странное помахивание рук, словно он нарисовал какую-то печать, не радовало мальчика. Он видел, благодаря режиму отшельника, все. С помощью силы Курам он смог избежать почти невидимой атаки. Хакаря, улыбаясь, встал перед Наруто, создавая шар из печатей. Не так быстро, Изуми Кун. Наруто теперь мой, у нас кровная клятва, довольно молвил мужчину и поднял в знак доказательства правую руку мальчика, на которой появились древние иероглифы. Если бы взглядом можно было разрушать, вокруг царил бы хаос. Красноволосый подошел к барьеру и легко коснулся руками, в которых он собрал немного чакры. Хакарисан, прошу, защитите Наруто. Минато таки подписал проект щит. Не отпускайте его из клана и следите. Он джинчирики, а еще, судя по глазам, оплохо владеет силой Девятихвостого. Я извинился перед Киририсан, рассказал правду, так что у вас не должно остаться ненависти ко мне. Думаю, вы уже получили от нее сообщение, тихо молвил Шиноби. Минато мигом появился возле старшего сына. Хакаря, немедленно отдай мне сына, приказывая, как Хакаги, как отец этого ребенка, как члена клана Намикадзе, громко крикнул Минато. Изуми повернулся к отцу. Хакаги сын, боюсь это невозможно. Наруто оказывается дал кровную клятву этому хранителю, а еще давнее принял фамилию Узумаки, что делает автоматически его членом. Мы не можем забрать уже мирным способом члена Узумаки уверенно молвил Узуми и скрестил пальцы за спиной. Наруто искренне улыбнулся. Раньше он сомневался немного в своем брате, теперь же он восхищался им, как никогда прежде. Он, действительно, любил его. Возле шара стали другие хранители, как и глава клана. Изуми прав, просто так мальчишку я не отдам даже, если он слабее червя, хотя так и было некоторое время. Уходи, Минато, и забирай свету вместе с собой. У нас много потерь, как и у тебя. У мальчика изучих серьезные ранения. Помощь мы оказали, а теперь изволю идти достойно, молвил Акихари. Глава выглядел молодо, царственно по сравнению с присутствующими Шиноби из Канохи. Его длинные темнобордовые волосы отличались от других ярко-красноволосых соклановцев. Намикадзе скрипнул зубами, но послушно ушел. Он еще успеет насолить этому напыщенному Акихари, найдет способ приручить этот клан. Соболезную утрате. Позаботься о моем сыне, уточнил блондин и улыбнулся неестественной улыбкой, после чего исчез вместе с сыном. Клан очих же еще остались. Господин Акихари, прошу вас помочь моему брату, молвил Итачи и низко поклонился. Когда Намикадзе исчезли Хокари снял защиту, Адисиде подошел к мальчику, разведывая, нет ли опасности для главы клана. Но это скорее была формальность. Тебе нечем волноваться. Но, как ты уже помнишь, мы не совсем в хороших отношениях с твоим кланом, и за это ты выполнишь одну мою просьбу, даже если она будет касаться твоего клана, молвил Акихари. Итачи хотел было согласиться, но Нару и не хотелось, чтобы его наставник был должен кому-то. Господин Акихари, прошу вас помочь моему другу. У него есть полезные знания о Риннигане. Он отдал левый глаз, но с помощью правила сможет снова его пробудить. Разве не эти сведения ценные для нашего клана? Его брат не успел узнать о столь мифической силе, так как Саски тщательно скрывал ее. А еще он, как и я, владеет древними стихийными техниками, например вызовы Кирин, начал Наруто дипломатически, не зная точно, прав ли он вообще. Итачи молчал. Если он согласится на условии, это значит предать клан, ведь желание будет касаемо тайн клана или чего похуже. Кирин. Очень увлекательно, да только как я смогу поверить, что этот слабый ребенок способный на подобное. Я Риннигана не видел у него, недоверчиво молвил мужчину и подошел поближе. Но блондин не сдавался и тоже подошел к другу, который едва был в сознании. Может, Риннигана вы и не видели, но как же такой маленький мальчик смог создать маленькую копию звезды? Да и вы точно видели копье и печать смерти. А чтобы выжить после такого, необходимо заплатить самому богу смерти. Чем же он тогда заплатил, если правый глаз у него до сих пор Мангикю Шаринган? Молвил Наруто. Мальчик сконцентрировал в правой руке чакру Янь и попытался исцелить кровоточащую рану из левого глаза. Хитрый прием, Наруто Кун. И откуда у тебя только познание о руке Будды? Хотя это позже. Пусть докажет, молвил глава. Десяди, влий немного в него чакры, чтобы он мог двигаться и использовать руки. Лысый молчал, поставил руку на голову и влил достаточное количество чакры. Радужка правого глаза приобрела ярко-синий цвет. Отойдите! Кратко молвил Саски, после чего вытянул правую руку вверх. После чего использовав технику огромной огненной кулей ввысь, он закрыл глаза. Тучи сгустились, после чего мелкий разряд соединил руку чихи с небом, а над головой слышались громкие жуткие раскаты грома. Взмахнув еще раз рукой, облака показалась голова зверя, который лавировал по воздуху, вынюхивая жертву, которую необходимо убить. Акихаре улыбнулся. В это невозможно поверить. Ущипнув себя несколько раз, он протер глаза. На цель зверя на меня. Я хочу проверить, настоящий ли он, с наигранной недоверчивостью молвил мужчина. Саски спокойно выполнил приказ. Ему все равно было, помрет ли этот сумасшедший Шинобель или нет. Взмахнув рукой в сторону главы клана Узумаки, зверь незамедлительно атаковал удивленного Акихаре. Он не ожидал такой неожиданной атаки, точнее того, что она произойдет на такой скорости. Но от нападения зверя остались подгоревшие кончики волос, которые еще и намагнитились. Спасибо, мальчик, что убрал питомца. Он чуть меня не убил, шутливо молвил мужчина, после чего щелкнул пальцами. Дидзю поднял Саски на руки. Я согласен на условия Наруто, и еще только ты Итачи пойдешь с ним, больше никто, четко молвил глава, после чего молча последовал куда-то. Шису и обито нехотя ушли, пожелав напоследок удачи своему другу. Итачи был рад таким обстоятельствам, а вернее тому, что он узнает правду. Здесь никто не посмеет тронуть ни Саски, ни Наруто. Ему предстоит многое узнать. Кучиха подошел к Киларе, и тихонько прошептал. Глава просил передать, что, пока ты здесь как гость, тебе запрещено использовать Шаринган, во избежание недопонимания. Грядет нечто небывалое ранее. Итачи понимал, что это только начало, и, как бы он не любил свою деревню, Хакаги затевал что-то неясное. Его беспокоило пробное нападение России. Это была проба силы. Только-только услышав базовый инструктаж, молодой Учиха исчез, оставляя только записку «Позаботьтесь о моем брате, пожалуйста». Он сделает свой ход, защитит то, что ему дорого. И Саски не будет страдать от ранений и защищать его ценой своей жизни. Младший брат должен быть любим и защищаем старшим, но никак не наоборот, точно так же, как и Зуми оберегает Наруто. Он надеется лишь об одном пусть Саски надолго остается под защитой клана. А дальше уже Итачи возьмет на себя всю грязную работу, перевернет мир с ног на голову, если это потребуется. Конец. Нет-нет, продолжение следует.